Ты чё? Это не моя дочь. Куда ты её делал, гад? Кого, Кеша? Настю. Где она? Настя сейчас придёт. Вот та, которая придёт, возможно, это Настя. Где дочь моя? У тебя ещё дочь есть? Нет. Теперь нет. Подожди, ты можешь объяснить-то по-человечески? Спокойно только. Нет у неё родники. Вот здесь вот должна была быть родник, а здесь пусто. Нету. Понимаешь? Значит, это не она, не Настя. Всё. Или это Настя, но это не она. Не дочь моя. Значит, ты не увидел родинку и решил, что Настя не твоя дочь? Да. Ну, хорошо. Давай спокойно только разберёмся. Что у нас против, Кеша? У нас против одна единственная маленькая родинка. А что за? У нас пуговица. Раз. У нас с тобой метрика. Два. У нас с тобой документы из роддома. Три. Фотография. Четыре. Уже четыре. Один в пользу того, что Настя твоя дочь. Ну, Вась, к сожалению, это не футбол. Либо родинка есть, значит, дочка есть. Или нет. Ну, да что ж ты такое уперто? Иннокентий! Я вообще в жизни ни разу не видел эту родинку. Да это как раз неудивительно. Такой, как ты, мог вообще лет до пятнадцати не значить, она девочка. Ну, послушай меня. Ну, ты понимаешь, что человек меняется с возрастом, родился блондином, стал брюнетом, я знаю, цвет глаз меняется. Зубы молочные выпадают, да? А при чем тут родинка? При чем тут родинка? Это не зубы. Она либо есть, либо ее нету. Ну, Вася! Фотография! Кеша! Фотография! Ну, ты, Настя, ты узнал на фотографии? Что фотография? Все дети одинаковые до трех лет. В роддоме напомнили. Я тебе говорю. Где мне теперь ее искать? Жили, жили без этой родинки. Знать не знали ничего про нее. Все отлично было. Какого хрена тогда поперся со мной? На эту дачу? Следопыт юный! Вот, товарищ подполковник. Это что? Рапорт, товарищ подполковник. Прошу освободить меня от секретного задания. Вот, ты раз. Что случилось? Ничего, товарищ подполковник. А ну-ка, Березкин. Ну-ка, давай сядь. Сядь, сядь, Березкин. Я не понял. Ты ж классный профессионал. Ты ж специалист. Как их поискать? Я... Не перебивай меня, идет сложнейшая операция. Ты единственный, кто посвящен во все детали. А теперь, шо ж получается? Дезертировать с поля боя? А преступники, значит, пусть гуляют на свободе. Никак нет. Я готов выполнить любое задание. Ловить преступников, но... А ну, может, и устал. Так я этот вопрос порешаю. Выполнишь задание, дам отпуск. Гуляй сколько хочешь, хоть неделю. Две. Я не устал, товарищ подполковник. Понимаю, капитан. Хорошо. Я тебе и премию выпишу. В размере оклада. Двух. Дело не в деньгах. Просто я не понимаю... А ты не должен понимать, капитан. Для понимания, ты понимаешь, начальство имеется. Ты должен выполнять. Что именно ты не понимаешь? Ну, Бочкин, он, конечно, не ангел. И свое отсидел. Я не понимаю, почему нам так необходимо отправить его в зону. Вот оно что. Вот оно куда. Понял, понял, понял. Бочкина пожалел. Опер-рецидивистов пожалел. Попал таки под его преступные обаяния. Да никуда я не попал. Молчать! Ты знаешь, что это такое? Саботаж на рабочем месте. Ты знаешь, что я с тобой за это могу сделать? Мать Тереза, твою мать! Сгною участковых навечно. Хочешь, получишь. Какой участок принимать, товарищ подполковник? Будьте здоровы, товарищ подполковник. Разрешите идти, товарищ подполковник? Есть, товарищ подполковник. Какой ты у нас все-таки деликатный человек, Кеша! В окошко куришь? Ну, правильно, чтобы на кухне воздух посвежее был. Дочка-то где? Твоя на рабочей, моя не знаю. А сам что дома прохлаждаешься? Отпуск взял. Творческий. Можно от двоих попробовать? Ну, последний. Последний вор не берет. А у нас в зоне говорили, последний мент не берет. Что-то тоже нормально. Знаешь, что я тебе скажу, Кеша? Прежде чем делать какие-то выводы, надо все-все проверить. Досконально. От и до. Поверь моему опыту, как в следствии. Вот такую вот мелочь упустишь и... И сядет невинный человек. И это знаю. Слушай, ты сколько на меня обиду будешь держать, а? Может, хватит уже? Чего ты дуешься, как Литва на оккупацию? Я тебе насчет Насти говорю, а ты... Я тебе тоже насчет Насти говорю. Там проверять нечего. С ней все ясно. А чего ты с ней ясно все? Подожди с посудой сейчас. Что это тебе ясно-то, Кеша? Во-первых, ничего еще не ясно. Во-вторых, хочешь я сейчас к Лизе пойду. Вот пойду к Лизе, проведу дознание и выясню. Действительно она родинку на попе у Насти видела. А может, ей это приснилось. Сходить? Лиза, здравствуй. Здравствуй, Вася. Так, принимай, хозяйка. А чего? Самогонный аппарат. Вы думаете, что же? Я что не вижу? Швейная машинка. Ну, видишь, ты что-то спрашиваешь-то. Бери шею. Так, Вась, я не ткачиха многостаночница-то, чтобы на двух машинках работать. У меня одна есть, моя, мне хватит. Ну, значит, и эта пусть будет. Две лучше, чем одна, правильно? А вдруг твоя сломается? Да что это ей ломаться-то? А это Насте может пригодиться. Насте не пригодится. У нее другие увлечения. Короче. Бери. Дарю. Как завоевать сердце мужчины? Ты, Вась, это... Ты... Чего? Я, Вась, на тебя не обижаюсь. Ну, и ты на меня не обижайся. У меня бывает такое иногда. Ляпну, не знаю, что. А потом переживаю. Ты про что сейчас? Да про забор этот чертов. Тьфу! Не переживай ты. Я уж забыл про него давным-давно. Лиз, ты тут давече про Настикину родинку говорила? Ничего. Ничего. Вспомнил я просто. Давно ее видела? А у Настю? Родинку. Не помню. А что? Случилось что? Ничего не случилось. Лиз, ты просто вот недавно говорила, что у тебя, мол, родинка, как у Насти. Где она? Заинтересовался? В смысле? Я тебе сейчас покажу. Вот она. Все, не надо. Все. Я вспомнил. Спасибо, Лиза. У вас. Я надо грушу побелить. Да? Стой, 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 стой. Не храни по-мытому. Ноги протри. Что это у нас тут происходит? Про терапию стресс снимаем. Ноги, 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 ноги. Так, это что за дела-то? У нас не курят. А почему только меня-то касается? А ты? А мне можно. У меня нервы. А у меня их нет. Для особо нервных докладываем. Меня, в общем, тоже трясет. Кто-то ты так долго у соседки-то торчал, да? Трясучку свою лечил? Да ладно, сколько я там торчал? 18 минут. Ну, что узнал? Что узнал? Хорош Ваньку валять. Сам знаешь, что? Нет. Вот я так и знал. Что так и знал? Что родинки нет. А кто тебе сказал, что ее нет? Ты сказал, только что. Не надо передергивать. Я тебе про родинку ничего не говорил. Я сказал, нет, не узнал. А почему ты не узнал? А потому что Лиза про родинку не помнит. А что ты вообще туда ходил, а? Слушай, ну хватит уже, а? Ну что ты устроил здесь индийское кино-то? Ты опера видишь? Вот уже, вот просишь одну мамку. Все же родинки. Не надо. Палец по палец не ударить. Прости, что надышал. Палец по палец не ударил. Сержант ДПС Орлов. Нарушаем, гражданочка? Документики, пожалуйста. А что я нарушила? Документики. Пожалуйста. Только я ничего не нарушала. Так. Анастасия Васильевна Тучкова. Понятно. Прошу следовать за мной. Куда? Никуда не пойду. Покиньте транспортное средство, гражданка Тучкова. Не вынуждайте меня к строгим мерам воздействия. Блин, какой там. А теперь проследуйте. Вон в ту машину. Послушайте, я опаздываю. Может быть, я что-то нарушила. Но я же не специально, честное слово. Давайте как-нибудь договоримся, командир. Ну, народ, а. Сами же нас подстрекайте на должностные преступления. А потом сами же еще и недовольны. Прошу следовать в машину. Будем составлять протокол. Садитесь, садитесь. Ах, вот оно что. Руки убрал. Настя, мне надо с тобой поговорить. А мне? Нет. Я понимаю, что я должен был тебе все сразу рассказать. Но я не знал, как ты воспримешь особенности моей работы. Значит, не ты, сволочь. Просто работа у тебя такая особенная. Нет, все правильно. Я бы на твоем месте вообще со мной не так разговаривал. А я с тобой и не разговариваю. Прости, пожалуйста. Ну, я ушел с этой работы. Ой, все. Мне это не интересно. Я тебя не прощаю, разговор окончен. Дверь открой. Открой дверь! Открыто. Насть! Подожди! Ну как? Да никак. Ну, за помощь спасибо. Да нет за что. Обращайся, если что. С документами. Что ее делать? Так они у тебя, что ли? Ну, конечно. Так что ж ты стоишь? Садись, догоняй. И извиниться не забудь. Да нет за что. Да может, хоть тебя простить. Так. С欸. Последний. Садись, погоняйся. Ой, Андрюшка, ты посмотри, ты посмотри, какая морковь заросла. Хочешь помоить? Нет, спасибо. А что это? Куда это ты собрался-то? Я Елизавету Александровну съезжаю. Да ты что? Ну, что это ты так скоропостижен-то, а? Да, неважно, дела. Спасибо вам огромное. Тебе спасибо, Андрюш. Хороший ты парень. Удачи тебе. И всего-всего. Спасибо. Любви. Большой, взаимной. Любви? Хорошо бы. Андрюш. Ну, совет, Александровна. Чего вы, ну? Мало ты пошел. У меня такого хорошего жильца никогда не будет. Спасибо вам огромное. До свидания. Возьми морковку. Нет, спасибо. До свидания. Разрешите войти? Заходи. Какие люди? Без охраны. Настя только что уехала. А я не к Насте. Я к вам, Иннокенде Сергеевич. О, как. Ты что же? На выход и с вещами? Вроде как не за что, гражданин начальник. Вы кому-то очень сильно мешаете. Настолько сильно, что поступило неофициальное распоряжение и посадить вас. Как можно скорее. Подожди ты. Чье указание? Брунькова? Мне кажется, Бруньков только исполнитель. Фамилия Рыбин. Вам что-нибудь говорит? Нет, ну Кеша, конечно, ему попортил крови со своими похищениями, но чтобы так сажать до попытки повторить. Одно ясно. Вам надо быть осторожнее, Иннокентий Сергеевич. Учтите, пожалуйста. Ну а так, вроде бы все. Ладно, капитан, спасибо тебе, что предупредил. Ты сейчас в себе? Никак нет. Я здесь больше не нужен, так что до свидания. Всего доброго. Счастливо. Смотри, нормальный парень оказался. Не гнилой. И даже очень хороший. Куда? У нас не курят. Андреев, подожди, Андрей. Я это, что хотел спросить-то? Кури. Кури. Я не курю, спасибо. Ну и правильно, я тоже не курю. Это, у вас там с Настей все как? Никак. Хорошо. Что значит никак? Отношения-то есть? Простите, я не понимаю, в каком смысле? Что вы имеете в виду? Ну отношения, отношения. Знаете, они вот идут, идут, идут и заходят. Я хочу знать, как далеко зашли ваши отношения. Достаточно далеко, чтобы понять, как мне без нее плохо. Слушай, я отец все-таки, мне можно знать, понимаешь? Даже нужно, понимаешь? Понимаешь? Нет. Хочешь в лоб? Спрошу в лоб. У вас с ней что-нибудь было? Такое? А, я теперь понял. Да. Нет. Что значит нет? Нет, значит нет. Ну, ничего такого у нас не было. Надо, надо, расскажи. Я пойду. Да, да, подожди. Нет. Что значит нет? Что значит не было? Должно быть. Вы же молодые люди, у вас там это все быстро делаете. Ну это у кого как? Нет, я понимаю, конечно, вы отец, беспокоитесь. Вы не волнуйтесь, у нас ничего не было. Андрюш, ты меня не бойся, самое главное. Мне надо только знать, у нее на правом бедре родинка есть? Нет. Нет. Нет, я не успел договорить. У нас ничего не было. Ну хорошо, если бы у вас гипотетически было бы, на правом бедре родинка была бы... Боюсь, гипотетически у нас с Настей ничего и никогда больше не будет. Ладно. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. Ну что ты уставился на меня? Как военком на плоскостопии. Да нет, я просто нашу ситуацию проанализировал. Смотри, какая любопытная у нас штука получается. Ты сядь. Насиделся уже. Тебе спасибо. Не хочешь, как хочешь. Смотри, как интересно выходит. Похоже, 20 лет назад Рыбин тебя подставил. Подставил, конечно. Гадалки не ходи. А теперь снова хочет тебя посадить. Почему? Да откуда же я знаю. Должна быть какая-то причина. Да причина есть. Рыбин, сволочь. Это да. Еще что? Да, больше ничего. Слушай, Кеша. Вот кончай мне здесь горбатого сейчас лепить. Мы не в моем кабинете. Колись. Опять, что ли, хочешь его картину поперти? Ничего я не хочу. А поклянись. Да. А землю грызть не надо будет, нет? Что за подозрительность тебе такая, а? Вася, для тебя вообще люди разделились с подозреваемой и осужденной. Все, других нет. Почему? Потому. Еще потерпевшие есть. Я не хочу, чтобы ты в этой категории оказался. О, дочка. А настроение что-то не очень. Что случилось-то? Парашют не раскрылся. Ваня, поговори с ней. А что я ей скажу-то? А что, у отца с дочерью уже тем для разговоров нет, да? Поговори про Березкина. Скажи, что хороший парень, что все придумает, что девка страдает. Думаешь, надо? Надо, Вася, надо. А пойдем вместе? Нет, никаких вместе. Она не моя дочь. Нет. Нет. Вася. Нет. Нет. Насть, а ты никуда сегодня не собираешься? Нет, никуда не собираюсь, а что? Да нет, я просто так. Выходной? Ну? Настя, ты какая-то не такая в последнее время. Из-за Андрея. Пап, ты чего хотел? Знаешь, Березкин твой, он, конечно, гад. Согласна. Ну, погоди. Ну, а чего гадить? Гад и сволочь. Я не об этом хотел сказать. Настя, девочка моя, ты пойми. Обстоятельства в жизни бывают разные. Ты не торопись на него так обижаться. А я на него не обижаюсь. Вот и молодец. Я его знать не хочу. Не перегибай, Настя. Он же тебя любит. И по совместительству следит за моим отцом. Нет, пап, больше этого человека для меня не существует. Вопросы еще есть? Нет. Ну, а что? Что? Поздравляю? С чем? Настя, твоя дочь. Родина говорил. Есть, да? Она переодевалась, ты вошел, да? Киша, у тебя скоро с этой родинкой, по-моему, родимчик будет. Ничего она не переодевалась, но дело не в этом. Она назвала тебя отцом. А я привык верить своей дочери. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Ты чего тут вертишься? Да... Настю жду. Хочу про родинку спросить. Ты чего, подглядываешь, что ли? Да. Извращенец. Ты совсем, что ли, обалдел? Она не трехлетний ребенок. А ну иди сюда, маньяк. Бой, ты чего, у тебя совсем с башкой слабо стало, да? Ты чего здесь посматриваешь? Мало ли, чего я тут. На дверь вон пришел посмотреть. Пятнышко вот, видишь? У тебя пятнышко на роже будет, под наглым твоим глазом. Я не поняла, а вы что здесь делаете? Мы в очереди стоим. Ну, Наська, ты мыться. Два часа. Да какие два часа-то, пап? Да, боже. Пройдите мне. Пап, ты чего? Да нет, ничего. Все нормально? Абсолютно. Точно. Конечно. Просто в последнее время ты как-то ко мне странно стал относиться. Как к чужой. Да ну нет, не выдумывай. Ну ладно. Папе скажи, что я к тете Лизе, мне надо платье перешить. Угу. Угу. Про платье слышал? И что? Перешивать собирается. А перешивать значит примерять, примерять значит раздеваться. И что? Родинга. И что? Так, вот. А, родинга. Крутый. Тетя Лиза! Тетя Лиза! Я пришла. Тетя Лиза! Тетя Лиза! Настенька, девочка моя, садись. Чай будем пить. Привет. Да нет, я по делу. По делу? Угу. Вот. Хочу перешить. Перешьем? Какие проблемы? А что тебе в нем не нравится? Да я не знаю. Может покороче сделать? Вам лучше знать, вы же профессионал. Ой. Профессионал. Хотя шить люблю, это верно. Как отец-то, а? Как у него спина? Нормально. Ну и хорошо. Ох, удивил он меня. Ох, удивил. Вроде пятнадцать лет друг дружку знаем, а? Ну что там, по-соседски все обыкновенно. Соль займи. Шкаф передвинь. А тут? Забор покрасил. Он машинку притащил. Мужики-то, а? Непредсказуемые. Это да. Как коты. Вот только что царапался, глядь, а ногу трется. Или наоборот, сидит у тебя на коленях, хурчит. Потом как укусит. Ой, Настяка, давай раздевайся, померить надо. А жилец-то ваш дома? Не бойся, никого нет. Съехал жилец-то? Как съехал? Так. Работу ему другую предложили. Вот, квартиру надо поближе искать. Понятно. Насть, Насть, Насть. Насть! А? Платье-то. А, это мы сделаем. Платье мы сделаем. Только я попозже к вам зайду. Угу. Ну, чего? Померила? Да, померила. Ты что делаешь-то? Я не дочитал еще. Все. Закрыта изба читальна. Давай дойке лизать с Аней, чтобы она опять не забыла, что видела, что нет. А что я-то? Кто я? Кто у нас жених? Ты или я? Это ты теперь должен искать любой повод, чтобы предстать перед предметом страсти? Вот именно повод нужен. Что я вот сейчас нарисуюсь? Здрасте, мам, поите чаем, что ли? Вася, ну, придумай какой-нибудь повод. Ну, не знаю, грядки спаши ей, воды натаскай, крышу перекрой, кабана закали. Ну, что-нибудь? Ну, нет у нее никакого кабана. Значит, найди, притащи, подари и закали. Мне про родинку узнали, а? Вася. Вася. Вот решил поделить. Ну, ты меня прямо удивляешь и удивляешь. Я еще подумал. Может, тебе кабанчика завести? Ну-ка, у меня кабанчик-то у меня и мужа нет. Помочь? Помоги, если время есть. Заем-то всегда быстрее. Вместе всяк и легче. Тут одной вроде ничего не надо. Настьке заходила? Ну, как же. Не чужие ведь. Ну, и чего? Чего? Ты родинку у нее видела? Да далась тебе эта родинка. Ну, она же тебе приходила платье мерить. Ну, значит, раздевалась. Неужели трудно было посмотреть на ее родинку? Вася, ты тут сидишь под солнцем? Вот тебе темечка-то и напекло. Давай я тебе панамку вон сошью. Да при чем тут панамка? У девочки нашей любовь несчастная. А ты с этой родинки носишься, как дурень с писаной торбой. Ну, и бери тогда сама. Да не буду я. Алло. Алло, я слушаю, говорите. Настя. Настя, это ты? Настя, не молчи, пожалуйста. Настя, я хотел сказать тебе, что я... Ну, что, Вася? Что, что? Ничего. Как ничего? Ты туда зачем ходил? Грушу белил. А про главное ты не спросил, дюнат хренов? Да не мерила Настя ничего. Отдала платье и ушла. Черт. Ладно, я знаю, что надо делать. Кеш, пойдем выпьем. От нервов самое лучшее. Пошли. Да нет, знаешь, я, наверное, сам схожу и сам узнаю у Насти. И тогда будем решать, пить или не пить. Или, вернее, по какому поводу пить. Ну, давай только тогда поаккуратней там, поделикатней. А то я тебя знаю. Ты уже у меня дипломат нашелся. Может, сам сходишь? Нет. Это ты у нас сомневаешься-то. Я-то уверен. Мне бы твою уверенность власть. Настя! Сейчас присвидетелек буду выяснять. Да, пап. Настюш, есть разговор серьезный. Присядь, пожалуйста. Не надо присаживаться. Скажи честно, есть у тебя родинка или нет? Где? На бедре. На правом. Нет. А что случилось-то? Нервничать. Это что вы такое говорите, Надин Сергеевич? Это абсурд. Чистой воды. Перепутать, ну, перепутать ребенка при усыновлении – это никак невозможно. Не уверен? Абсолютно. Ну, поймите, двух полностью похожих детей в природе просто не бывает. Евгения Капина, а чего он дерется? А кто дерется, Танечка? Я не Танечка, я Валечка. Это я, Танечка. А Сашка Парамонов на меня компот разлил. И Мишку нам не дает. Девочки, ступайте. Я разберусь потом и с Парамоновым, и с вами. Простите меня, ради бога. Я здесь недавно, и я не всех еще запомнила. Накин Сергеевич, а вы, собственно, кто по профессии? Я продюсер популярного ток-шоу «Как на духу». Простите, телевизор редко смотрю. Ну, жаль. Вот как раз именно сейчас мы начинаем большую программу о перепутанных детях. И нам без консультантов никак не обойтись. Вся надежда на вас. Я? Да. Ну, с удовольствием, конечно. Если я смогу. Евгенька, а вы не разрешите мне прямо сейчас уже покопаться в архивах, а? Ну, конечно, без проблем. Спасибо вам. Огромное спасибо. Потому что, знаете, я вам скажу честно, я подумал, что если здесь не получится, пойду в какой-нибудь другой детдом. Не нужно. Не нужно ходить никуда. У нас наверняка найдутся перепутанные дети. ... Ты специально, что ли? Отойди. И чего? Узнаешь? И чего узнавать-то? Это наша Настя. Вот именно. Настя, да не наша. Хотя из этого же детского дома. Как это? Вот так. Было две Настю, тебе выдали не ту. И чего делать? Что делать? Теперь главное ее найти. Потому что это и есть моя дочь. Да куда ты столько луков фарш ложишься? Чем больше, тем вкуснее. Вчера Роман на себе жогу жаловался. Тебе его котлеток-то поменьше давал, он бы и не жаловался. Положишь поменьше, получишь поменьше. Настя, 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 Настя. Настя, 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 Настя. Да, я не из газеты, я художник. А я вам тогда на кой? Я получил заказ на оформление зала и думаю решить его через образы работников. Не-не, я под это не подойду. Вы вам лучше Литку нарисуйте или вон Романыча. Не-не, не надо. Ну а чего нет-то? Да ну, да и не одетая я совсем. А, стесняетесь? Ну, типа того. Не волнуйтесь, я и писать на ней сегодня буду. Так, познакомиться, поговорить сначала. Вы еще и писать чего будете? Не-не, не надо, не согласна, я... Нет-нет-нет, писать, в смысле рисовать. А, ну да. Скажите, мне говорили, что вы здесь повар. А, вы в смысле полов? Да. Ну так людей-то не хватает. Нынче полы-то не каждый хочет мыть. А я чего? Я не сломаюсь, да и деньги типа того не лишние. А вы москвичка? Говорят, москвичка. Кто говорит? Ну, в детдоме сказали. Ну, а им типа того папа сказал. Какой папа? Римский. Мой папа. Ну, когда сдавал меня в детдом. А вы его помните? Неа. Мне тогда три года было. Три года? Вот Серега... Ну, это парень мой. Он тут тоже на заводе работает. Он говорит, давай типа найдем твоего папашу. Ну, вдруг он сейчас олигархом стал. Где его найдешь-то? Да, действительно. У вас родинка есть? Родинка? Вы меня чего? Голой, что ли, рисовать будете? А, нет, 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 ни в коем случае. Я так просто, к слову, пришлось. А, типа с родинкой я бы покрасивше была, да? Нет, 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 ну что вы, ну вы без нее достаточно привлекательная девушка. А вы художник-то известный? А почему вы спрашиваете? Да чего-то мне ваше лицо больно знакомо. Может, мы с вами типа того встречались где, а? Может быть, типа того встречались. Кеша, здорово! Ну что? Нашел? Чего молчишь-то? А ничего, говорите. Новую дочь не нашел, а старую, видимо, потерял. Видишь, какой у меня талант оказался. Огромный талант все испортить. Огромный талант все испортить. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Кеша! Ну? Ну остается только спеть. Нас покинул, нас покинул, Иннокентий дорогой. Не смешно. А вот попрощаться надо по-людски. А салфеточек нет? Зачем? На коне эти нужны? Мы не есть собрались-то. Ну, можно было под рюмочки положить. Красиво было. Да фиг с ним. Ну, не фиг с ним. Ладно, давай. Хороший ты мужик, Киша. Честно скажу, знал бы, не посадил бы. Ты тоже, Вась, не гнидой оказался. Спасибо тебе. Да ладно. За тебя. Давай. Слышишь? Хотел попросить тебя об одной любезности. Ты мог бы сам все Насте объяснить. У тебя получится. Нет, нет. Я, знаешь, прямо слова во рту сохнут. Слушай, ты меня извини, Киша, но ты сейчас выглядишь, как шнырь позорный, а не авторитет со стажем. Ну, давай я сейчас Настю позову. Не, не, не. Так, подожди, ты куда? А на дорожку посидеть? Вась, Киша, дороги не будет. Давай. Настя, 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 Вась! Я хоть горшком назови. Главное, подкрывать не ставь. Ладно. Дядок. А что происходит-то, отцы? Да вот. Иннокенн Сергеевич хочет тебе сказать кое-что. Пап, ты что, уезжаешь? Да. Видите ли, Анастасия Васильевна... А почему на вы? Все-таки обижаешься на меня за что-то, да? Нет, 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 нет. Просто... Я не ваш отец. Это что значит? Это все из-за родинки, из-за этой. Нет ее у тебя, а должна была быть. Произошла чудовищная ошибка. Я решил уйти, но... Уйти, не попрощавшись, не объяснившись, я... Простите. Подожди, постой. Вот то, что мы с тобой во многом похожи. То, что у нас интересы общие. То, что ты мне нужен. Я люблю тебя, в конце концов. Это для тебя ничего не значит? Вижу, что нет. А какая-то ерунда? Родинка на заднице. Это важно. На пятеринке. Да какая разница где? Это, оказывается, важнее для тебя, да? Обычное пятно, которое можно вывести в любом косметическом салоне. Это важно. Ну, ты чего молчишь-то, а? Давай, отвечай. Да, подожди, подожди. Что ты хочешь сказать, что... А? Чего ты молчишь, Вась? У нее было пятно, она его вывела. А ты не знал об этом. Вот что значит, он ненастоящий отец. О, как передернули-то, а? У нас тут, видите ли, новый отец настоящий появился. А я что-то, покурить зашел, что ли? Да вы оба хороши. Из-за обычного родимого пятно вы мне чуть жизни сломали. Вы не могли мне прямо спросить-то, а? Ну, Настя, не хотели травмировать. Да я вообще с тобой их, знаете, как травмирую. Тусяк, не смей поднимать руку на отцов. Видал? Твое воспитание. А что тут? Воспитывай, не воспитывай. Дурная кровь. Знаешь, Вася, знаю. Чего? Барюлочки, до встречи. Давай. Давай. Не вертитесь, пожалуйста, застыньте, я скоро заканчиваю. Да я типа думала, художники богато живут. Да по-всякому. Застыньте, пожалуйста, голову чуть от меня. Вот так вот, вот так, а? Понятно. Это типа, которые крутые артистов рисуют, там, олигархов. Они типа в особняках оттягиваются. Ну, а такие средненькие, как вы, они скромненько. Ой, а хотите, я вам, хотите, я вам из столовой гуляша принесу? У нас все равно остается. Спасибо, не надо. Ну что, можете взглянуть. Ну как? Это типа я? Ну да. Нравится? Ну ничего, прикольненько. Ну сейчас-то можете сказать, есть у вас родинки или... Да что вы пристали-то, как банный лист? Нет у меня никакой родинки. Ну, отлично. Присаживайтесь, продолжим. Присаживайтесь. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Слушай, куда ты такие тяжести таскаешь, а? Ладно, я привычная Да и это соседи-паразиты Как узнали, что я к тебе собралась Сразу сумок своих напихали И наша, говорит, тоже продашь Они же, знаешь, поселковые Наглые, как танки Че там, кирпичи, что ли? Да сейчас прям кирпичи Мясо, сальса Моя любимая Все на продажу А как ты хочешь? Денежки-то нужны? Ну давай, тащи все на кухню Ух ты! Вася! Ну что ты? Ну пробу снял Свежие А вон Кидал! Какое перло! Два-три дня не протухли Вася! А я ведь на тебя надеюсь-то Торговать не буду Даже не уговаривай Ну, ради бога Торговать талант нужен Так, а вот здесь ваза стояла Что вазу разбили? Такую красивую вазу разбили? Ничего не разбивали Вон она в зале стоит В зале Ваза на кухне должна стоять Почему она должна стоять на кухне? Потому что красиво И все И сняли тему Это же у нас начальник Ну позвони-то там кому надо Ну, чтобы мне на рынке Никаких неприятностей не было Торгуем и у Маши свободно Нет, извини Не могу Ну что-то как нерадно У меня же скоро портящий товар Взята Я служебным положением Машенька, извини Для собственной выгоды Не приучен использовать Это не для собственной Это для сестринской А потом, что это за положение такое Которое использовать нельзя? Нет у меня уже никакого положения, Маш Не работаю я в милиции, поняла? Нет? Как это? А вот так вот На пенсию меня отправили Да как на пенсию Ты же молодой Скажешь тоже Молодой Ну, что, не позвонил, не рассказал Ну, что, вот не позвонил и не позвонил Чем бы ты помогла? Ну, хоть посочувствовала бы Ну, что мне сочувствовать? Еще не помер Пока Ладно Ну, в общем, так Давай Маш, располагаешься В моей комнате? Нет, братик Комната твоя хоть и светлая Ну, я уж лучше, как обычно А вот не получается, Маша Как обычно-то Я вот в эту комнату уже жильца отпустил А как? Денежки-то нужны? Опять в зале, куришь? Это же не в зале я Ну, давай Да не надо Сама Я сейчас на рынок Значит, с вами позвонить не можешь Маш, не обижайся, не могу А я по старым связям Через Наиля Он бандит, конечно Ну, человек отзывчивый Проходите Так Так Значит, этот, Маша? Нет, нет, это соседский Вот мой А, понятно Вот, значит, важно Да Ой А что, не нравится? Почему не нравится? Нравится, нравится Так вот Забор какой-то скучный Так получилось Ну, я его потом под боскар-то покрашу А чего? Великий голландский художник Понятно, понятно, да Так А комната, значит, наверху получается Наверху? Вид, конечно, не очень Не на солнечную сторону А на соседский дом Но Прошлому жильцу даже Нравилось Понятно, понятно Зато тихо Сосед чихнет, слышно И что, часто чихает? Да нет, иногда Ага Насчет комнаты не беспокойтесь Прошлый же лет все починил Рукастый такой Жаль, мало пожил Умер, что ли? Да вы что, типа он вам на язык Съехал он Крыши Что? Шутка, шутка Съехал, значит, не устроила цена Качество Надо бы скинуть немножко Его другую работу предложили Вот он и съехал А если вас не устраивает все отношения То извините, простите Я ничего скидывать не собираюсь Ну, нет так нет Приятно было познакомиться Прощайте Почему прощайте? До свидания Завтра уезжай Субтитры сделал DimaTorzok Привет 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 Что, так и будем стоять? Ты, может, пригласишь на чашку чая? Настя Что? Мне просто с чаем напряженка К черту чай Ух ты! Ага Жарится что-то Как в ресторане А как же? Это чего у тебя такое? Так, спокойно Спокойно, без рук Знаешь, старая московская примета Вещи посреди комнаты К гостям Значит, надо приготовить встречный ужин Кто счастливил-то? Сестра из Анны Откуда? Деревня в Воронежской области Анна называется Вот и получается Маша из Анны Алло, Настюха У тебя там все в порядке? Папа, да у меня все в порядке Я, в общем Я ночевать сегодня не приду Подожди, это как? Тетя Маша же приехала Ну, она же не на один день приехала Ну, да Тетя Маша на один день не приезжает А ты где сейчас? У Алисы? Ну, если тебе так будет легче То да Я у Алисы Все, пап У меня батарейка садится Давай, пока Какая батарейка? Ты точно у Алисы? Выкрывай на троих Настя сказала, что не придет ночевать Да Ну что ж, очень жаль, конечно Что, это все? А что мне теперь? Волосы на голове рвать? Да чего уж там рвать-то? Я не знаю Реагировать как-то надо А то, главное Мне очень жаль Мне действительно жаль Что Настя не попробует мой шедевр Ну, что делать? Ну, отложим ей немного Тоже мне Родной отец Дочь дома не ночует А он только о жрачке думает Ты кому звонить собрался? Кому Насте Узнать, как дела Слышь, псих Взрослая девушка Не обязана отчитываться перед тобой За каждый свой шаг У взрослой девушки есть свой дом Вот пусть в нем и ночует Тебе сказала, что будет ночевать у Алисы Я надеюсь, что у Алисы О, Маша пришла Привет Ну как, ты разобралась там с этими рыночными делами? Да, все в порядке Наиль помог Все за пять процентов Святой человек Ну, я тебя поздравляю А кто в вазу опять переставил? Я Я тебя забыл представить Это вот жилет, про который я тебе говорил, Бочкин Бочкин Это моя сестра Мария Очень приятно Очень приятно Бочкин Иннокентий Сергеевич Так вот ваза должна стоять на кухне Иннокентий Сергеевич И, кстати, чем там пахнет? Ты присаживайся, Маша, садись Давай перекусим, Иннокентий Сергеевич Готовит, просто пальчики оближешь Да мужик никогда ничего путного Приготовить не может Ну, не скажите, бывают исключения Нет И все, сняли тему Ну, че, Машунь По пятьдесят? Для начала Оп Это чего? Это, извините меня За нескромность Мой небольшой кулинарный шедевр Какой же это шедевр? Это же Клавкина нога Надеюсь Клавка это свинья Клавка это моя соседка Хотя свинья, конечно, тоже порядочная А Жоркина сала где? А? Сала Сала я прокрутил А я не знал, что это Жоркино сало Я думал, обычное свиное сало Убили Вот убили И все Маш, прими Прими Давай, закуси чем-нибудь Сала! Ну, ты действительно Ну, ты бы спросил бы, что ли Ну, оно лежало в холодильнике Я думал, что оно наше Можно брать Правильно Лежи, бери Чего думать? Вот говорят Анинские наглые Да на каждых трех наших наглых Один вот такой вот Такой жилет с мясорубкой найдется Да, Кеша, между прочим То, что ты здесь учудил Под статью подходит Это кражи, совершенные с особым цинизмом Это статья не про кражу А про убийство А ты думаешь, мы далеко от убийства? А ты сам вот чем думал? Когда не знал, кого в дом пускал, а? Вы меня извините, ради бога Но я хотел вас удивить Этот сюрприз С вами вообще не желаю разговаривать И все Сняли тему Маш, ну кто знал? Становит у тебя Ну, права, Маш Права Фух Вот так вот Начало дочери Дома Разрешаем не ночевать Потом Клавкины ноги Воруем И все Покатились По наклонной Не переживай ты Потом съедим Марш! Что я теперь соседям скажу? М? Надо же такое учадить Целую ногу в печь А сало? Ты знаешь, у Жорки сало какое? Мед А не сало Ну, что вы теперь поделаешь Маш Ты его тоже пойми Он же не со зла Теперь назад ты не воротишь Ну, чего? Может, правда, пойдем поедим, что ли? Ну, на вид-то вроде вкусно получилось Да мне теперь кусок в горло не полезет Где ты его вообще подобрал? Жильца этого Документы проверил у него? Наверняка уголовник Маш, ты что? Я-то в этом понимаю Ну, какой из него уголовник? Просто интеллигентный человек Вот именно Вечно к тебе всякие уроды прибиваются Как мне Клавкину ногу жалко Прям как свою В общем так, Вася Ты как хочешь Ну, чтобы его ноги в этом доме не было Чушь, ты прям так сразу-то Вот именно так И все И сняли тему Маш, ну подожди Это невозможно Ну, чего невозможного-то? Если стесняешься, я скажу, чтобы уматывал Да нет, дело не в этом Просто Он же вперед заплатил Ну, что ж, мне же возвращать надо? У меня денег нет И у меня теперь нет Вот гадство А еще Клавке с Жоркой Из своих кровных Отдавать придется Ладно Придумаем, что делать Слышь, Вась Ты это А че ты Сестренке своей Не сказал, что я Не какой-то там Хрен с горы А так, на секундочку Отец Настя Я сказал Что? Не, в смысле Я имею в виду Я хотел сказать Но просто Как Понимаешь Сердце слабое У Маши, да Я скажу Я обещаю Да Я только подготовлю ее И сразу скажу И сколько ты ее Подготавливать Собираешься? Не знаю День Два Ну, это хорошо Я думал Год будешь Подготавливать А что? Маша Это Неворованная нога Ее долго Готовить надо Ладно Все понятно Вот Настя Завтра приедет Она все сама Расскажет И все наладится Что все наладится? Все наладится Знаешь Одно дело Когда Жилец накосячил А другое дело Когда родственник Разные вещи А кто у нас родственник? Я родственник Готови Все наладится Доброе утро, Майя Павловна. Как спалась? Нормально. А теперь освобождаем помещение. Я тут завтрак готовлю из собственных продуктов. Я повторяю, для приезжих мужику на кухне не место. И сняли тему. Тетя Маша! Привет! С приездом! Здравствуй! Моя красавица! А что, худая стала такая? Не кормит никто здесь. Да вы что? Наоборот, я здесь ем, как зверь какой-то. Знаете, как Иннокентий Сергеевич готовит? В курсе уже. Доброе утро, Настенька. Может быть, ты еще что-нибудь расскажешь своей тете обо мне? А что, папа ничего не сказал? Странно. Тетя Маша, это Иннокентий Сергеевич. Прекрасный человек и мой коллега по работе. Представлялись уже тысячу раз. Вот что повторяться-то? Ну, замечательно. Настя, погоди. И что ж, получается, я твой коллега по работе и все? Ну, не только. А что ж ты своей тетке не сказала, кто я? Па, ну извини. У тети Маши сердце слабое. Ее надо подготовить. Ага. Сколько ты ее будешь готовить? У меня три. Папа твой быстрее готовит. Настена, вот что я тебе не забыла? Сейчас ведь опять усвестишь, но вечером, чтобы была дома. А что будет? Семейный ужин. Ой, супер. Семейный. Здравствуйте, Елизавета Александровна. Вот как договаривались. Да. В смысле нет. В смысле все отменяется. Как отменяется? Почему? Обстоятельства изменились. Подождите, подождите. Так дела не делаются. Ну я же видела. Вам дом не понравился. Забор скучный. А после вас другой жилец приходил, так ему прямо все очень понравилось. Особенно забор. Да. Он вперед заплатил, да. За три месяца. Да кто вам сказал, что мне забор не понравился? Забор мне очень понравился. Я готов за него заплатить в два раза больше. В два? В три? Нет. Я обещала. Вы меня удивляете, Елизавета Александровна. Понимаю. Сама удивляюсь. Извините. И забор у вас скучный. Ну чего? Чувак, ушел. Ну и хорошо. Да чего ж хорошего-то? Ты толком можешь объяснить? Зачем ты просил жильца отказать? Ну ладно. В общем, такие дела, Лиз. Я же сейчас на диване сплю. Уже неудобно жуть. Я и подумаю, вот так сестра надолго останется. Я просто не выдержу на нем спать. Придется к тебе ведь проситься? Ну постой. По-соседски. Ну ты думай, что тебе дороже. Деньги или соседские отношения? Святые. Соседские отношения. Причем не обязательно святые. Кеша, слушай, сюда. Ну, похоже, Бруньков не успокоился. Только что к Лизе приходил заселяться один тип. Явно его человек. Можешь не беспокоиться. Я его спровадил. Ты смотри там только, будь. Поосторожней. Ближе трех метров к себе никого не подпускай. Вы избежали, так сказать, провокаций. Понял? Вот так. Ну давай, пока. Прошу к столу! Ну, как говорится, чем богаты, тем и рады. Вот здорово. Ой, а где мой прибор? А вы меня и не поняли? Что, простите? Ну, я, конечно, понимаю, вы Васин жилец и Настенкин коллега. Но я вам сказала, ужин семейный. То есть только семья. А. Понятно, понятно. Спасибо за разъяснение. Видимо, я вам тоже должен кое-что разъяснить. Кеша! Я... Иннокентий Сергеевич. Так плотно сегодня пообедал, что думал, как бы мне отказаться от ужина. А тут и поводы искать не надо. Спасибо. Чудненько. Мне бы такое слабое сердце. Я бы триста лет прожил. Что-то происходит? Да нет, Лоша, ты ничего. Ты что? Нет. Все нормально. Перестань. Ну, так что? По чуть-чуть? Да. Все. Давай. Машуль, давай, возьмем за тебя. Давай, за тобой. Так, поймем. Давайте, домой. Да. Ой. Какой путь? Молодец, что приехали. Давайте помогу. Да, обойдусь. Да зря вы так. Обиделись, что ли? Да нет. Выставили человека из-за стола. Обычное дело. Значит, обиделись. Зачем мне с вами за одним столом сидеть? Я вообще не знаю, что вы за человек. Да я могу рассказать, если интересно. Присаживайтесь. Только предупреждаю, без вранья. У меня на вранье чутье. Понимаю, это у вас семейное. Хотя я врать не собираюсь. Посмотрим. С Васькой где познакомились? С вашим братом, Марина Павловна. Мы учились вместе в академии. Подружились. Общие интересы оказались. Том закончили академию. Вася пошел в милицию тогда. А меня, как специалиста, послали на секретную работу. В Мексику. Куда? В Мексику. А что так далеко-то? Так надо было. Выполняя задание, я попал в плен к местным партизанам. Отряд Диего Ривьера. Лютые головорезы. Можно сказать, просто монументалисты. Меня чудом не убили. Узнали, что я русс. А они очень уважали русских. За что же это? Ну, как за что? Много общего. У нас революция, и у них революция. У нас партизаны, и у них под каждым каптусом отряд сидит. И в этом отряде была дочь одного партизана. Хосе Давида Альфара Сикейроса. Кстати, звали ее так же, как и Вася. Мария. Мария Сикейрос. А я такое только в кино ведала. Ну, что вы. Жизнь запутанья интереснее любого кино. Мария полюбила меня. А я думал только об одном. Как бы быстрее покинуть отряд и выполнить свои задания. Я должен был под видом повара проникнуть в дом наркобарона и совершить покушение на него. Убить. Насмерть. Но я не хотел его убивать. Я тянул время, брал, измучился в конец от безумной любви Марии и приставаний наркобарона. От меня требовали действий. А я говорил, смело отвечал, не трогайте его, у него больное сердце. Он умрет сам. Мы окажемся вне подозрений. Так прошло 20 лет. Сколько? 20. За это время партизанское движение сошло на нет. Мария устала меня ждать и вышла замуж за Комиеву и Жору из Сан-Франциско и уехала с ним. Наркобарон наконец-то скончался от сердечного приступа. И я вернулся домой. От Мексики у меня осталась любовь к живописи, музыке и изысканной кухне. И извините меня, Мария Павловна, но ваза должна стоять не на кухне, а в гостиной. Как в доме у наркобарона? Да. Хорошо. Иннокентий Сергеевич. Тоже не спишь, да, Вася? Ну что же ты про своего жильца мне не рассказывал? Я бы себя с ним по-другому вела. Да я, Маш, в общем, хотел. Ну, я думал, тебя подготовить. Хотел. Главное, знал, куда его на 20 лет укатали. Ну что делать? Знал. А даль-то какая, а? А условия ведь такие, что никому не пожелаешь. Я понимаю, что не курорт. Ну, в конце концов, он сам виноват. Чем? Что классным специалистом был? Не таким уж и классным. Из-за этого его в Мексику, да? В Мексику. Куда? В Мексику. В Мексику? А, ну да. И что он тебе еще рассказывал? А много чего у Васи рассказал. И про дочь партизану Марию Секейрос. Про наркобарона с больным сердцем. Ну, у которого у Васи в доме стояла. А про детей потерянных он тебе не говорил? Ну, у него что еще дети потерялись? Да, стоп. Не-не-не, Маш. Я перепутал. Это другая история. Ой. Иди спать. Да прямо снешь с вами. Здесь стоять будет. Анатин Сергеевич, а это ж надо такой талант к торговле иметь. За полчаса все, старковали. Нет. Без Вас я бы точно до вечера выколупалась. Нет, Мария Павловна. На такой подвиг меня шноблигнул только ваше присутствие. Ну, что Вы говорите? Честно, честно, честно. Ваше присутствие плюс спецподготовка. А что это за спецподготовка? Ну, знаете, нас в Академии чему только не учили. Но не могу разглашать тайна. Извините, извините. Я вот хотел спросить, не согласились бы Вы составить сегодня компанию? А? Ну, если только по рюмочке. Нет, я не об этом. Я вообще не пью. А всем? Ни капли. Спецподготовка. Анатин. Просто хотела Вас пригласить. Сегодня вещам дают Тортини. Ничего мне не надо было. Это Гюзефе Тортини, великий итальянский композитор. Может быть, мы вечером сходили бы в консерваторию. Я люблю музыку. Да? Ну, если только не нудная. Не-не-не-не-не. А итальянцы-то они, народ живой, да? Челентан. Всем привет. Здрасте. Вы можете меня поздравить. Поздравляем, а с чем? Я еду в Германию. С нашей выставкой директор только что сообщил. Настя. Что? Ты Герхарда помнишь? Помню. Он как раз выставку с немецкой стороны курирует. Настя, а мне надо, чтобы он меня немножечко покурировал. У нас с ним, это, клянь ли бы случилось. Алиса. Директор сказал, что поедут два человека, а напарника должна выбрать я сама. Выбирай. Ну, вообще-то я хотела взять Никиту. Правильно. Только, Настя, знай, что лучше, чем я, у тебя подруги нет и не будет. Поэтому твоя клянь ли бы победила. Поздравляю, поедешь ты. Никит, ты не обижайся. А он не обижается, да, Никит? Андрюша! Привет! 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 Ха-ха! 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 ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК 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 А, ну так я, это, того, на диване. Зачем на диване-то, Вася? У меня кровать есть. Ну, погоди, Лиз, ты не шуми. Ну, может быть, когда-нибудь перееду. Да что значит, как-нибудь может быть? Вася, зачем я жильцу-то отказала? Хорошо, что отказала. Молодец, что отказала. Может, я завтра к тебе перееду? Завтра? Да? Ой, здрасте. Анастасия Иннокентьевна. Васильевна. Здрасте, Лиз. Фамилию еще не поменяла? Да нет, мне моя нравится. Надолго к нам? Переодеться. Вот видишь, третий день дома не ночует, а ты, Лиз, переезжать. Надо подождать. Да что? 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 Вася. 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 Вставай. Вставай, Васенька. Чего? Чего, Маша? Вор у нас в доме, вот чего. С чего ты взяла? Деньги пропали. Какие деньги? Господи, боже мой. На которую я наторговала, все в вазу положила. А в вазу-то зачем? А куда еще? Не с собой же таскать такую кипящу. Всегда туда клала Вася. Ой, мне конец просто. Вась, как наул полный. Все, Маша, все спокойно. Я не знаю даже, что мне делать. Спокойно, спокойно. На, возьми вазу свою. Так, что мы имеем? Ничего мы теперь не имеем больше. Не реви. Спокойно. В доме чужих нет. Я знаю, кто это сделал. Кто Вась? А больше некому. Говори, кто Вась. Вась, скажи, кто Вась? Бочкин. Чего ты несешь-то? Он не может выйти, он же сам знаешь, какой. К сожалению, знаю, Маша. Отойди, не волнуйся, я сейчас разберусь. Вась, что-то не так здесь. Не волнуйся, я разберусь. Крысякики, сволочь. Я его от Брулькова отвазываю, а он за старое. Полезь, полезь, гражданиныч. Быстро верни деньги, уголовник. Какие деньги? Ты че, Вась? Машкина из вазы. Не понял, Вась. Да все ты понял. Разведчик мексиканский. Вернешь деньги, заявлять не стану. Вась, ты че, я ничего не брал. Век в поле не видать. Ты ж меня знаешь. А говорил, что разведчик. А я... Маша, ты здесь? Гони ты его, Вась, от греха подальше. Не могу я его выгнать, Маша. Да будь ты мужиком-то. Че ты его вдруг не можешь? Есть причина. И денег он не мог взять. Угу. Значит я их сама у себя украла. Может потеряла? Это ты стыд потерял. С варьем связался. У тебя дочь взрослая. Ты о ней подумай. В том то и дело, что дочь. А он ее отец. Чего? Мы Настю из детдома брали. Ну и что? Ну вот Бочкин ее настоящий отец. Ты, Вась, больной на всю голову. Как вор может быть Настяным отцом. Может. Я проверил. И это правда. Час вот часом легче. Спасибо тебе, братец. Ноги моей здесь больше не будет. И все. Сняли тему. Мари Павловна. Мари Павловна. Мари Павловна, разрешите. Я помогу. Маша, можно помочь? Обойдемся. А то еще потом чемоданов не досчитаешься. Давай я тебе такси вызову, а? А вот на такси пусть всякое варье катается. А я на автобусе доеду. Не развалюсь. А это что здесь еще за роман со влюбленных? Ты что тут делаешь? Меня из московской квартиры выгнали. И вот я здесь. Ну, поздравляю. А чего выгнали-то? А мы теперь с Настей там небольшой потоп устроили. Так вот, значит, где ты. Так вот, значит, с кем ты. Огромное спасибо за деньги, товарищ подполковник. На ремонт. Я бы сам не потянул. Пап, прости, пожалуйста. Я тебе не успела сказать. Просто надо действовать было быстро. Я их в вазе на столе взяла. Что? В вазе? Да ты знаешь. Вы, товарищ подполковник, на Настю не кричите. Что? Это я еще не кричу на Настю. Ты еще не знаешь, как я умею кричать? Деньги я верну. Говори, Кеша. Ну, говори, я потерплю. Вот все, что есть на душе у тебя. Вот просто не сдерживай себя. Что говорить-то? Машу догонять надо. Граждане пассажиры, скорый поезд Москва-Воронеж отправляется в третьего пути. Время отправления 12 часов 35 минут. Простите, Макс. Мой пап, постойте. Стою, чего? Пожалуйста, не уезжайте. Как же мне не уезжать? Билет куплен. За него, между прочим, деньги заплачено. Вот я как раз о деньгах. Не переживайте. Да я уж от переживался. Нашлись они. Правда? Давайте. Сейчас их нет. Нет. Ну и сняли тему. Подождите. Ну, не знала она, что это ваши. Кто она-то? Настя. Взяла без спроса и другу помочь надо было. Понимаете? Так это Настя взяла. Да. Останье, скорого поезда… Может, укронишь? Дела-то… Провожающих… Ой, я дура! Поезд отправляется. Будете садиться? Анакинда Сергеевич… Ну, вы уж простите меня за мои обвинения. Да, ничего, я привык. Но если только... Ну, если только в этом дело, может быть, останется? Да нет, Анакинд Сергеевич, поеду. Ну, это... Ну, просто мне показалось, что... Что? Ну, что он у нас завязывает соотношения. А может, и завязывается. Только все это пустое. Почему? Потому что мы родственники. Вы отец дочери моего брата. И все. И с ней летели. Ну, давай. Ты долго там еще? Я просто вспотел весь. Вась, ну, ты же сам просил. В парадном. Как Брежнев у Нолбандяна. Хотя, знаешь, у Брежнева ты берешь поболее, чем у тебя. Мне хватает. Ну, понятно, хватает. Тем более, что половину тебе за меня дали, да? За тебя. Невелика птица. Ах, невелика птица. Может, ты сам дорисуешь, а? Ну, ладно, обидеться еще. Молюй давай. Слушай, Вась. А нафига тебе такой большой портрет-то, а? На памятнике вроде фотографий поменьше требуется. На твоем поменьше будет. Нужно мне. О, как. Так, 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 так. Что опять не так? Вот так. И кому такая радость? А имени я тебе все равно не назову. А имя мне не нужно. Я тебе не перепись населения. А вот Елизавета Александровна, считаю, женщина выдающаяся во всех отношениях. Считаю что, ну? Откуда узнал? Ну, будем считать интуициями. В общем, веди ее в ресторан, не ошибешься. Ну, почему в ресторан-то сразу? Может, я не знаю, в кафе на первый раз, в закусочное. В кино можно сводить. Генералиссимус, у тебя неограниченная фантазия. А ты ко мне пристаешь. Не пристаю я к тебе. Я советуюсь с тобой. Ну, тогда могу представить, как ты пристаешь. В общем, твое дело решишь сам. Но помни одно. Женщину нужно удивить, а не напугать. А вот это вот Тучков а-ля Брежнев, боюсь, не прокатит. Да давай, дорисовывай, я потом найду, куда повесить. Так-так-так-так. На меня, на меня, на меня. Вот, все, замри. Как я тебе благодарна. Я всякое ожидала. Ну, что в такое? Я старался. Молодец, Вася. Вася, 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 Вася. Вася, ты чего? Нет, нормально все. Глаз, у тебя спина, что ли? У кого спина? У меня спина? Ну, в принципе, да, спина. А ну, пошли отсюда. Пошли, пошли. Тебе не понравилось? Ты что, понравилась? Замерзла? Да не замерзла я, я говорю. Пойдем, посидим. Охладимся. Жарко мне. А, ну, пойдем, посидим. Пойдем. А если хочешь еще, смотри, покатайся. Правда? Да, конечно. Ладно, ладно? Давай. Я в порядке. Виза, не бросай меня. Все, 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 все. Ты видишь? Стой, кем-то. Да, волки. Спина? Да не, нормально все. Может, прокатишься еще? Ну, что тебе, Вась? Чего тебе здесь не сидит? Смотри, вон, как ребятишки катаются. В общем, Лиза. Да. Я хотел тебе кое-чем признаться. Только не смеяться. Обещаешь? Обещаю. Вот я вообще взрослый мужик. Ну, это снаружи. А внутри, я клянусь, я обычный пацан. Вот здесь, я так ощущаю, лет на 17. Правда? Вот край 20. Поэтому. Вася, это что, не я? Ну, кому же что-то за столом больше никого нет. Смешной ты. Может, и смешной. Стих вспомнил. Рассказать? Ну, конечно, расскажи, раз вспомнил ты. Дорогая, сядем рядом, поглядим в глаза друг к другу. Я хочу под кротким взглядом слышать чувственную вьюгу. Забыл. Это золото осеннее, это прядь волос белесых. Все явилось как спасение беспокойного повеса. Есенин, я школьница в тетрадку записывала. Спасибо, что напомнила. У меня прямо настоящие свидания. С цветами, с стихами. Что-то выдумаешь тоже. Какие уж нам свидания. В смысле, мне? Нет, ты же у нас, Лиза, еще вся такая. Какая? Ну, такая. Такая. Ладно. Извини. Все хорошо, Вась. Спасибо тебе, Вась. Тебе спасибо. Ну что ты. Нет за что. Как? За то, что мне себя мужчиной почувствовать дала. Все? Что? В чем ты хотел мне признаться? А, да. В этом. Ну, тогда пойдем. Куда? Домой. Ты что, здесь, что ли, собрался жить? Нет, с тобой. В смысле, у себя. Пойдем, Вася. Давай. А, да. Ну вот. Ну вот. Может, зайдешь, чай попьем? Те, поздно уже. Пора мне. Да, ты цветок прям в банку поставь, а то завянет. Обязательно, прямо в спальне. Да чего там, на кухне тоже ничего. Спасибо тебе, Вась, за прекрасный вечер. Да чего там, нормальный вечер. Нет, Вась, замечательный. Ну ладно, пора мне. Пока. До завтра. До завтра. Пап. Настя, ты что тут делаешь в таком виде? Я не поняла, ты что здесь делаешь? Вид, кстати, у тебя тоже не парадный. Что? Я за солью зашел. Ты что, ночью без штанов? Ночью что, соль не нужна, что ли? Гляпнул пятно на штаны. Хотел засыпать, снял на штаны, и ты входишь. А дома соли нет. Слушай, а ты что здесь делаешь? Я тоже хотела про соль наврать. Но ты же первый успел. Поэтому я тебе так скажу, я к Андрею зашла. Зачем? Нужно сказать? Не надо. Давай с утра что-нибудь поумнее придумаешь. Все, спокойной ночи. Спокойной ночи. Настя, только пойми меня правильно. И не заводись раньше времени. Я стараюсь в твою жизнь не вмешиваться. А я в твою. Поэтому давай сами решать, где ночевать. Вот где, да. И с кем, да. Я понимаю, что тебе нелегко вести со мной такие беседы. Но давай тогда решим, что мы уже поговорили. Нет, не поговорили. Так, доченька. Твои профитролички с посыпушкой, как ты любишь. Ура. Ну что вот такое? Ну, каждое утро опять. Мучное, мучное. Да еще с сахарной пудрой. Каторга просто какая-то. Ага. Ну, приятного аппетита. Спасибо. Пап, а как ты относишься к сексу до свадьбы? Чего? Ну, ты пуританин, в смысле до свадьбы, не-не, или продвинутый? Нашла кого спрашивать. Твою позицию я видела. Ну, в смысле поняла. А вот как ты считаешь? А чего ты вдруг такую тему поняла? У кого свадьба? У кого секс? Неважно. Мы чисто гипотетически. Ну, если гипотетически, я за чистоту отношений. А если практические, то валитесь. Кто? Сказали тебе никто. Надо о чем-то разговаривать за завтраком. Ну, не о погоде же говорить. Так, все. Надо идти. Я пошла, пока. Так, ну-ка, быстро мне. Кто, с кем, когда, где? Тебе сказали, гипотетически. Русских слов не понимаешь, что ли? Баруньков, может, тебе профессию сменить? У нас автостоянка рядом. Дать телефончик? Ну, что вы, Геннадий Николаевич, ей-богу. Ну, сложное дело Бочкина. Ведет он себя того самого антикриминально. Так что предъявить ему нечего. А 20 лет назад ты и сообразительнее был. Да не получится сейчас. Валютную статью-то отменили. Нам что, кроме доллара-то больше подкинуть нечего? Это вы что имеете в виду? Читаем. Статья 228. Незаконное приобретение хранения и транспортирования. Наркотировка наркотических средств ниже. Наказывается лишением свободы сроком до трех лет. Ну, так это шесть. Ниже. Подобные деяния, совершенные в особо крупных размерах, наказываются лишением свободы сроком до десяти лет. Вот это. Ну, Геннадий Николаевич, у меня сейчас того самого в вещдоках никакой наркоты нету. Что же у вас милиция? Чего не хватишься? Ничего нет. На, держи. Здесь лет на семь потянет. О, хе-хе-хе. А нам больше и не надо. Ах, жалко просто. Бочкина. Продукт. Знаешь, сколько такой кок стоит? Двести зеленых грамм. Ого. Для самых дорогих гостей держала. Ну, так мы как-то у самого... С возвратом? С возвратом. Пускай не знаю я наверняка, Смогу ли я будить чужие души, Пускай сказать мне нечего пока, Зато умею увлеченно слушать, Пускай сказать мне нечего пока, Зато умею увлеченно слушать, Пусть не всегда причесан я ибрит, Одет по большей части бестолково, Пускай здоровье часто барахлит, Но есть с кем выпить за мое здоровье, Пускай здоровье часто барахлит, Но есть с кем выпить за мое здоровье. Итак, подходит к концу дополнительное время матча, Счет по-прежнему ничейный, 0-0. Никогда не думала, Что буду вот так сидеть и смотреть футбол. Ну, наши, конечно, козлы кончены. Ну, а вот в целом, тебе понравилось? Счет по-прежнему ничейный, 0-0. Финальный свисток, финальный свисток об окончании матча, Я с тобой все нравлюсь. Не произошло, матч окончен, до новых встреч. Да, до новых встреч. Ладно, Лизка. Пойду я. Как это? Куда? Домой. Ну, подожди. Ты что, разве не останешься? А чего я сидела смотрел футбол, как дура? Да нет, Лиз, я бы остался, честно. Неудобно как-то. Вчера, значит, было удобно, а сегодня... Вась, чего я не так сделала? Лиз, перестань, ты чего, ты замечательная. Лизка, не о тебе речь, ну, честное слово, правда. Ты пойми, я просто как представлю, что Настя там с этим... дядей Степой, не могу, правда. Лиз, не обижайся, не сердись. Я пойду, пока. Пока. Лиз. Лиз. Пускай прожить все время торопился, Пускай я песни о любви забыл, Зато любить пока не разучился. Пускай я песни о любви забыл, Зато любить пока не разучился. Все, концерт окончен. Почему? Гитара мне нужна. Моя, между прочим. Елизавета Александровна, что-то случилось? А то случилось, что мы с тобой так недоговаривались, что ты сюда всяких дамочек будешь водить. А это вы о ком? А ты угадай с трех раз. А ты угадай с трех раз. Ты что, там уснул, что ли? На зоне минуты хватало, Теперь поселился в местах общего пользования. Доброе утро. Доброе утро. Лиз, не дом, коммуналка какая-то уже. Извините, доброе утро. Настя, помочь? Нет. Угу. А ты что здесь делаешь? То же, что и ты живет. Как это? Так это. Со мной. Василия Павловича. Помолчи. Я, конечно, могла бы сказать, что он пришел за солью, но это твоя фишка, папа. Ты мне... Давай, здесь не передергивай, Анастасия. Я это я. А я это я. Елизавета Александровна нас выгнала. Нам куда теперь одеваться? Нет, мы, конечно, можем жить под мостом в коробке от телевизора. Так, можно я скажу? Нельзя. Всем доброго утра. Доброе утро. О, я так понимаю, у нас сегодня завтрак на четверых. Я не понял, это все, что ли? Можно. То есть тебе плевать, что дочь приводит в дом вот этого вот? А что, это ее дом тоже. Предлагаю перетереть это, в смысле обсудить. А может, стрелку забьем? О, семейка-то. Уголовники. Совершенно с вами согласен, Василий Павлович. Ты вообще помолчи, тебя никто не спрашивает. А что, может быть, сядем за стол переговоров? Прошу. Настя, зефир попробуй, очень вкусный. Ой, тюбрис, как я люблю ваше варенье. Кушай, пожалуйста. Кушай. Спасибо. Значит, предлагаю так. Вася, переезжай для Александра. Я согласна. Так. Здесь у нас остается Андрей, Настя и я. А что значит у нас? Это мой дом, между прочим. Я неизвестно, куда переезжать не собираюсь. То есть мой дом для тебя неизвестно куда? А то, что между нами было в нем. Лиз, не заводись. Хороший у тебя дом. Просто это дело принципа. Так, хорошо. Второй вариант для особо принципиальных. Зять Санна переезжает сюда, все остальные едут к ней. Вот это годится. Нет, не годится. Я никуда из своего дома переезжать не собираюсь. Почему? Почему? Из принципа. Это мой, между прочим, дом. Я в нем каждый уголок знаю. Где подкрутить что? Куда баночку какую поставить? А тут? А тут ничего подставлять не надо, потому что нормальный хозяин живет с руками. О, спасибо. Значит, я без рук. Да не без рук вы, тет Лиз. И дом у вас замечательный. Только мы к вам не собираемся переезжать. Давай, Андрюш, скажи. Чего сказать-то? Как что? Тебе все равно, где жить? Все равно. Мне главное, чтобы с тобой. А потом у меня жилплощади нет. Мне тут предлагать нечего. Понятно. То есть я должна отдуваться одна. Настя. Привыкай, Настя. Все мужики такие. Сначала сделают, а потом в кусты. А ты расхлебывай. Только не надо обобщать. Я лично стараюсь помочь всем. Помочь. Моисей нашелся. Придумал здесь переселение народов. Вот именно. Да, папа. Ну вы даете, ребята. Я вам стараюсь помочь, а еще и виноватым оказался. Потому что нечего умничать. Не буду. Все. Сами расхлебывайте. Слово больше не вымолвлю. Я, между прочим, из-за вас сегодня опоздал на работу. Кстати, ты тоже. Чао. Ну вот и поговорили. По-семейному. Вас. Знаете, я не понимаю, где мы жить-то будем. Вас. Дома. Приятного аппетита. Ну что ты встал? Пошли в дом. Что ты, на улице ночевать будешь? Вот себе ик, а. Их. Бин. Их. Бин. Блин. Никит. А как по-немецки будет чмоки-чмоки? Чего? Как по-немецки будет чмоки-чмоки? Че ты усталость-то дыру протрешь? Я знаю, как целовать. Да? Очень сомневаюсь. Ну и как? По-немецки будет... Кюсен. Кюсен. Кюсен? Настя, слышала? Это че, как кусаль, что ли? Простите? Пиццу заказывали? Нет. Как нет? У меня заказ на ваш адрес. От Бочкина. От кого? От Бочкина. А, ну этот может. Давайте сюда уже пиццу. Спасибо. С чем? Да все оплачено. Хотя... Все, давайте есть пока горячее. Давайте. Может, все-таки Иннокентия Сергеевича подождем? Ой, Никиточка, не волнуйся. Иннокентия Сергеевича нюх на пиццу. Да он сейчас сам прибежит, когда поймет, что дозу доставили. Всем оставаться в своих местах. Ребят, вы че? Вы че-то перепутали. Здесь музей, не банк. Не разговаривай. Управление по борьбе с наркотиками. Старший следователь Демин. Разрешите. Кокаин. Что и требовалось доказать. Слушай, я не понимаю, что происходит? Изъятие наркотических средств. А что внутри? Вы, конечно, не знаете. Я думала, соль. А там рафинад. Давно книжком балуетесь? Ну, ничем я таким не балуюсь. Когда мы вошли, она перед этим сказала. Дозу доставили? Да это же шутка была, вы меня не так поняли. Все мы поняли. Вы попадаете под статью 228 УК РФ. Незаконное хранение, перевозка наркотических средств. А это не шутки. Пройдемте. Папе, позвони! Что ж такое? Что делать-то? Папе звонить! Которому? Добрый день. Что происходит? Добрый. Спасибо, Иннокентий Сергеевич. Да что? Наркотой-то давно промышляете. В таком смысле. Настю менты взяли. В пицце ваш кокаин был. Какой кокаин? Что вы говорите? Откуда она вообще здесь взялась? Принесли. Сказали, что заказ на ваше имя. А вы что, ничего не заказывали? Это похоже, меня заказали. Ну что, походу не надо никому звонить, да? Решил вот эту шарманку починить. А то твой шопен заедает все время. Вдоело его по сто раз слушать. Выкинуть бы, конечно, ее. Да жалко. Мы эту вертушку с женой как раз в девяносто первом году взяли. Мне за тебя премию дали. Опа. Ты что клоуном-то вырядился? На маскарад собрался, что ли? В тюрьму. А, ну правильно. Дружков навестить? Что, боишься, в новом прикиде они тебя не примут? Да нет, я за дочкой. За какой дочкой? За своей дочкой. Настю арестовали. Кто? Как арестовали? Кто? Дружки твои. Марафет подкинули. Хотели мне, а получилось, что ей. Твою дивизию. Подговорил я, что добра не будет от тебя в нашем доме. Надо было с самого начала тебя придушить. Надо было, Вася. Надо было. Ну, прощай, подполковник. Куда стоять, зараза? Нагадил, так не дергайся. Теперь мне за тебя твое дерьмо разгребать придется. Дома сиди. Музыку слушай. В контакты не вступать, даже на вопрос, который час не отвечай. Ты что ж ты меня за фраера, что ли, веришь? Вась, тоже мне герой-спаситель. Это ты там в уголовке свой, но бывший. А я для них, Вась, что ни на есть, самый настоящий. И выхода у меня другого нет. Ладно, вместе пойдем. У входа подождешь. Спрячься там где-нибудь, то тебя в таком прикиде без наркотиков заметут. Я тебя, майор, за кем того самого посылал? Виноват, товарищ подполковник. Похоже, накладочка получается. Ничего себе накладочка. Пицца была заказана на фамилию Бочкин. Бочкин, понимаешь? Понимаю, товарищ подполковник. Но я сам удивился, когда увидел, что это девушка. Кто девушка? Бочкин девушка? Получается, что так. Хотя нет, конечно. Но ведь она сама сказала, что заказала пиццу. Я еще переспросил, может, это не вы, а она говорит, я. Я, я, хрен от муравья. У нас рядом автостоянка есть, там сторож требуется. Телефончик дать? Нет. Нет. С кем того самого работать приходится? Разрешите идти. Если есть, куда? Стоять! Лицом все нет. Фамилия, имя, отчество. Тучкова Анастасия Васильевна. Тучкова, любопытно. Родители. Мама умерла. Давно. Отец Тучков Василий Палыч. Вы его, наверное, знаете, он в органах работал. Сейчас просто он на пенсии. Понятно, понятно. Что вам понятно? Вопросы здесь задаю я. А что вы на меня кричите? Разговариваете со мной как с преступницей? Вина же еще не доказана. Грамотная. Не волнуйся того самого, докажем. Давно общаешься с наркотрафиком. Я с наркотрафиком вообще не общаюсь. А то, что в пакетике вместо соли был кокаин, это чудовищная ошибка. Ошибка то, Анастасия Васильевна, что вы нас за дурачков держите. А мы не дурачки. Мы отнюдь не дурачки. Мы здесь не таких раскалывали. Вы что, меня пить будете? Ну что вы, Анастасия Васильевна, у нас масса других способов имеется. Просто хочу предупредить сразу, у нас здесь все серьезно. И срок вас ждет серьезный. Мы ведь за вами давно наблюдаем. Я знаю. Ну, а коли знаете, должны следствию того самого... Содействовать, а не сопротивляться. Тогда и мы с вами будем по-другому разговаривать. Хорошо, а как я вам должна содействовать? Найти другого виновного. Какого другого? Знакомого. Вам. Виновного. Посидите, подумайте. Я вас не тороплю. Но и ждать долго того самого не собираюсь. Встать. Руки назад. До свидания. Все. Поэтому повторяю, я туго думал. Подобные факты буду пресекать безволочно. Акимкин, зайди-ка. Вот куда обычно заходил, туда и зайди. Совещание окончено. Василий Павлович, это мой кабинет. Мне твой кабинет до фени. В какой камере сидит задержанная Тучкова? А, ну догадаю. В 306. А ты почище не мог ничего найти? Ну и 306 нормальная. Там ремонт сделали. Вроде бы. Чтобы у тебя на даче такие ремонты делали. Вызывали? Нет. Да. Задержанную Тучкову из 306. Оформляй на выход. Есть. Нет, Василий Павлович, я, конечно, понимаю твои чувства. Но дочка твоя по закону была задержана. По какому закону, Бруньков? Ты глазки-то свои наглые открой пошире. Если бы ты дочку олигарха закрыл, я бы тебя понял. Не принял, но понял бы. От меня какая выгода? Ну, выгода-то везде можно найти. Как говорится, и у мышонка бывает душонка. Слушай, завязывай мне здесь прибаутки-то рассказывать, а? Может, спляшешь еще? Ладно, ты спокойно. Ты мне скажи, ты на пенсии сидеть не замучился? Не твое дело. Не мое, не мое. Бочкина. Чего? Место районного начальника в УГРУ пока свободное. Тут делов-то. Дружка твоего сдать. Такое предложение тебе уже поступало, но у нас тогда картишки на руках слабенькие были. А сейчас, понимаешь ли, дамочка козырная пришла. Настенькой зовут. Ну и сволочь же ты, сволочь, подонок. Да это только слова все. Василий Павлович. А вот протокол задержания твоей дочери, да еще и свидетельские показания против нее. Вот это факт. Это в ручонках подержать можно. Хочешь, порви на мелкие клочки. А хочешь, в суд отнеси. Ну так как, сотрудничать будем? Ну вот и славно. Как говорится, получите и распишитесь. Субтитры сделал DimaTorzok Стоять. Лицом к стене. Настя. Что стоишь? Беги за премией. Или что у вас там положено за успешную работу? Какую работу? Я не понимаю, почему ты здесь? Ты не понимаешь. А я тебе сейчас объясню. Меня друг сдал. Вернее, я думала, что он друг. А он оказался ментяра позорный. Разговорчики. Отставить. Пусть говорит. С тобой? Сейчас. Что смотришь? Камеру открывай. Ну что? Нормально. Значит, ну завтра освободят. Как завтра? А почему не сегодня? Ну, надо там кое-какие формальности утрясти. И что нам делать теперь? Ничего. Ждать до завтра. Не понял. Что значит ждать до завтра? Вот так прямо сидеть, ничего не делать и ждать до завтра? Ну, почему сидеть-то? Лично я сейчас поеду домой и лягу. Мне выспаться надо. Ах ты, гадюка. Ах ты, гадюка. Как же ты будешь спать-то в своей мягкой кровати, когда у тебя дочка на нарах сидит? Спокойно, Киша, будешь спать. Спокойно. Чего и тебе советую. СТУКОВА Свободен. Присаживайтесь, гражданка Тучкова. Гражданка? Ладно. Ну, давай. Кали меня, начальник. Анастасия Васильевна. Выходите за меня замуж. Чего? Я люблю вас и хочу, чтобы вы стали моей женой. Мне надо подумать. Настя, подумай, конечно. Андрюш. Я просто не знаю, как лучше в морду тебе плюнуть или в парашу головой макнуть. Я смотрю, ты тут быстро освоилась. Наследственность тяжелая. И вообще пошел вон. Я хочу знать. Выдержит за меня замуж? Так, начальник. Я ухожу в эту. В как ее? В несознанку. В несознанку. И больше вы от меня ни слова не услышите. Учтите, гражданка Тучкова. Молчание – знак согласия. Даже не надейся. Дверь закрой. Дует. Дверь закрой. Да? Дверь закрой. Субтитры сделал DimaTorzok Твою дивизию! Субтитры сделал DimaTorzok 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 И кто же он тогда? Василий Павлович. Кто? Василий Павлович. У тебя машина где? Там. Поехали? Настя. Поехали! Пожалуйста. Спасибо. Маша, наконец-то. Я ненадолго вещи собрать. Какие вещи? Ты куда собралась? В тюрьму. У вас что там, медом что ли намазано? Ты только что оттуда. Да лучше в тюрьме сидеть, чем жить с отцом-предателем. Так, Настя, я не предатель. Не ври мне. Ты им помог? Да или нет? Значит, да. Настяка, родная моя. Я тебе не родная. Мой родной отец за решеткой. Настя, я это сделал только ради тебя. Можешь мне поверить, все будет хорошо. Я тебе не верю. Ну что, экспертиза, определил, что за порошочек мы у Бочкина изъяли? Нет. Такой наркотик в науке неизвестен. Что значит неизвестен? Я же сам его проверять надо, как следует. А мы проверяли, как следует. Это не наркотик. Акт экспертизы уже заполнен. Что сразу заполнен? Что заполнен? Ну, и что? Если это не наркотик, тогда что? Какие-то насыщенные углеводороды. Чего? Ну, чтобы подробнее сказать, надо отдельный анализ сделать. Делать? Себе сделай. Вот и выходит, что у вас ничего на этого Бочкина нет. Надо отпускать. Я кто спрашивает, отпускать? На каком основании? На основании, что оснований для ареста не имеется. Ладно, иди отсюда. Углеводород насыщенный. Встать с вещами. На выход. Ты ничего не попутал, командир? Я порядок знаю, не первая ходка. Рано мне на этап еще суда не было. Не на этап, а на волю. Выпускают себя. Это Настенька уже в школе. Юбочку я шила. Правда, красивая? Да. А Настя у нас вообще красивая, правда? Андрюш, хватит. А юбочка? Юбочка тоже. Это выпускный вечер. Самое красивое платье было. Несмотря что не покупное. Это тетя Лиза сама шила мне. Красивое. Красивое платье. Все. Так, а дальше? Ой, это подружка. Так, все, Лиза, давайте заканчивайте. Вечер воспоминаний. Пора пировать. Без папы начинать не будем. Ну, а где он болтается? Я не знаю. Рецидивист наш. Напильник, что ли, в профитроле запекает? Кеша! Ну, сколько можно, ну? Нельзя же так. Мы что к тебе ждем? Водка уже греется. Да не шуми, Вась. Никуда твоя водка не убежит. Я не могу. Беру инициативу на себя и так. Очередное. И уже можно сказать, традиционное. Традиционное освобождение гражданина Бочкина из мест лишения свободы. Уже само по себе очень хороший повод для того, чтобы выпить за... за родных людей. Родных не по штампу в паспорте, а по душе. За родственные души. За нас всех. Вася, как хорошо сказал-то. Ну вот, давайте и выпьем за сказанное. Да, пап. Профитроли а-ля Бутшкин. Ура! Слушай, мы уже гуляем, мы вас не ждем. Давай догоняй. Да я догоню, догоню, не волнуйся. Пап, а почему профитроли без пудры? Ой! Че, опоздал-то? Сахарную пудру искал. Все с кафой облазил. Пусто. Как будто корова ежиком связала. Че ж корова-то? Бык. Узнаешь вещичку? Ну, правда, тебе пустая. Так ты с сахарную пудру вместо... Ага. Профитроли а-ля. А зеленых на пятьсот было. Да вот я и думаю. Как теперь Бруньков отчитываться-то будет? Давай, 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 давай. Перебирай ножками, перебирай. Это, между прочим, один из самых дорогих тренажеров в мире. Ты должен это ценить. Да я того самого ценю, Геннадий Николаевич. Не ценишь, потому что ты идиот, Бруньков. Не можешь выполнить элементарную просьбу. Любой лейтенант это сделал бы за два дня. Участковым хочешь в Кимке, я устрою. Геннадий Николаевич, я виноват. Если я того самого не оправдал ваших ожиданий, и если я не могу, то, может, кто-то другой сможет, а? Слушай, ты. Соскочить он собрался. Нет, Бруньков, это сделаешь ты и только ты. Не сядет бочка, не сядешь ты. Кстати, а где наркотик? Кстати, господа, то, что мы сегодня собрали здесь, я хотел бы использовать все-таки, чтобы разобраться, кто где живет. Ой, а мне и здесь нравится, и там нравится. Настя, тебе везде нравится, и там нравится, и здесь нравится. Лишь бы вот этот был под боком. Папа! Вась, 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 да. Я предлагаю вернуться к варианту номер один. Вася переезжает, перезать сам меня. Я согласна. Да. А я нет. Вась. Да ну, ребята, я не приживал какую-нибудь, чтобы по чужим углам болтаться. Мой дом, значит, тебе чужой угол, да? Спасибо, Вася, спасибо. Так, 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 все, все. Вариант номер два. Я с Настей и капитаном переезжаем к зять Санне, и зять Санна перебирается к Васе. Имякин Сергеевич, вы, конечно, сегодня узник совести, но говорите вы полную ерунду. Почему это? Потому это! Да? Андрюш, а ты почему молчишь? Я? А что мне сказать-то? Значит, решается наша судьба, а ты опять сидишь и молчишь. Почему? Я не молчу. Ты можешь хоть раз в жизни что-нибудь сказать? Ну, чего вот ты поднял сейчас эту тему? Ну, скажи мне на милость. Ну, надо же это решить, Вась. Ну, как ты, что мы здесь сидим там, где? А вы, Настей и Сергей, зачем вы молчали? Да, да, да. Пусть, пульс, 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 пульс. Второй, второй, я первый. Доложите обстановку. Жарко что-то. Слышь, первый, за классом сбегай. Слышь, второй, я первый. Пусть от трети бегают. Надя, подожди, ну, чего ты опять обиделась, а? Надя, ну... Андрюш, ну я тебя не понимаю. Ну, зачем откладывать? Раз уж мы решили, давай им скажем и все. Ты все время ищешь предлог, чтобы этого не делать. Ничего я не ищу. А бидон зачем? Для кваса. Квас не предлог? Это основной ингредиент окрошки. Меня за ним и послали. А если бы я сейчас им все рассказал, знаешь, куда бы меня послали? Значит, я им должна все сказать? Ты как ты себе это представляешь? Отцы, разрешите мне отдать руку и сердце этому замечательному трусу. Настя! Что? Тогда давай, знаешь так, пойдем в ЗАГС, подадим заявление и потом им все расскажем. Поставим их, так сказать, перед фактом. Молодец, хорошо придумал. Я вообще-то хочу быть твоей женой, а не вдовой. Тут согласен. Могут обидеться. Могут обидеться? Да, конечно, обидеться. А ты знаешь, они могут все. Тогда у нас нет выхода. Нужно просто потерпеть. Дождаться, так сказать, благоприятных условий. То есть ты предлагаешь оставить все как есть? Ты вообще хочешь на мне жениться? Конечно, хочу. Полный бидон, пожалуйста. Ну ты войди в мое положение. У одного отца просить руки страшно, а тут у двоих. Хорошо, я придумала. Давай кинем жребий. Кому выпадет, тот и скажет. Согласен. Тогда только я орел. Что? Хорошо, ты орел. Другое дело. Вот можно поаккуратнее? Вот сколько вы бросили? Пятачок, а можно посмотреть, в какую сторону упал? Попробуйте. И какая теперь наша? Не какая, все теперь мое. Ну, значит, не судьба. Ваш класс. Ваши деньги. Настя! Слушай! А давай так. Отстань. Мы сейчас все отрубим. Меньше кроши, не на салат ведь. Ну, Вась. Да ладно, как умею, так и крошу. Ты сам ты режь. Что, я нанимался, что ли? Честный труд облагораживает. Это тебе на зоне скоро напомнят еще раз. Хреновые у тебя дела, Кеша. Все эти подставы с наркотой, с чемоданчиком от детский лепит. Я никаких для тебя вариантов не вижу, кроме как лечь на дно. Есть вариант. Надо Бошкарта Рыбинского срисовать. Ага. А потом тебе прокурор такую десятку нарисует. Бруньков с хозяином своим только этого и ждут. Из тебя вор, как из меня арабский шейх. Да у вас тебе эта картина. Или какая-то другая причина есть. Нету другой причины. Да? Ну, не смотри на меня так. Нет другой причины. Ну, тогда выбор не богатый. Либо на зону, либо на дно. Знать бы еще где-то дно. Мы купили квас. Молодцы. Купили хорошо. И еще? Мы, в общем, решили, что одного бидона будет мало. Достаточно одного. Окрошка отменяется. Давайте, есть дела поважнее. Пошли все в дом. Посоветоваться надо. Ну, мы же договорились, что ты скажешь. Ну, посоветоваться надо. Настя. Твою дивизию. Настя, подожди, а. Ну, так, где вас носит там? Вон. Давайте, садитесь. Значит так. Иннокенн Сергеевич вынужден уехать. Причем срочно. Куда, пап? В командировку. Ему здесь оставаться опасно. А как же он поедет? Куда глаза глядят? Нет, 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 доченька. Я... У меня там корешок в Рязанской области. Что за корешок? Отдыхали вместе. Кличка? Статья? Я к нему в биограф и не нанимался. Знаю только, что не сдаст. Ладно. Куда ехать решили? Остается понять, как. За домом следят. Двое. На Черной Волге. Госномер. Понятно. Молодец, капитан. Вот на тебе и поедет. А служба? Заболеешь? Как? Вот так. Малярии. В тяжелой форме. Нет, а как же я? А ты будешь сидеть дома на карантине. Без тебя справимся. Ага, сейчас. Я тоже в деле. И без возражений. Вот, пожалуйста, полюбуйся, Иннокентий. Вот это твоя дочь. И твоя тоже, между прочим. Ну, хватит вам. Мне просто интересно, папа, как ты папу в музее отмазать будешь? Хорошо, я сдаюсь. Значит, напишешь заявление на отпуск за свой счет по семейным обстоятельствам. Все, Настя отвезет. И что за обстоятельства такие интересные? Напишешь, что дочка замуж выходит. Вот. Да, тем более, что это правда. Кто тут замуж выходит? Мы. Да, пап, я. Я замуж выхожу. А у нас разрешение. Вы спросили? Ты что творишь, капитан? А? Я тебе доверился. Ты за моей спиной на моей дочери женит, что ли, собрался? Так, побег отменяется. Ничего не отменяется. Мы еще окончательно не решили. Здесь решение принимаю я. Да, ну и все. Иннокентий Сергеевич. Да. Свободны. Все, я пошел собирать вещи. Подожди, ты куда? В Рязань едешь? Ну не в Рязань, в Рязанскую область. Там деревня. Как деревня называется-то? Ухарская. Как-как? Ухарская. Деревня есть такая. Здравствуйте. Все, у вас прикурить не будет? Спасибо. Пожалуйста. Ты не затягивалась? Пап, я замуж ухожу, а тебе интересно, курю я или нет? Действительно. Ну как там? Как? Сидят, смотрят. Ну пусть посмотрят. Сидят, смотрят. Что это? Может, забыл что-нибудь? Сидят, смотрят. Ну ты наел корму на лагерных харчатах. А ты, я смотрю, на ментовском пайке тоже шибко не исхудал. Ну, все равно на размер меньше. Ну что, тебе газеток дать подложить или ремнем утяжешься? Шутки с шутками. А вот Настя, ты в это дело зря плел. Кто? Я? А кто, я что ли? Вместо того, чтобы стоять глазками хлопать, мог бы по-мужски сурово, по-отцовски сказать дочери, сиди дома. А то больше некому сказать по-отцовски дочери. Да? Получается, некому. Опа. Что это у нас за выставка? А ничего, симпатичная. Ага. Иди спроси телефончик. Ты аж так, чисто эстетически. Ну, ну, я тебя знаю. Иннокенний Сергеевич, путь свободен, можно ехать. Вытолкни долго. Сдоволен, а светится весь. Конечно. Его-то, если что, в отдельную колонию для ментов отправят. Все находится под моим полным контролем, Геннадий Николаевич. Объект хоть пока и на свободе, но следят за ним постоянно. Каждый шаг его того самого фиксируем. А где он сейчас, интересно? Сейчас? В музее. Илья Семенович, извините, видите, у меня срочно. Понял вас. Жду в предбанечке. В музее! Я только что оттуда уехал, твой Бочкин. В отпуск укатил. Каждый шаг ты его фиксируешь, да? Я тебя из дерьма вытащил. А ты мне за это дело так отрабатываешь, я тебя вытащил. Я же могу и запихать обратно. Так, ну, начнем с того, что Бочкин этот ваш, а не мой. И не надо на меня того самого повышать! Меня из дерьма вытащили. Не спорю. Помогли, согласен. Но я вам за это сто раз уже отработал. И вы мне того самого тоже много чем обязаны. Будь здоров. Думаешь, что я не помню, как ты мне помогал? Я помню. А вот и помните. Потому как я, между прочим, тоже человек. И у меня тоже эти самые нервы. Все сказал? Смотри, не обделайся от натуги. Ну, не обижайся, не обижайся. Я погорячился, я добро помню. Но и зла не забываю. Ты меня понял? Понял. Вот и хорошо. Снимай, Китик. Ты еще зачем? Снимай, снимай, снимай. Одевай это. Зачем? Этот костюм шьет самый дорогой портной в столице. Дарю тебе вместе с портным. Ага. Ну, Бочкина мне найди. А я что же его, в самом деле, в розыск объявляю? Преступлений-то вроде не было. Ну, если человек пропал, надо же его найти и в семью вернуть. Тоже не могу. Три месяца должно пройти. Кто тебе сказал, что он только что пропал? Вышел человек три месяца назад за хлебом, и это уже дело техники? Подполковник, не мне тебе объяснять. Ну, сделаешь. Форму вернуть. В обмен на Бочкина. Если я правильно понимаю, у тебя с Настей все серьезно. Конечно, серьезно, Иннокентий Сергеевич. Я вам честно скажу, я такую девушку впервые в жизни встретил. Да, видимо, судьба такая у девочки. С ментами жить. Ну, зря вы так. Любовь, она не профессия, человек выбирает. Золотые слова. Кстати, а может быть, мы с тобой вместо Рязанской губернии в вороночке махнем? С Василием Павловичем посоветоваться надо. А что с ним советоваться? Здесь я решаю, куда ехать. А ты как младшее позвание, обязан мне подчиниться. Почему ты я младший? Мастью не вышел. И тебе, кстати, за побег. По сноте меньше трога будет. Ладно, понял. Там-то что за кореш? Милейший человек. Ну все, Иннокентий Сергеевич. Да. Удачи. Спасибо. Ну, ты помнишь, что для всех я... В Рязанской области. Я понял. Да. Спасибо. Ну все. Прошу. Удачи. Чао. КОНЕЦ Есть кто-нибудь? Иннокентий Сергеевич. Алло. Василий Павлович? Да, это я. Все? Иннокентий Сергеевича сдал. Нет, ну в смысле доставил, да. Ну, короче, все нормально. Ага. А мне вот, похоже, понадобится больничный. Не-не-не, я в порядке. А вот машина... Нет, она едет. Но не сама. Ой, как я рада. А это что, мне, да? Вам. Ой, какая красивая. Тяжелая. Тяжелая. Что там, а? Открывайте, посмотрим. Так. Так. Это что? Плавкина нога и Жоркина сало. Должок есть должок. Это вы для этого сюда приехали? Ну, в общем-то, да. Но хотя, нет, знаете, я с того момента так переживался, чтобы подвел вас. Да, ну. И вот это. А теперь честно. Что натворили? Да я ничего не натворил. Хотя кое-кому хотелось бы, чтобы натворил. Ну, другое дело. А то соль замучила. Должок. Брать вы не умеете, Иннокентий Сергеевич. Не умею, Мария Павловна. Поможете? Куда я денусь? Родственник все-таки. Здорово. Да здравей, видали. Чего хотел-то? Да говорят, гости у тебя тут, а? Ну, гости тебе-то что? Да я вот при исполнении. Народ говорит, я должен реагировать. На что реагировать-то? На незнакомого человека. А на незнакомого пилос реагирует, рычит. А ты же вроде не пилос. А я участковый. Вот я тебя и спрашиваю. Кто приехал? Родственник. Родственник? Да. Что за родственник? Дальний. Дальний. Ты смотри, а? А подробно ты можешь рассказывать, а? Я ведь тебе никак частное лицо пристаю. Попробовал бы ты ко мне поприставать. Ох, живо бы я твое частное лицо попортила. Родственник. Говоришь, да? Что-то я о таких родственниках, кроме твоего брата, ничего не слышал. А ты, Степа, не спрашивал раньше. Вот и не слышал. Так, а теперь спрашиваю, кто такой, откуда и чем занимается? Бочкин Иннокентий Сергеевич. С Москвы. В музее, между прочим, работает. Экскурсоводом. Так что некогда мне с тобой, Степа, сейчас разговаривать. Да? Сняли тему. Погоди. Я тебя! Успокойся! Погоди! Ты что, с ума сошла? Отсюда! Отсюда! Убирайся, сказала! Мария! А ну, прибью! Ты что, с ума сошла? Отсюда! Ишь ты! Я еще приеду! Трохтенер приеду! Трохтенку свою сломаю! Иннокентий Сергеевич. Вот как значит. Иннокеша. Трохтенка. 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 Хм, из Москвы? Надолго к нам, Иннокентий Сергеевич? Да как получится. Ну да, тихо у нас тут, вообще-то. Хорошо, благодать. Спасибо. Ну что, будем знакомиться. Степан. Степан Лазин? Ты у меня еще спроси, зачем я книжную персидскую утопил, а? Хотел, но сдержался. Это хорошо, что сдержался. Знаешь что, Бочкин, а ты Марье Тучковой по какой линии родственником будешь, а? Да я вообще не родственник. Как не родственник? Ну, это, в смысле, я, если честно, я просто знакомый. Ах, знакомый. Да, да, поэтому, знаешь, если не трудно, докинь меня, да, Марья Павловна, а то я тут загулялся. Загулялся, да? Вот и гуляй. И чем дальше, тем лучше. А че, завелся? Завелся. Еще спрашивает, был бы ты Машке родственник, может быть, и подбросил. Но не факт. А просто знакомые у нас пешком ходят. Ясно? Ясно. Доброе утро, Марья Павловна. Ну, как говорится, и снова здравствуйте. Сбежать решили. Да вы что, куда? Ну, а че, испугался чего и в бега. Нет? Как вы с братом похожи, Марья Павловна? Значит так, я вас в свой дом пустила, значит, доверяю. А пока я вам доверяю, бояться здесь вам нечего. Ну, не дай бог вам, вам вот это мое доверие утерять. Понятно? Понятно. И все. И сняли тему. Смотрю, рыбешки натаскали. Ну, я же говорю, проснулся рано, думаю, дай-ка пойду посижу, может повезет. Вот видите, сколько надергал-то, на уху точно хватит. Так что принимайте улов, хозяюшка. Ну что, уходил, хорошее. Эй, дядь! Че ты раскричался? Спалить хочешь, да? Че тебе нужно? Верни хоть чудочко. А то сумку не лопаю. Давай. Давай. А 20 рублей? За что эти 20 рублей? За рыбу. Крахоборы. Я берегу. Уже давно. Я не знаю, кто отец. Что делать со всем этим, я тоже не знаю. Как вы скажете, да будет. Как вы скажете, да будет. Так, успею еще чаек заварить. Тебе сделать? Не-не-не, мне пивка пронеси. Сейчас футбол начнется. Сейчас? Это когда? Сейчас, а ты сейчас. Да ты что? У меня же осенняя любовь идет. Сериал-то не закончился. Да ладно, у тебя еще 100 серий будет идти. А тут футбол нельзя пропустить. Таких матчей больше не будет. Да твои футболы все одинаковые. А твои сериалы все такие разные? Разные. Ну что вот будешь делать, а? Кажется, от одного деятеля уже избавился. Думаю. Ну никто не будет мешать мне нормально смотреть телевизор. Нет. Подожди, от какого такого деятеля? От Иннокентия Сергеевича. А я смотрю, нет его. А где он? Знасть-то давно с работы вернулась. Уехал он, дела какие-то срочные. Интересно, какие такие дела? Ну что вот интересно, ну уехал человек и уехал. Лиза, я переключаю на футбол? Конечно. Тебе же на меня наплевать. Ничего не рассказываешь. Все скрываешь. Что я сейчас от тебя скрываю? Покричи на меня еще. Кто на тебя кричит-то? Вась, мужик какой-то под ворохом. Эл, что надо? Где хозяин? Я хозяин. Ну Бочкина кликни, разговор к нему есть. Нет Бочкина. А где он? А я откуда знаю. Может на работе, может еще где. Я его не пасу. Ну ладно. Кто приходил-то? Мужик какой-то. Косинь, долго будете? Полчаса. А что за мужик-то? Откуда же я знаю, Лиза? Но он не представился. Ну чего ты заводишься? Да потому что тебя такая ерунда интересует. Нет, не ерунда. Если у нас с тобой отношения, то мы друг к дружке верить должны. А если нет веры, на кой мне такие отношения-то? Мария! Выходи! Выходи! Мария! Мария! Опаньки! Эх! Опа! Мария! Выходи! Что орешь-то? Ростик! Знакомый! Да? О! О! Поговорим? О чем? Нам есть о чем. Что, боишься? Тебя? Нет. Что, смелый? Может, выйдем? Ну, пошли-пошли. Пошли. Нечего с ним никуда идти. А вот ты как раз топай домой. Проспись. Ага. Значит, я 10 лет за тобой хожу, а ты со мной вот так, да? Что толку-то от твоего хождения? Просил, кажется, как человек. Не пей. Нет. Как об стенку горох. Одни огорчения от тебя и ничего больше. Просто с огорчения, да, подцепила это? Просто знакомого. Да. Ну, не просто знакомый. Это жених мой. У нас свадьба скорая. А я? И сняли тему. У кого тут, чтобы узнать? А что вас именно интересует? Меня Бочкин интересует. Бочкин в отпуске. Может быть, я чем-то могу помочь? А это что за тёлочки? Тоже того? Экскурсантки? Не экскурсантки. Экскурсоводы. Что-то не похоже. Особенно вон-то, окрашенная. И ничего, она не крашенная. Прихватила её природой-то. А вторая кто? Начальница моя. Анастасия Тучкова. Я тебе вот что скажу. Начальница лучше. Ладно. Покеда. Всего доброго. Никит, это кто? Не знаю. Бочкин спрашивал. Точек, это что? Никит. 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 Покеда. Никит. Покеда. Никит. Стек. Покеда. Никита. Никит. Ах, какая у меня! Да вы что, вы что, с ума сошли? Даже убить можно, господи. Ничего, до свадьбы заживет. Вот я же говорю, я же не зря услышал про свадьбу-то. Я вас женихом назвала, только что Блазин с соседками по деревне не судачил. Больше нет для чего. Спасибо за уточнение, извините за вторжение. Сильно болит? Нормально болит, до свадьбы заживет. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Ай! Ай! Убие! Ура! Ах istes, роман голос! А, мост! Хорош! О, хозяин, а мне папашку настянуло. Ну, я это. Ага, второй, значит, так и нарисовался. Ну, ладно, тогда и ты сойдешь. Это для чего это я тебе сойду? Настя! Пап, я сейчас. Ты скорость здесь брось, папаша. Тебе сначала в тот кабинет. О, здравствуй, Василий Павлович. Извини, старика, что я тебя из дому сорвал, но нужда заставила. Да с каких-то пор тебе по нужде ходить, моя компания понадобилась. Ну, ну, ну не собачься ты, подполковник. Присядь. Тебе, волчара, сидеть-то дело привычное, а я постою. Мне спокойней будет. Да я о дочке твоей потолковать хотел. А мне с тобой не о чем толковать, тем более о дочке. Ой, ошибаешься, Василий Павлович. Я ведь о здоровье ее беспокоюсь. Ты вот погляди. Ведь она вторую мороженку кушает, а? Тебе-то не вдомек, а я-то волнуюсь, волнуюсь. А на это мороженое какое-то переезд, у нее это горлом-то захворает, простудится. А простуды нынче ты сам знаешь какие, не приведи бог. Что это с ней рядом за рожа? Ну, почему сразу рожа, рожа. Обыкновенный коллекционер, любитель. Ну, по крайней мере, девочка так думает. Она его по босхарту консультирует. Впрочем, нынче коллекционеры всякие попадаются. Ты правильно заметил, лицо у него пренеприятнейшее. Может, маньяк какой, черт его знает. Ты не боишься, что я сейчас ему и тебе заодно башку прострелю? А я что, по-твоему, из полена сделан? Волыну-то ты свою дома оставил? Да и никакого резона тебе нет в меня старика стрелять. У меня вон сколько бойцов. А дочка-то у тебя одна. Хорошо, что надо? Василий Павлович, звонок. Один звоночек нашему общему другу Бочкину. Скажи ему, срочно нужен то да сё. Ну, не мне тебя учить. Хорошо, банкуй, сволочь. Бочкин будет завтра же. А я почему-то тебе верю. Вот может, потому что я такой старый стал, наивный. А верю я тебе, Василий Павлович. Потому что если он завтра не будет, то послезавтра дочка твоя может сильно простудиться. Ну, здравствуй, Мария. О, что ты зачастил-то ко мне? А я, кажется, сказала, жених у меня. Какой жених? Который из музея? Ну-ну. Что ты, ну-ка, и что? Мария, женишок-то твой в розыске. Чё брешешь? Грубая ты женщина, Мария. А я ориентировку на него получил. Мафиози твой жених-то. Вот Москва подтверждает. Так что советую со свадьбы-то повременить. А то вместо медового месяца придется передачки носить. Ну, придется передачку собрать, соберу. Ты его прямо сейчас арестовывать-то пришел. Больно нужно мне его арестовывать-то. Я тебе по-доброму предупреждаю. Исчезнет куда-нибудь, ты будешь его сообщницей. Да не пугай меня. Я пуганная. Да никуда сбегать он не собирается. Потому что ему и здесь хорошо. Ну, а то, что мафиози оказался. Сейчас вообще чистеньких нет, если что, младенцы. Да вот еще ты, Степан. Мария. Сняли тему. Слушай, арестника себе нашел. Огонек с 61-го года. Накиньте, Сергеич. Милиция вами интересуется. Да? А что это вдруг? Да не вдруг. В розыске, да, говорит он. Очень опасная мафиози. О. И вы так думаете? А я думать непривычная. Я больше сердца. И что же она вам говорит? Ну, к чему говорит? Предупреждала, говорит, когда вы здесь появились. Понятно. Ну, что, мне уехать? Это как вам ваше сердце скажет. Мое на этот счет не торопится. Наоборот, говорит, людям верить надо, а не милиции. Привет, Бочкин. Тебе возвращаться надо, срочно. Фамилия Репин что-нибудь говорит тебе? Сам ты передвижник. Я понимаю, что ты шутишь. А он не шутит. Просил передать. Либо ты, либо Настя. Вот сволочи. Слушай, мне тут надо понять, как отсюда свалить незаметно. Ничего придумаешь. Вот как втягивать дочь во всякую хрень. Это, смотри, у тебя башка-то работает. А я тебе говорю, ты втянул. Вернешься, я тебе еще раз повторю. Глаза свои наглые. Что, Василий? Да. А что звонит? Да так, ничего особенного. Уезжайте, Иннокентий Сергеевич. Вы что, подслушивали? Нет. Да я от вас, правда, не жду. Да не нужна вам сейчас моя правда, поверьте. Мне действительно необходимо ехать. А вот не спросил бы, что просто так и сбежал бы? Нет. Нет. Не сбежал бы, потому что не смог бы. Да я знаю. Я женщина прямая, что думаю, то и говорю. Это не каждому понравится. Так что, если чем обидела, извините. За что? Вот зря вы так. Да не вру я вам, ей-богу. Да была бы моя воля, я бы вообще здесь остался бы с вами навсегда. Просто я сейчас там очень нужен. нам к нему. Маша, но ехать все равно надо. Оказывается, у человека за жизнь вырастает примерно 760 километров волос. Ты знал? Я нет. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Алло. Иннокентий Сергеевич. Здравствуйте. Нет, еще не в Москве. Да я тут. Короче, недалеко. Машина сломалась, да. Когда? Срочно, не на чем. И вот еще. Орлы спариваются прямо в полете. Минуточку. Прямо в полете. Иннокентий Сергеевич, не волнуйтесь, скоро буду. И что теперь будет? Все будет хорошо. Может, и будет хорошо, только не сразу. А ты сумеешь? Сумеешь что? Жить безобманно. Конечно. Только не говори брату, что я у тебя был. Пора? Да. Так. Так. Иннокентий, снимай штаны. Маш, не вредно. Не усмею. Времени мало. Просто я тебе там кое-что переодеться приготовила. От моего бывшего осталось. Хранила, сама не знаю зачем. А вон, видал, пригодилась. А? Маш, ты что, Маш? Маш, это же форма пожарного. Я не буду ее носить. Будешь. Это же не просто так. Это же для маскировки. Маш, это до первого дурдома маскировка. Знаешь что, завтра Степан с утра явится, я ему что предъявлять буду? А ну, надевай форму. И сняли эту тему. Вот ментовская семейка. Слушай, вам бы с вас мир спасать. Вот что вы все силы бросили на какого-то несчастного зэка? И каску наденем. А бронзбойк-то нигде не завалялся у тебя? Значит, не наденешь каску? Не надену. А зря. Ты бы в каски Иннокентий еще бы эффектнее смотрелся. А? А? Иннокентий, ты одно знай. Что бы ни случилось, я тебя ждать буду. Что? Что ты? Нет, ничего. Просто, знаешь, меня еще никогда никто не ждал. Бедный ты мой. Так, держи. Видел? Забудь. Понял. Поехали. на месте жених не сбежал? От меня мужики не бегают. А вот те, которые не мужики, я так сама прогоняю. Знаешь, Мария, я на твои намеки не реагирую, потому что я при исполнении. Так что, мог бы ответить, но не сомневайся. не сомневайся. Ну и я бы тебе ответила, три дня баякал. Так, мне, знаешь, с тобой тут сопли разводить? Где твою мафиози, а? Спит. А я вот по стерушку затеяла. Штаны видел? Его. А что он так долго спит-то, а? Выпил человека, отдыхает. А, значит, тоже пьющий оказался. Это ты пьющий, Степан, а он непривычный. Слабак? А можно на него взглянуть? Занудный ты, Степан, вот честное слово, как слепень какой-то. А вот не покажу я его тебе. Что? Меня арестуешь. Мне тебе не надо. Ой-ой-ой. Слава Богу. Ну, Мария, извини. Куда? Имею право именем закона. Ты пошел своим законом. Так, понятно. Сбежал жених. Так, куда, в каком направлении отвечай? Не отвечешь? В другом месте показания будешь давать. Ясно? Что? Пытать будешь? Может быть. Степан, я вот раньше думала, что ты просто дурак. А теперь вижу, полный дурак. Вот неужели ты думаешь, что я тебе своего подельника сдам? Вот. Ну. что ж такое-то, а? Ну, почему же все русское на колесах постоянно ломается? Да тут начинку всю перебирать надо, ну? Знаешь, у меня есть знакомый художник. Он у себя в мастерской как-то споткнул себя скульптуру. В результате скульптуру сломал и ногу. Вы это к чему? Это я к тому, что беда не приходит одна. А это кто? Это недремлющее око Брунькова. Так. Руки! Не понял. Руки, я сказал. Ты не перегрелся, случайно? Перед собой. Ну что, Бочкин? Думал, уйдешь от меня, да? Спокойная! А ты кто такой? Я сейчас объясню. Капитан Березкин. Отдел по борьбе с организованной преступностью. Ваши документы. А, ну да. Конечно. Пожалуйста. Лазин Степан Тимофеевич? Да. Как атаман получается? Получается. Очень рад знакомству. Подполковник Бруньков много о вас говорил. Отзывался в лестных выражениях. Ну что, это хорошо, что в выражениях. Готов посодействовать правосудию? У меня приказ срочно отконвоировать гражданина Бочкина в Москву. В Москву? В Москву. Это хорошо, что в Москву. А то замучился с этим Бочкиным. Мы тоже. Поэтому я забираю ваш мотоцикл. А транспортное средство прошу доставить на место постоянного использования. Ясно? Ясно. Действуйте. Есть. Помочь? Не надо. Хорошо? Ну что, атаман, бывает? Ты тут с персидскими княжнами поаккуратнее, да? Ну, Бочкин. Опа! Там аккуратнее, у меня там сцепление. Учтем! С транспортом разберитесь. Я понял. Сделаем. Сейчас с горки спущимся, там а я. Зачем? Браслеты жму. А снять не получится. Ну что? Я нахинь, если лечить, ключи потерял. От Kartikанкакакакакакакакакакакакакакакакакакакакакакакакакакакакакакакакакакакакакакакакакакаккакакакакакакакакакукакакакакакакакакакакакакакакакакакакакакакакукакакакакакакакакакакакакакакакакакакакакакакакакакакакакакакакакакакакакакакакакакакакакакакакакакакакакакакакакакакакакакакакакакакакакакакакакакакакакакакакакакакакакакакакакакакакакакакакакакакакакакакакакакакакакакакаккакакакакакакакакакакакакакакакакакакакакакакакакакакакака Ты мне можешь объяснить, что происходит? Зачем папа уехал? Где Березкин? Коллекционеры какие-то. Кстати, не консультация получилась? Я не знаю, что. Я знаю, что. Это не консультация, Настя. А что? Предупреждение. Похоже, у твоего папы врагов больше, чем мы думали. В общем, так, Настя, все очень серьезно. Дверь никому не открывать, из дома не выходить. Пока не вернется Иннокентий. Ясно? Да когда он вернется-то, неизвестно. Известно. Завтра. То есть, получается, что ты его подставляешь? А он о чем думал, когда втягивал тебя в это дело? Мне сейчас самое главное тебя из-под удара вывести. За счет отца? Он бы так никогда не поступил. Ради тебя? Даже не сомневайся. Не надо на меня здесь глазками сверкать. Вытащу тебя, значит, вытащу всех. А ты должна помочь мне в этом. Как? Не мешай папе. Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Картины срисовывал с репродукцией И лохам заграничным И лохам заграничным впаривал И как-то в руки мне попал Дереволюционный каталог Босхарта Тот самый? Да Ну, срисовал я его Сам собой гордился А липа моя как раз репин в руки и попала В общем, попал ты Да не то слово Ну и старичок, естественно, меня закадык Ага Тащи мне оригинал, который у Рыбина хранится И ты согласился? А что мне было делать? Два раза ходил Да я знаю Знаешь? И что бы тебе не знать? Ну, Рыбина надоели мои подходы Вот он и закрыл меня через валюту подброшенную Ну, ты дашь ключи? Нет, от браслета Или как? Чем мне ключи? Фраер За руками следи Ну и кто из нас уголовник после этого? Да, биографию у тебя богатая, Кеша До вариантов выпутаться из нее только один Придется нам красть эту картину Кому это? Нам Ему и мне Да вы что здесь все с ума посходили? Нельзя сказать этому Репину Не буду я ничего красть Нельзя В отличие от Рыбина Он знает, что ты моя дочь Итак, господа подельники Мной разработан план похищения картины Босхарта Так, минуточку Что-то я не понял Кеша, не тупи Я еще пока ничего не сказал А ты уже не понял Давай я сейчас изложу Вопросы потом Папа прав, не перебивай Я не согласен Но я помолчу Итак Иннокентий, как экскурсовод После окончания работы Незаметно остается в зале Так, давай, секундочку Ты посмотри на меня И что? А как ты себе это представляешь? В пустом зале спрятать 120 килограмм живого веса Если я тебе скажу по частям Тебя устроит? А я предлагаю спрятаться за шторами Настя Знаешь, я начинаю сомневаться В правильности твоего выбора Иннокентий? Да слушать до конца можно Да что тут слушать? Кого? Тоже мне мент в законе Кто тут в конце концов вор? Я или ты? Действительно, Василий Павлович Это все-таки его специализация Погрозительно Вот как таких людей до сих пор в органах держат, а? Кто вор? Он? А он что украл? Да я хотя бы попытался Если бы не ты Я бы не в Тамбовской кичи балану переваривал бы А на Репинские бабки Настю уже давно бы На Рублевке особняк построил бы Моей дочери особняк не нужен Твоей нет Пап, ты не прав И, кстати, ты, пап, тоже не прав Ну а чего он тогда? Что он начинается? Ну все, хватит вам Вот у тебя есть план Вот именно Какой план? Какой-нибудь Я какой-нибудь план не предлагаю Значит нет Тогда пусть он говорит Да пусть он говорит, господи Незаметно остаешься в зале По условному сигналу Открываешь саркофаг Чем? Пальцем! Детали можно мы потом обсудим? Скрываешь саркофаг Достаешь картину Срабатывает сигнализация Прибегают охранники Берут тебя за задницу О, потрясающе Офигительно А подполковнику Тучкову Медаль на шейку вешают Да, действительно, пап, ты чего? Охранники вызывают милицию Вместо милиции Появляется Березкин и я А почему вы? Да потому что ты нас вызовешь, Настя И пока приедет настоящий наряд Мы с ним успеваем вывести И его, и картину Как вещдот Папка, ты гений Есть немножко у папы еще Ну? Господи, с кем связался Уголодники Давайте приступим К обсуждению операции Вот и иди туда Профитролы готов Кулинар Хрера Идут, идут Готовим все Давай снимай Вот, Геннадий Николаевич Почетная, так сказать, обязанность Тучкова Вот Прошу, Геннадий Николаевич А, господа, милости просим Проходите Проходите Ну как? Начало многообещающее А в сохранности картины Вы уверены? Ну, помилуйте Геннадий Николаевич Пока ваш босхард у нас Вы можете быть абсолютно спокойны Хотелось бы Ну, посудите сами Картина в любом случае застрахована А обеспечение безопасности коллекции Это наш первейший долг Ну, каким же образом Вы собираетесь его выплачивать? Я не понимаю, о чем вы Потрясающе О какой безопасности Вы можете говорить Если у вас в музее Работает вор-рецидивист Геннадий Николаевич Наш коллектив проверен Временем Фамилия Бочкин Вам о чем-нибудь говорить? Да Это наш лучший экскурсовод А он что? Вы проверьте Я вам настоятельно рекомендую Здравствуйте Добрый день Ваш пропуск аннулирован Как? А в чем дело? А я откуда знаю? И что теперь делать? Нет, не мои проблемы Звоните Тучкова Извините, пожалуйста Извините Тучкова Ну вот Если бы ваш папа захотел У нас работать Тогда это другое дело Милости просим Ну зачем же там Рецидивист Можно сказать Козла в огород Ну я же не знала А плохо что не знали А теперь за козла Придется ответить Вам рано еще занимать Руководящую должность Так что с сегодняшнего дня Исполнять обязанности Завсектором Будет Госпожа Погребняк Ну Олег Дмитриевич Что? Госпожа Погребняк Да Что да? В смысле нет Что нет? Так, а кто же тогда В Германию поедет? В Германию я поеду Отлично Извините, Олег Дмитриевич Она и так должна была Со мной ехать в Германию Ну а теперь значит Она поедет Вот С Добрыничем У вас, надеюсь Среди родственников Уголовников нет? Нет Замечательно Отличный работник Вот и все Все, идите Олег Дмитриевич А как же я? А вы, тучково, останетесь И будете работать Работать Чтобы, как говорится Честным трудом Искупить Как там у ваших У рецидивистов Не знаю Все, идите До свидания До свидания Геннадий Николаевич Степаньков Все сделал Этим самым Березкиным Было реквизировано Мое транспортное средство Вместе с уголовником Бочкиным на нем Ха! Молодец, Лазин Молодец Теперь слушай информацию Только учти Она секретная Значит, этот самый Бочкин Как я тебе говорил Находится того самого В розыске Как особо Опасный преступник Ого! Вот тебе ого! Банда у него А берез им получается Сообщник? Да Мафиози Крупный Так надо было их брать? Не-не-не-не-не-не Служу России Товарищ подполковник Ну Слушай, капитан Как ты сказал Тебя зовут? Степан Что же получается Степан Лазин Товарищ подполковник Ты что это? Эй Атаман Я не утону Ты там что Утонул что ли? Эй Сящит поганая Эх Деревня Значит так Геннадий Николаевич В настоящее время Объект Возвращен в Москву И находится Под наблюдением И что? Ну как что? Мы же его Того самого Нашли И зачем он мне Теперь нужен? Не понял Не удивляюсь Поэтому я Объясняю Самая дорогая Картина Боскарта Находится сейчас В одном из лучших Музеев мира И я признан Ее законным владельцем Что собственно Я и хотел сделать Время пришло В случае кражи Страховка мне обеспечена Так что на кой мне Этот твой Бочкин нужен? Что выходит Я зря старался Это я старался И я Бочкина Из музея На всякий случай Уволил И тоже Заметь Сам А ты Иди отдыхай Привыкай Кстати Сколько у тебя там осталось? В смысле? Допейте Ой господи Твуд 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 Я тебе Репин Еще перед первой ходкой говорил Дочь тронешь Я тебя зароял А ты так свое слово держишь Да? А ты не кипишуй Фрейрок Или ты забыл Кто за тебя В зоне слова держал Ты через Репина сел Через Репина и живой остался Ты что теперь решил на дно лечь? Пожалуйста Но кто мне должок вернет? Кто? Вот Пришлось родственничков потревожить А с чего это ты взял Что я решил на дно лечь? А? Это я столько сил угробил сюда Чтоб потом на дно лечь? Да? Чтоб слинять? Не знаю Не знаю От незнания И занервничал Вот кто же знал Что ты такой вот весь? А мне нервничать нельзя Я пожилой человек Меня Давление Я люблю когда Другие Нервничают Ну ладно Кто старое помянет Так поведай мне Старику О своих планах Чтоб нервничать не пришлось Я тебе уже говорил Все на мази Я из музея уволился Только чтобы скандал сам замять лишний Понял? А мороженое Не то стало То ли сахару мало добавляют Не то А ты, Кеша С годами не меняйся Нет Дай хоть посмотрю на тебя А то ведь опять Загремишь Надолго ведь Не знаю Дождусь ли А че так пессимистично-то? Да Я признаться на тебя Никогда и не рассчитывал Воровать-то не умел Не умеешь Ну и Вряд ли к старости Научишься Да А по-человечески Мне тебя жаль Жаль Но должок Это ж святое Даже не думай И тебе Не советую На-ка мороженого Доешь Будешь? Я не ем жирное Болел значит Того самого Понимаю Так точно Товарищ подполковник Заливисто у тебя получается, капитан. Заливисто. А вот объясни ты мне, Березкин, как так могло получиться, что ты весь из себя такой больной вдруг оказался в Воронежской области? Чего молчишь? Опять заболел? Разрешите доложить, товарищ подполковник. О, выздоровел. Докладывай. Несмотря на мое отстранение от операции, я продолжал чувствовать ответственность за нее. Узнав о местонахождении объекта, я отправился в поселок Анна. Там путем проведения сложной комбинации я захватил Бочкина и припроводил его в Москву. Ага. Ну и где он сейчас? Дом, товарищ подполковник. Под моим пристальным наблюдением. А ты у меня, Березкин, где? В каком смысле? Вот ты у меня уже где. Задрал, как коза липу. Не надо из меня идиота делать. Ответственность он почувствовал. В семью он, понимаешь, внедрился. Что ты больно глубоко внедрился, Березкин? Что вдруг начал преступнику помогать? Чем, товарищ подполковник? Тем, что вмешался в глубоко продуманную операцию. Мишин импособл хренов. Я тебя куда обещал отправить? В участковый, товарищ подполковник. Бери ниже. В детскую комнату пойдешь. Малолеткам эти самые потирать. Носы. На какой срок, товарищ подполковник? Пожизненно. Разрешите выполнять? Выполняем. Эй, терминатор. А там, а ну, коня верни. Есть. Вашу дивизию. Такой гениальный план. Ну, растоптать? Как постовой кирзачи. Я, значит, целыми ночами, а тут за один день. Все с нуля. Да почему с нуля-то? Да потому что, Настя, вот здесь вот должен был стоять опер. Вот здесь должна была стоять куратор выставки. А вот здесь экскурсовод. А теперь у нас все. У нас нет ни опера, ни куратора, ни экскурсовода. Молодцы, работнички. Ты, к примеру, ну какого хрена ты показывал этому Степану свое удостоверение? Ну, Василий Павлович, а как же? Ну, мы же на тракторе. Надо учиться работать под прикрытием. Ошибка резидента. Ничего нормально делать не умеешь. Еще и ключи от браслетов потерял. Так, я не поняла, паханы. А вы что на бедного опера-то наехали? А вот ты, Анастасия, сейчас лучше помолчи. Это кто у нас? Уголовников по моему паспорту на работу принимает. Так я... Именно ты, Настя! Вы еще преступления не совершили, уже все под статьей ходите. Одна подблог совершает, второй мотоцикл крадет, третий... Покойный начальник, я чист. А вот тебе с твоим планом статья 158 Паука светит. Тайное хищение имущества, пять лет. Извините, Иннокентий Сергеевич, 164-е хищение предметов, представляющих особую культурную ценность. Причем группы лиц по предварительному сговору. Часть вторая до 15 лет. Вот! Ну и где она уже, эта группа-то? Тогда восемь. Ты что, серьезно, что ли? Спокойно, дочка, это если заметут. Ну, если ты этим делом займешься, тогда нас точно заметут. Андрюш! Подожди! Ты, главное, не пытайся нахрапом. Все-таки это не те люди, с которыми ты привык общаться на службе. Ну, значит, ну что ты меня как на войну провожаешь, ну? А ты что, думаешь, там легче? Ты когда последний раз в школе был? В школе. Руки подними. Настя. Руки! А ты почему без оружия? Я иду в детскую комнату. Вот поэтому и спрашиваю. Хорошо. Будем считать, что ты проходишь производственную практику. На предмет чего? На предмет воспитания наших детей. Ну, я надеюсь, наши-то в детскую комнату не попадут. Чшш! Не зарекайся. Наследственность – страшная сила. Это да. Пока. 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 Ой. Вася, погоди, Вася. Ты это… С нахрап-то не надо. Слышишь? Сразу эту картину не хватай. Осмотрись. Что, чего. Понимаешь? Не учи ученого. Пу-пу. Ох, не ходил бы ты, Вася. Расколет они тебя. Где? В охране? Вася, ты мент. У тебя все твои порочные замыслы на лбу написаны. Мои порочные замыслы ради дочери и папаши ее рецидивиста. Если б ты видел, чего у тебя на роже нарисовано. Искусствоведческое образование у меня там нарисовано. А 20 лет от ситки там не нарисовано? Легкий штрих, который только удачно оттеняет мою врожденную интеллигентность. Хочешь, ты тогда из музея-то поперлась. Твоя интеллигентность-то. А кто это? Ты. Я? Кто? Интересное дело. 20 лет назад надо было нечестного художника сажать в тюрьму, который оступился на своем творческом пути. Три раза оступился. Не важно, не важно, а вот этого хапугу надо было сажать, у которого неизвестно откуда появились в пяток другой шедевров мировой живописи. Или что, ты действительно всерьез считаешь, что он нашел их на чердаке у бабушки в Калужской области? Ну, а ты что у нас, Робин Гушель получается? Решил их в государство вернуть? Пошел ты, Кеша! Вась, Вась, ты там на горло не дави, особенно, слышишь? Там другие люди, другие понятия. Разрешите? А, Василий Павлович, проходите, пожалуйста. Очень замечательно, что вы пришли. Да, благодарю вас, что вы приняли наше предложение. Ну, это все, Настя. Выяснили не очень строго. Это вынужденная мера, понимаете? Вы-то не волнуйтесь. У нас сейчас, понимаете ли, отцы за детей не отвечают, впрочем, как и дети за отцов. Зря. Вы в какой академии учетесь? А это важно? Ну, нет, я думаю, может, в молодости могли встретиться. Знаете, из милицейских у нас много знакомых было. Простите, у кого у вас? Школа КГБ. Служба внешней разведки. В 91-м составе спецгруппы был направлен в Мексику. Куда? Ну, в Мексиканские штаты. Там в джунглях в засаду попали, потом малярию подхватил. Ну, одна радость, пока в местной деревушке-то отлеживался, рисовать начал. Вот и дорисовался. Вы знаете, иногда так ностальгия прихватывает. Верите? Пытаюсь. Так, ну что, Василий Павлович, может, чайку? Ну, разве что по громульке? Ну, конечно. Так. 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 Олег Вася Вася Только я тебя прошу Наработай свою мельтейскую форму Не носи Здесь так за своего не сойдешь И на горло тоже Особо не дави Не поймут Ничего не поделаешь Искусствоведы В охране Везде Другие люди Другие понятия Ну вот как же так, а? Саша Ну вот скажи Ну разве можно у девочек мобильник отнимать? А кто отнимал? Ты отнимал А кто сказал? Света сказала Панина Та, у кого ты отнял мобильник Нашли кого слушать Она мне мстит За что? Есть за что Просто там конченый рисовал ей А что ты ей нарисовал? Что надо, то и нарисовал А давай-ка ты мне Тоже нарисуешь То, что ей нарисовал Уверен? Уверен Пожалуйста Так вам это и не интересно будет Вы и так это уже видели Ну вот скажи Ну вот разве это можно Девочкам рисовать? А что нельзя? Саша Скажи пожалуйста Что мне с тобой делать? Так Ну-ка Рожков Сел нормально Ну Мобиль убрал? Отвечай Ну убрал Ну-ка без ну Я спрашиваю Брал? Брал Так вот Так вот Если я еще раз Что-то подобное Про тебя услышу Загремишь у меня в колонию Как миленький А там некому будет Твои художества демонстрировать Там уже все все видели Понял? Понял Не слышу Понял Ну-ка давай дуй отсюда А завтра после школы С родителями Бегом Бегом И телефон девочки верни Ну это же дети С ними нельзя По-другому Нет Корректив Проверенный Можем сказать Профессионалы Ну конечно И такие Были в другое время Вот Наше хозяйство А сколько всего камер наблюдения? 80 Здравствуйте Добрый день А вот скажите Камера в выставочном зале Она на пульт выведена постоянно Да? Конечно Плюс Дополнительно Автономная система сигнализации На Боскорта Включается Набором специального кода Лампочка Является индикатором Включения сигнализации Какой кот Как в Мексике Ну что я вам могу сказать Система-то рассчитана На тупого ворюгу А ворюги у нас сейчас попадаются Далеко не глупые Можете мне поверить Ну я верю А в чем проблема? Ну а вдруг охрана отвлечется? В их уволю Что? Не отвлекаемся Работы Вот видишь Фан не отвлекается Ну и враг не дремлет И вот я преступник Совершенно спокойно проникаю в помещение И его ношу в Боскорта Ну надо еще открыть саркофаг А это детали Ситуация реальная? Нет Почему? Потому что, Вася, ты не преступник Ну да Будем надеяться Ясно Спасибо Вася Хорошо бы сигнализацию включить На всякий случай Думаешь, надо? Надо Лиз А ты костюм перешить можешь? Зачем? Я тебе к своей пенел выкуплю А кто женится? Ты же сам сказал Могу костюм тебе нужен А он что такое? На свадьбу он нужен? А если наоборот? Кто у нас наоборот? Да никто у нас Не наоборот, Лиз Я просто иду на работу устраиваться К Насте в музей Ему нужен начальник охраны А ему требуется костюм Вася Ну что, вот так вот и Всю жизнь от людей прятаться будем? Ну мы вроде особо ни от кого не прячемся Напрасно Стыдно ведь Люди взрослые У нас дети уже в ЗАГС заявления подавать идут А мы с тобой что? Вася Ну ты же милиционер Был Ну ты в душе-то остался? Лиз, вот это к чему сейчас? Я к тому, что ты же блюститель законно Вот ты должен его блюсти А чего я такого не блюду-то? Ну, мы должны наши отношения с тобой оформить А зачем, Лиз? Наши с тобой отношения по-любому Законом не караются Лиз 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 Алис, ты че дверь заперла? А почему нет-то? Я женщина одинокая. А как же я? А че ты? Зачем мне мужики вон с улицы? Я что, гуляющая, что ли? Ты че, Лиз? Ни с того, ни все, с катушек-то съехала. А ты подумал бы. Намотал бы свои ниточки на моей катушке. Вот тогда бы, может, и не съехала. А че ты орешь-то? Ты детей хоть постыдись. А че мне стыдиться? Чего мне стыдиться? Пусть они знают, чем их тут отец занимается. А ты чем я занимаюсь-то? К бабе чужой ходишь, вот чем. С каких пор к чужой-то? А по какому документу я тебе не чужая, а? Тетя Лиз, а что случилось? Да вот у отца своего спроси. Пап, ты че тут скандалы-то устраиваешь? Я устраиваю скандалы. Вы еще не знаете, как я устраиваю скандалы? Ты что здесь делаешь? А ну-ка быстро домой, Настя. Ты че, с катушек съехал? Вот, видишь, дочка-то видит, кто из нас откуда съехал. Быстро домой, я сказал. Папа, теперь мой дом здесь. Мне лучше знать, где твой дом. Нет, извини, это мне решать. Так, ты сейчас на меня голос будешь повышать? А ну не затыкай рот, Настен, кричи, а то умный тут нашался, а? Ну ж не глупей тебя-то. Ах, я дура, да? А ну, катись отсюда. И чтоб без штампа паспорта ты сюда не возвращался, понял? Да провалитесь вы всем. И калитку, калитку, там не забудут закрыть. Сотками заколочу. Настя. Ого, а ты че еще не на работе? Не в чем. Тоже мне модница. Гроза оптовки. Держи. Че это такое? Лиза передала. Это подшила, как просила. Вась, все забываю тебя спросить. А эту же спецодежду ты покупал до того, как меня посадить? Сразу после, а что? Да нет, ничего. Сойдет. Не на подиум. Твою дивизию. Че такое, Вась? Опа. Ну вот что тогда вот этим хотел сказать? Вась, наверное, что у тебя память короткая, Вась? Ноги здесь при чем? Ноги не знаю. Ну что у нас там про ноги есть? В ногах правды нет. Вот, Вася, нет в тебе правды, Тучко. Вот. Да при чем тут это? Она точно больше ничего не передавала? Ну что, еще ножницы? Чтобы сам уж обрезал прям до шорт? А нет, 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 передавала, передавала. Прости, забыл. Передай, говорит, Васе, что буду ждать его с распростертыми объятиями, чтобы пришить к его брючинам рукава от своего свадебного платья. Издеваешься? Давай, давай. По-моему, это ты над ней издеваешься, Вась. Она еще шаринку зашила. Да не еще, Вася. Это как раз и есть главное послание. Намертво зашифровала. Ничего зашифровано, все предельно ясно. Жениться тебе надо, Василий. ГОВОРИТ ПО-НЕЦ Thanksgiving ну что 40 секунд неплохо но можно и лучше завтра будем тренироваться а Василий Павлович, добрый вечер. Припозднились? Да служба. Слушай, Андрей, как оно? Не важно. Плачет? Не все время. А что еще делает? Телек смотрит. Сериалы? Неа. Футбол. Ее. Утром оладьи сожгла. Вы бы... Может, как-то... Да знаю я. Ну ладно. Пап, подожди. Что это? Вот, тетя Лиза сказала, что не нуждается. Но это если в двух словах. Папка, а ты чего? Настя, иди сюда. Мне с тобой серьезно поговорить надо. Видишь ли, Настя, дело в том, что между мужчиной и женщиной, понимаешь, возникают такие отношения? Ну, ты знаешь. Ну, пока догадываюсь. Ну, вот у меня тоже сложилось полное впечатление, что уже знаешь. Ты о чем? Не важно. Складываются такие отношения между мужчиной и женщиной, при которых им уже необходимо быть вместе. Папа, ты о ком? Короче, Настя, как ты отнесешься к тому, если у тебя вдруг появится новая мама? Ты серьезно? Вот как так получилось, что да. Папка, да это же здорово. Да. А мама, это тетя Лиза? Да. Замечательно. Ты согласна? В общем, ты туда, Березкин сюда, Бочкин куда-нибудь. В общем, я согласна. Да я, в общем-то, как не сомневался в этом. Алис. Че? Представляешь, у меня папа жениться собрался. Да ладно, че я там не думаю? Девчонки! Девчонки, это сенсация. По-моему, я сделал открытие. И че ты открыл? Закон всемирного тяготения? Алис, ты что, телевизор смотрела? Меня племянник ЕГЭ сдает. Вот. Че это за мусор? Это не мусор. Это неизвестные письма Босхарта. А где ты их взял? Ты не поверишь, у нас в запаснике. О, я же говорю, мусор. Да не мусор это. А почему тогда о них никто не знал? Потому что они в коллекции, которые наши в сорок пятом вывезли из Германии. До восьмидесятых коллекция вообще была опечатана. А потом сделали каталог. Картин. Но рукописи до сих пор даже не разобрали. Я вчера в архиве всю ночь смотрю, на полках несколько папок. По-фламандски написан. По-чем? По-фламандски. Ты что, знаешь фламандский? Нет, конечно. Но пришлось напрячься и к утру начал понимать. Никита, ты гений. Кто гений? Никита. Ну и что там, что? Масса интересного. Но самое потрясающее, что одно письмо напрямую касается натюрморта, который экспонируется у нас на выставке. Рыбинского? Ну да. И можешь прочесть? Конечно. Давай. Алис, тебе что не интересно? Интересно только по-русски и короче. Ну хорошо. В общем, история в письме описывается такая. Однажды Амброзиусу Босхорту старшему заказали натюрморт для венецианского дожа. Босхорт выполнил заказ, сочтя его одним из лучших своих творений. Однако, картину оценил и один из его лучших учеников. Он к тому же понял, что полотно это навсегда уедет в Венецию. И в Антверпене его никто никогда не увидит. А потому решил подзаработать. Пока картина сохла в мастерской в ожидании заказчика, он по ночам весьма прилежно скопировал ее и... Продал одному местному купцу. Единственное, чего не учел ученик, так это того, что Босхор тоже был знаком с купцом и временами захаживал к нему пообедать. И вот однажды художник с удивлением обнаружил на стене у знакомого свою картину, которую он лично передал венецианцам. Он потребовал немедленно уничтожить натюрморт. Но супруга купца упросила его сохранить картину. И тогда со словами «В таком случае пусть хоть что-нибудь на этом холсте принадлежит кисти великого мастера». Босхорт расписался на обратной стороне холста. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Пап! Тебе что, не интересно? Настенька, все наоборот Нет, что ты Наоборот Я даже как-то в лицах представил Извините Но это еще не все В одном из своих писем Босхарт сокрушается Что во дворце Дожи был пожар И большая часть картин сгорела Подожди, то есть получается, что у вас в музее висит копия, что ли? Андрюш, подожди, не все так просто Я говорю, большая часть Все-таки какие-то картины успели вынести Но потом, как пишет Босхарт, они затерялись Да ладно, затерялись Понятно все, сперли Ну какая разница Главное, что с того момента во всех каталогах фигурировала копия Да, или обе картины Ученик-то был талантливый Так, Настя, объясни мне Вот эта копия какую-нибудь ценность представляет? Ну каких-то денег она стоит Картина-то старинная То есть, для собирателя настенных купюр, вот как Репин, она ценности никакой не представляет, да? Наверняка, и для Рыбины тоже Да на Рыбина нам уже Так что мы мучаемся-то? Теша, я тебя поздравляю Тебе ничего красить не надо Если мы доказываем, что это копия Твой долг перед Репином рассасывается, как петушок на палочке А если это не копия, как докажем? Да умеешь ведь испортить Слушайте, давайте просто посмотрим на эту картину и все Сзади есть там попись этого вашего Босхарта или нет? Угу, посмотрим А как посмотрим-то? Она же в саркофаге Вот капитан, не надо сейчас омрачать мне праздничного оптимизма Прекрасно понимаешь, посмотреть это не значит украсть Понимаю Так поэтому давайте приступим к обсуждению нового плана операции Давайте Нет, давайте завтра Все детали обсудим завтра А что завтра-то? Потому что сегодня Я занят Папа Занят Ну что стоишь, проходи Проходи, проходи Присаживайся Нет Я лучше так Ну, лучше так лучше Лиза, я это Это тебе Я поняла Что-то цветы очень знакомые Ты сейчас можешь на меня посмотреть, нет? Да я посмотрю, куда ты денешься У меня такие на клумбе торчали Ну погоди ты, ну Да ты сам погоди А я пойду посмотрю Ты можешь меня высушить или нет? Я вот, может, тебе важную вещь сейчас хочу сказать? Да если бы хотел сказать важную вещь, ты бы давно бы сказал А то стоит Ну, что? Выходи за меня замуж Ну Ну, что ну-то Только давай, Лиза, договоримся сразу Сразу после детей А сразу после детей это когда? Через 10 лет? Ну почему вот сразу начинаешь-то, ну? Через 5? Лиза, сразу Это значит сразу Они заходят в ЗАГС Складут заявление Выходят из ЗАГСа А мы заходим с тобой в ЗАГС Я не понял Ты согласна, нет? Я подумаю А-а-а-а Ну, думай Ну-ну-ну-ну Ты куда? Ты куда? Ты куда? Я уже покинула. Здрасте. Привет, Алиска! Гутен так, подруга! Вы что, прямо из аэропорта? Ну да, Никитос настоял, он там какую-то сенсацию надыбал. Ну а мне чего, мужик сказал? А это кто у нас теперь мужик? Никитос. А как же Герхард? Ты знаешь, эти немцы, они когда в Германии, совсем не так экзотичны. Понятно. Привет, Никит. Здравствуй, Настя. Ну что за сенсация? Пойдем, я тебе сейчас все расскажу. Пойдем. Позволю себе заметить, что по сравнению с этой новостью, письма Босхрата – фуфло. Ого! Моя школа. Вот. Это все что? Каталоги коллекции замка Лихтенхаузен. Нет, Никитос, ты нормальный вообще. Ты вот эту макулатуру пер, а мне сказал, что места не осталось. Настя, я себе кеды не купила на каблуках со стразами, ты прикинь? Не, ну ты конь, а? Извини, Алис, дело в том, что эта коллекция состояла из произведений искусства и документов, реквизированных немцами во время войны. Ну да, потом немцы эти документы опять забрали и теперь они у нас в запасниках хранятся. Серьезно? Ну продолжай дальше. Дальше он, я в прошлый раз только это поняла. В каталогах этой коллекции значится натюрморт Босхарта с подписью на обратной стороне холста. То есть это копия, о которой писал сам художник. То есть это значит… Это значит, что на нашей выставке совершенно точно экспонируется подлинник картины, а копия пылится в подвалах нашего музея. Получается, оригинал не сгорел? Ты понял, Никитос? Это не я, дура. Это ты нифига объяснить не можешь. Получается, что нет. И если Рыбин утверждает, что он нашел свою картину в России, а немецкие каталоги описывают копию, значит у него 100% оригинал. Ну и что, это важно? Не то слово. Здравствуй, дочка. Рановато что-то. Есть причина. Где папа? Так, попробуем еще раз. Здравствуйте, Анастасия Васильевна. Или я ошибся? Или вы паспорт еще, может быть, тоже поменяли? Не дождешься. Я еще на наследство рассчитываю. А, ну вот пусть тебе тогда художник наш боскарта ворованного отписывает. А еще и рецепт профитролей в нагрузку. Ты чего, обиделся, что ли? А ты как думаешь? Пап, я не думала. Поэтому обиделся. Ну, прости мне неблагодарную дочь. Вот так бы сразу. А то ведь прямо с порога. Где папа? Мне это спокойно спросить. Где папа? Сразу. Где папа? На кухне твой папа. Я ему выписал два наряда вне очереди за привлекание с руководством. Что случилось? Есть важные новости. Хорошие? Боюсь, нет. А ты не бойся. Пока у тебя третий папа не появился, у нас все новости хорошие. Ну, докладывай. Ну, это касается всех. Понятно. Тогда отруби общий сбор. Дуй за Березкиным. Разрешите выполнять, товарищ подполковник? Выполняйте. Настя, а ты уверена, что ты правильно все прочла на языке вот этого вероятного противника? Да уверена, я уверена, все-таки немецкий это не фламандский. Ну, а если надо, я ее по-китайски пойму. Подтверждаю, она может. Ну, что? Ну, значит, ничего. Я не понимаю, что у нас траур такой, а? Ну, не удалось нам Кешу на халяву отмазать. Значит, придется эти цветочки по-серьезному из музея выносить. Да кончай ты, старшак, в варганку крутить, а то что-то я не въехал. За кого ты себя по понятиям держишь? Кто ты, тачковый, кум на ките, а то оторванный из скакальной скачье? М? Да я тебе не букленка с мешочком, чтоб ты мне здесь мог, фраер, мою мать на шуршу опускать. Кончай, Валдоний, потому как ты у нас тут вор списочный. Тихо, тихо. Андрюш, переведи, а? Да не получится. Это похлеще Фламандского будет. Извини, Настя, вырвалась. Прошу прощения. Для такого дела инструмент толковый нужен. А то рыбинский саркофаг, как тут некоторые считают, пальцем открыть непросто будет. Значит, этим и займись, вместо того, чтобы здесь ростом мериться. Тебя не спросил. А может быть, тебе все-таки сходить в запасе, удостовериться, действительно там копия? А чего ходить-то, только расстраиваться. Все равно на дело-то придется идти. Сходи. Сходи, Настя. Мало ли. Одно дело наизнанку картины посмотреть и кипиш в музее устроить, а другое дело лимон зеленых репинов в виде цветочков голландских преподнести. Чуешь разницу-то? Лет на десять, как минимум. Да, дружочек. Нелепо, конечно, смотрится вор без отмычки. О, боюсь, что и с отмычками ты лучше смотреться не будешь. Потому что не вор ты, Кеш. Нет. Ну, посмотри на себя. Ну, какой из тебя вор, а? Но, как поется в одной старинной песне, дорогу осилит идущий. Помнится ребятишки. Звонко ее так пели. А, у нас в колонии. Слышь, я бы к тебе никогда не обратился. Просто замок сложный. Простыми инструментами не поднять. Понял? Всякий замочек хорош, когда к нему ключика нет. А ключик я тебе добуду. Повезло тебе со мной, Кеш. И не говори. А значит, от счастья даже дыхание сперло. Да? А ты пар-то выпусти. Пар, выпусти. Посмотри, он лучше в зеркало на себя. Рассмеешься. СМЕХ Так мне можно на тебя рассчитывать? Или как? Ой. А на кого ж тебе еще рассчитывать, как не на меня, Кеша? Ну, не самостоятельный ты. И без моей помощи цена тебе три рубля в базарный день. Понял? Ой. Ой. Исхудал-то как. А ты жри больше. Поможет. Да нет. Про ничего. Не играешься. Стажируюсь. Пытаюсь понять сознание малолетнего правонарушителя. А своих-то детей, Андрюш, ты еще не собираешься завести? Да тут на работе за весь день на чужих насмотришься. Своих уже и не хочется. Да и потом, куда торопиться? А я тебе скажу, куда торопиться. Настя девушка видная. А кто тебе сказал, что ты один такой умный, а? Елизавета Александровна, а вы это о чем? Все о том же. Только ведь она вроде меня любит. Ну, любит. Пока. А завтра возьмет и разлюбит. Что, такого не может быть? Не знаю. А я знаю, как в жизни-то бывает. Ты ей предложение сделал? Ну? Так лови момент, беги в ЗАГС, пока она согласна. Да я и не знаю. Не знаю, не знаю. Вон завтра. Взяли и подали заявление. Чем плохой день? Нормальный день. Да не нормальный. Отличный день. И в картах у меня все вышло. День чудо. А послезавтра можно? Зачем послезавтра? А вдруг она завтра не может? Женщина замуж в любой день может. Вась, Вась, Вась. Присядь. Не мелькай. Ты волнуешься? Или недоволен чем? Ты чего, Вась? Чем я недоволен? Всем я доволен. Вот и хорошо. Праздник тет. Ну да. Скоропостижно как-то. Что-то я не ожидал. То вот так вот и вот. Ну извини, я твои условия соблюла. Сразу после детей. Разрыв какой-то минимальный. Может все-таки мы ему в начале свадьбу сделаем и потом и сами. А чего тянуть-то? Сразу две свадьбы отыграем. Экономия. А Иннокентия Сергеевича свидетелем к нам позовем. Боюсь, ему непривычно будет. Скажешь тоже. Волнуюсь я за него. Я вчера на пикового короля гадала. Такой же он пиковый. Он бубновый будет. Башка вся светится. Да и не король. А так. Валет. Да погоди, Вась. Дальняя дорога ему выпадает. О, радость. Значит съедет скоро. И казенный дом. Общежитие. В доме престарелых. Туда ему и дорога. Женить бы его, Вася. Не надо никого женить. Мне и одной дочки достаточно. А чего? Мы бы им второй этаж выделили. И зажили бы одной большой семьей, а. Лиз, я смотрю, у тебя планов, как у нашего правительства. Да. Только есть одна разница. Мои планы осуществляются. Паспорта, пожалуйста. Да. Так. Тучкова Анастасия Васильевна. Угу. Фамилию менять будете? Да я поменяла уже. В детстве еще. А. Советую поменять, чтобы потом проблем не было. Обязательно поменяем. Никаких проблем. Так. Вы так считаете? А что? А вы точно за него замуж выходите? Ну да. А что, есть какие-то сомнения? Есть. Березкин Андрей Петрович. Так точно. Так вы ведь уже женаты. Как женаты? А у вас штамп в паспорте, молодой человек. Какой штамп? О заключении брака. Ухью. Ну знаешь. Андрюш, это уже слишком. Даже для тебя. Настя, я сейчас все объясню. Спасибо, Андрей Петрович. Настя, я сейчас все объясню. Настя, я не так поняла. Настя, ты куда? Вот вам ваш жених. Настя! Вот прямо чуяло мое сердце. Уж больно все складно получалось. Что ты прочитаешь-то, Лиз? Настя! Подожди! Забыл, Василий Павлович. Честное слово, забыл. Что забыл-то? Забыл, понимаете? Штамп о разводе в паспорте поставить. Забыл. Ты что, боец? Ты женат, что ли? Вот чуяло мое сердце. Да подожди ты со своим сердцем. На ком женат, Лишенец? Да был женат. Еще в Новосибирске. Ты из Новосибирска? Все не слава Богу, он еще из Новосибирска. Твою дивизию, Лиза, чем тебе Новосибирск не понравился? Ну давай, рассказывай. Да что рассказывать-то? Нам и 18-ти не было, мы расписались, годы вместе не прожили. Я в академию поступил, она на развод подала, мне ничего не сказала. Свидетельство о разводе осталось у нее. А я об этом штампе и думать забыл. Я вообще на эту страницу лет десять не заглядывал. Верите? Нет! Лиза! Чего делать собираешься? Не знаю. Надо, наверное, как-то все объяснить. Василий Павлович, а может, твой, а? Ого! Может, из-за тебя еще штаны поносить? Ну что, Лиза, пойдем. Куда? Нет, Лиза, неудобно. Давай, мы договорились после детей. Значит, после детей. Что ты? А если у этого Березкина еще одна жена объявится? Нет, надо Насте нового жениха искать и срочно пойдем. Ну ты что, Лиза, ну, Березкин парень-то хороший. Ну, проштрафился, с кем не бывает. С кем не бывает, говоришь? А ну-ка. Что? Паспорт свой покажи. Зачем? Покажи, сказала. Здравствуй. Здравствуй. Что ты хочешь от меня? Чтоб ты меня выслушал. Я тебя уже выслушала. Когда? Два месяца тебя как дура слушала. А ты мне даже не удосужился сказать, что был женат. Ну, что вспоминать-то о том же, чего нет. Вообще. Я когда о тебе думаю, я обо всем забываю. Гениальная логика. Забыл сказать, потому что все время думал обо мне. Может, у тебя еще где-нибудь трое детей обнаружится? Почему трое? А сколько?! Вообще детей нет. Почему я должна тебе верить? Потому что я тебя люблю. Почему я должна тебе верить, что ты меня любишь? Потому что люблю. И доказать это нельзя. Потому что любовь, Настенька, это первичное понятие. Из более простых не определяется. Просто надо верить. А если не получается, то и не надо. Ну и не надо так, не надо! Ну что, в окошко нельзя, нет? Нельзя. Ну что? Надо бы начинать. Давайте, что у вас? В общем, я договорился по поводу инструмента. Делать будет лучший специалист. С кем договорился? С Репином. Кеша, перебор получается. В смысле? У нас в деле уголовников больше, чем в милиции. Ось, ты не забыл, на чьей стороне сейчас работаешь? Так, где Настя? Она не придет. Так, ты что, не ходил к ней мириться? Ходил. И что? Поссорились окончательно. Поэтому пока я здесь, она не придет. Да что же это за детский сын? Вы что, не понимаете, что мы здесь серьезным делом-то занимаемся? И дисциплина на самом первом плане. Не понимаете, наверное, что практически ставите на грань срыва прекрасно продуманную операцию, в которую и так уже вложено столько сил и нервов? Не понимаете, наверное? Что ты орешь-то? А чего? А чего? Как говорил один мой знакомый знахарь. Знахаря, что ли, лечился? Да нет, это он как раз лечился на соседней шконке. Два года. Кстати, от знахарства. Так вот он говорил, что лечить надо не следствие болезни, а ее причину. Вы это к чему? Это я к тому. Что первонаперво необходимо раздобыть свидетельство о разводе. Легко сказать. А ну, бывшей жены. Да хоть у черта Лысого. Где он? Она. Ну, она в Новосибирске? Нет, в Москве. Так чего сидишь-то здесь, как гаишник в будке? Иди и возьми документы. Да не хочу я с ней встречаться. Так, стоп. Ты с Настей хочешь встречаться? С Настей хочу. Вот и иди к ней. К Насте? При чем тут Настя? К жене своей иди. Ты хочешь на ней жениться? На жене? На Насте. На Насте собираюсь. Вот-вот шнёпай. Прямо сейчас, что ли? А когда? Может, завтра? А лучше послезавтра. Клиент прав. Лучше завтра. Только с самого утра. Понял. Место. Место. Продолжаем совещание. Без. Саркофаг. Добрый день. Воду без газа. Я спешу. Закажи мне здесь хорошую кухню. Спасибо. Ну, может быть, поздоровимся для начала? Это лишнее. Как ты меня нашёл? Вообще-то я в милиции работаю. Всё ещё в милиции. Ну и что тебе нужно? Я говорил по телефону. Свидетельство о разводе. А, ну да. Совершенно забыла, у меня столько дел. У меня его нет. То есть как это нет? Ну, вот так нет. Сейчас, прости, я позвоню. Да, милый. Я отпустила водителя, я пройдусь по центру. Я же сказала, что мне очень нравится этот отель. Ну и что, что пять звёзд? Ну хорошо, закажи другой. Да, на Елисейских полях. Да. Где я? В клубе. Милый, ну какие мужчины в фитнесе? Нет, они на меня, конечно, обращают внимание, вот я на них не очень. Всё, целую тебя. Целую, пока. У тебя всё? Что со свидетельством? Я его выбросила. Вместе с паспортом. Зачем? А зачем мне, мужу, про ошибки молодости вроде тебя рассказывать? Я хочу напомнить, что на развод подавал не я, а ты. Ты сама всегда хотела в Москву, вот я и поехал поступать и... У нас с тобой Москва разная. Я вижу. Только мне теперь что делать? Да откуда я знаю, что тебе теперь делать? Я на развод в Новосибирске подавала. Поезжай, выписывай, если так приспичит. Всё. Ну, какой ЗАГС? Ну, в этом разберёшься. Ты же слышал, мне в Париж надо собираться. Удачи, капитан. Удачи. ЗВОНОК В ДВЕРЬ Настён, Настён! Погоди немного. Тетя Лиз, я в музей опаздываю. Никуда твой музей не убежит. А тут, можно сказать, судьба решается. Ну? Я так понимаю, ты с Андрюшей поссорилась? Ну, поссорилась, и что? Ничего, просто это было вчера, а сегодня уже сегодня, а ты еще до сих пор не помирилась. И не собираешься. А замуж ты собираешься? Посмотрим. А, ну посмотри, посмотри. Только смотри не просмотри. А то мужики-то порода нетерпеливые. Тетя Лиз, а вы о чем? Ни о чем. О ком? Об Андрюше. Парень видный. Знаешь, сколько утешительниц найдется? Это он вас просил сказать? Так вот и передайте. Пусть катится со своими утешительницами. Ах. Вот, значит, какой у нас с тобой разговор получается, да? А ну, пойдем ко мне. Да не могу я на работу, опаздываю. Я сказала, пойдем ко мне. Тут у человека жизнь рушится. А вот и приспичила тебе своей работой. Пошли. У какого человека? У хорошего. Хорошо. Пошли. Ты что-то задумала, а? Я что-то не поняла. Свадьбу, что ли, отменить? Разве ее кто-то назначал? Да ты что? Ты соображаешь, что ты говоришь? Отец, понимаешь, растил тебя. Чтобы уница-красавица выросла. Чтобы университет закончила. Нет, Лиз, вы сейчас о каком отце говорите? Да меня не путай. И тот тоже переживал, заботился. Как мог. А Василия Павловича? Я не понимаю, при чем здесь отец? Не понимаешь. Нет? Вот. Это мне? Мне! О себе не думаешь, об отце подумай. Вась, у тебя в школе по-русскому какая оценка была? Ну, а что, босс Харт пишется через А. Да какая мне хрен разница, через что он пишется? Он, ну что, родственник, что ли? Главное, картину гранатно взять. Ну, что? Все плохо. Выкинула она свидетельство. У нее муж ревнивый. А мужу какое дело у тебя? Ему? Никакого. А вот ей олигарх он. Она его потерять боится. Милые дела. Ну, а если по закону попробовать? По закону такое количество справок потребуется? За жизнь не собрать. Ну, не дрейвь, капитан. Старшие товарищи не оставят салагу в беде. Паспорт давай. Сейчас схожу и я оформим. Быстренько и по закону. Вась, ты ничего не попутал, нет? У нас или быстренько, или по закону. Мажем? А, мажем. На что? На бутылку. Не, на бутылку неинтересно. Все равно пить вдвоем. Ну, это понятно. Важно, кто побежит. А, замерзнула. Нежелание. Бога ради, извините, товарищи. Я буквально на минуту. Мне бы только отдать, товарищи. Эй, мужчина. Ну, куда это? Здесь всем только отдать. Ну, подождите, друзья мои. Я только что отстоял. Вот это всю очередь. Нет, вы остались в той очереди, в которой я сейчас стою. Это очередь, чтобы взять чистый формуляр. А вам нужна очередь, чтобы отдать заполненный. Ну, елки. Хорошо. Кто последний, чтобы отдать его? А в какой кабинет? Вот в этот, в этот кабинет. А вы уверены, что вам в этот кабинет? Вы в каком кабинете брали? Ну, вот в этом же и брал. Ну, значит, отдавать нужно в том. А мне сказали, вот в этом сдавать. Я вам о чем и говорю. Давайте я пройду сейчас без очереди. Мы хотя бы узнаем просто. Здесь всем только узнать. Блин, идиотизм какой-то. Хорошо, давайте. Кто последний у вас сдавать вот в тот? Я, только за мной еще две женщины занимали. Отошли. А откуда вот я интересно узнаю, что эти женщины за вами-то? Откуда я знаю? Они просили предупредить. Хорошо, я понял. Кто последний, товарищи, вот туда вот в тот сдавать? Я, я. Вы туда и туда, что ли? А как еще? Откуда я знаю, куда сдавать? Нет, подождите, это я все перепутала. Вам точно туда. У вас же это первый план. Еще другой, что ли, должен быть? Нет, ну а как же? Вы сейчас этот сдадите. Там вам дадут другой. Вы его отнесете туда. Да, там вам дадут запрос. С этим запросом вы пойдете в паспортный стол. Хорошо, я понял. Паспортный стол. И вот это уже все, да? Нет, как же все? Вы там освободитесь, опять сюда. По закону. Откуда вы так хорошо знаете? Знаем. Не в первый раз. Да уж. Не в первый раз. Хотя бы в туалет можно пройти? Извините. Уграли. Видите? Сидите. Смотри, что тебе строят? Что творит? Молодец. Здравствуйте. У меня обед. Как обед? Ну, у вас же на табличке написано без обеда. Все правильно. Гибкий график. Идите в двадцать седьмой кабинет. Вам там все сделают. На вашем месте я бы поспешила, потому что через пять минут там тоже обед. Там очередь. Очередь. А ничего, что я уже два часа отстоял в очереди в ваш кабинет. Ну, а я при чем? Я, между прочим, предупредила. Не знаю, почему вам не сказали. Послушайте, я вас очень прошу, обслужите меня, а потом пообедаете, а? Когда потом? Когда потом? Я что, из-за вас должна сейчас без обеда остаться? Я, между прочим, живой человек. У меня, между прочим, диабет. Вы что, хотите, чтобы я умерла? Да. Здравствуйте. Светлана, не ошибаюсь? Здравствуйте, заходите. Бочкин, Иннокентий Сергеевич... Мне совершенно безразлично. Вы из кухни хотите начать или из комнаты? Это совершенно потрясающая история, но я надеюсь, что это существительное дело. Ну, из комнаты. А потом уже и женщины, а потом еще и с камнями, потому что я уже запускал юбелирную линию. И в этом есть тоже некий опыт. Здравствуйте. Это ваш дочка, да? Моя. Как зовут тебя, красавица моя? Маша ее зовут. Маша, Маша. Маша. У меня тоже дочка просто старшая, конечно. Опа. Вы не на ребенка смотрите, на потолок. На потолок? Ремонт там затеялись. Муж придумал. А что его делать? Денег все равно нет. Давай, давай, жуй. А кем ваш муж работает, если не секрет? Менеджер. Среднего звена. Очень среднего. Ну, видно, что не олигарх. Не олигарх. И что? Не-не-не, ничего. Зато человек хороший. Слушайте, вы сюда что пришли? Смету составлять? Или мою личную жизнь обсуждать? Ну, вот я как раз по второму вопросу. Маша, давай ка в свою комнату. Машка. Ты кто такой? М? Тебе что тут надо? Бучками. Это я слышала. Я хороший знакомый вашего бывшего Мурза. Березкина. Сочувствую? Да нет, ну зачем он так? Хороший человек. Добрый, отзывчивый. Вот у него сейчас проблема, а вы не хотите ему помочь. Как же вы правильно заметили. Не хочу. Ну, что вы, долго будете препятствовать чужому счастью? Да. О моем счастье хоть кто-нибудь подумал, а? Нет, ну вы же первая подали на развод. Подала. А зачем мне муж мент? О-о-о. Ну, здесь, знаете ли, не скажите. Многие считают это удачей. Это те, у кого мужья с головой. А мне достался. Идеалист. И вообще. Вы чего защищаетесь? Да нет, нет, даже не собираюсь. Нет, нет. Я... Вообще это все... Это все неважно. Это я... Мне 20 лет было. Угу. Мы в Москву приехали. Другой жизни хотелось. Да, да. Москва ведь какая. Дом на Рублевке. Муж олигарх. На входные в Париж не собираетесь? Ха-ха-ха-ха. Сказала. И что, что... Что мне было ему еще сказать? Про... Про квартиру, да? Про ремонт. Про мужа недотеплый. Про Машеньку, вон, который с соплей не вылезает. Знаете что? У меня счастья нет. И у него не будет. Начальник? Да. Встать! Время обеденного перерыва. Быстро, четко, подробно. С двух до трех. Серьезными болезнями страдаешь? Язва, госты, цирроз печени, диабет. Язва была. Вылечил? Да. Молодец. Сидеть. А вы кто? Подполковник Тучков. Московская уголовная розница. Слышишь, подполковник. Стоило так беспокоиться. Чайку хотите? Нет. А я уж думал, посетитель с ума сошел. Да у вас что такое, бывает? Теперь что я спрашиваю? У нас все бывает. Ну, для вас мы сделаем исключение. Сейчас быстренько все документы оформим. Завтра пошлем запрос в Новосибирск. И как придет ответ, завершим оформление. Долго ждать ответа-то? Да для вас недолго. Месяца три. Дура! Света, ты самая настоящая дура. Счастья тебе мало, да? Ты оглянись вокруг, что творится. Московская квартира у тебя есть? Своя. Есть. Дочка у тебя замечательная. Я сам видел, как она кушает. Есть. Есть. Муж у тебя менеджер. Ремонт собирается сделать. Не как все остальные пропить свою зарплату до копейки. А ремонт тебе собирается сделать. И все это ты называешь, что у тебя мало счастья. Ты знаешь, почему так говоришь? Потому что ты не знаешь, что такое несчастье. Опять слушай сюда. Мужик 20 лет ни за что чалился на нарах. Раз. Жена от него ушла. Два. Квартиру его продала. Три. Дочку воспитывали чужие люди. Четыре. Вот. Но он все равно сидел, ждал и надеялся. И вот оно. Счастье. Свобода. Да. И думаешь, что? Нифига. С одной стороны, подлюки толкают на воровство. А с другой стороны, норовят посадить за решетку. Кошмар-то какой-то. Про кого? Это не важно. Это я. Главное, Светочка. Главное, что этот человек знает, что у него есть счастье. Значит, будет бороться за него до конца своей жизни. Знаешь почему? Почему? Потому что он знает, что от него зависит и чужое счастье. Счастье – это такая штука. И чем больше отдаешь людям, тем больше тебе остается. Вы действительно так думаете? Ты куда? Свет! 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 Мурашки Что, Иннокентий Сергеевич, а люр три креста рысью за бутылочкой А что такое, неужели случилось? Под мощным напором профессионала отступает даже отечественная бюрократия Заметьте, все по закону, ну, почти Так что через три месяца Я не понял Это что? Ты что, нарисовал, что ли? Да нет, так быстро не успел бы Сама принесла А как же муж олигарх? Муж олигарх ремонтом занят Ну ладно, ладно Пошел за пузырем Слышь, товарищ подполковник Не пошел, а побежал рысью Муж олигарх ремонт Ты. Я. Я вот тут добыл. Добыли. Хочешь посмотреть? Нет. Есть дела и поважней. Надежда Васильевна, а может такое быть, что в каталоге не было карточек на какие-то единицы хранения? Нет, девочка, не может такого быть. Все на карточках. Надо лучше искать. А карточки мог кто-нибудь вынуть? Никто не мог. А почему ты, собственно, спрашиваешь? Но ведь в каталоге значится натюрморт Босхарта. Ой, деточка, я тебя уверяю. Никакого Босхарта в наших запасниках нет. Спасибо. То есть у Рыбина все-таки может оказаться та самая копия? Ну, тогда поздравляю. Преступление отменяется. Будем опять смотреть наизнанку. Ага. Фарт тебе просто прет, Кеша. Да подожди ты, Вась. Тут кое-что важное проясняется. Если у Рыбина окажется копия, это значит, он врет, что нашел картину на чердаке у бабушки, понимаешь? Угу. Никак этот Липовый Босхард не мог оказаться до революции в помещищем доме в Калужской области. В СССР он привезен в 45-м. Да, и до 80-х никто не знал, что он у нас, потому что коллекция была опечатана. А потом несколько картин куда-то исчезли. Ага, исчезли. Сперли. Ну, ладно, сперли. Что вы действительно считаете, что могли украсть картину из государственного музея? Да ты времена-то вспомни, Вась. Удивительно, как еще тогда музей целиком не унесли. Угу. Так. Тогда, получается, Рыбин картину украл. Да нет, скорее всего, купил. Ну, знал, что покупает краденое, сволочь. А меня на 20 лет за какую-то подделку упек, а? Надо же еще доказать, что это копия. Докажем. Ребята, операцию назначаю на завтра на 22.00. Настя, ты что, совсем с головой не берешь? Что придумать с охранниками шампанская пистья? Да ладно тебе. Что, да ладно, на два часа, Настя. Алис, мы все успеем. Привет. Здорово. Здорово. Привет. Что-то вы припозднились на работе? Ребята, у нас праздник. У кого это у нас? У нас? Это значит у нас и у вас. Нет, девчонки, на работе не положено. Ее папа у вас начальник, а Настя заявление в ЗАГС подала. Так что и положено, и приготовлено, ребят. Поздравляю. Спасибо. Все, давайте чашки. Девчонки, ну на работе оно не положено. Да брось ты. Чеш, Палыч, за дочку не разреши. Палыч, за дочку? Ха. Ну пошли. Давайте, Настя, за ваше счастье. Да. Давайте, ребят. Спасибо. Ну, так, а это что такое за фокусы? Это кто пустил посторонних в помещение охраны? Пап, ну мы просто это... Никаких, пап, вставать нужно. Вот именно. Когда входит начальник охраны. Это всех касается. Во-первых, я не понимаю, почему сотрудники до сих пор находятся на охраняемом объекте. Пап, а сколько время? Двадцать два ноль ноль. Во-вторых, я не понимаю, кому могло прийти в голову принести сюда спиртное. И в-третьих, я не понимаю, как могло прийти в голову сотрудникам охраны распивать спиртные напитки на рабочем месте в рабочее время. И заметьте, я вас еще пока не наказываю. Потому что вы не знаете, как я умею наказывать. Что звать? Вот, блин, попал на специалиста. Вы, наверное, забыли. Так я ведь вам напомню, друзья мои, что вы находитесь на объекте особо охраняемом, особой государственной важности. И что неукоснительное выполнение инструкций является не просто вашими должностными обязанностями, а я бы даже сказал, гражданским долгом. Пап, может быть, хватит? Не хватит. Еще долго не хватит. Поняла? Да поняла. Вот. Все меня поняли? Да. Да, конечно. Ну и ладно. Давайте. Празднуйте потихоньку. Да я уж так и быть. Ладно, сам пойду проверю. Как и что. Ну давайте, давайте. Празднуйте. Празднуйте. Че стоите-то, ребят? Давайте, не ливайте. Все, давайте быстрее. Давайте. Ух. Так, может, пойдем посмотрим? Да че ты дергаешься? Он же сказал, что сам все проверит. Давай, давай. Ну ладно. Все, заменялся. Киркл. Киркл. Иди сюда. Я еще не открыл. Да и не откроешь, иди сюда, говорю. Что? Стоять! Теперь присядь. Чего? Присядь. Зачем? А теперь вот так иди ко мне. Строго на меня иди. Кузьком. Давай, 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 давай. А? Да. Все, хорош. Ну че? Вставай. Ты че, Вася? Злезай с кобылы. На тракторе поедем. Ага. Ну, а тогда. А вот этим пусть репина себя в носу ковыряет. Вот. Запомни, Киш. Чем сложнее проблема, тем проще ее решение. Вернись. Стой вот так и не шевелись. Ты куда, Варь? Хороша бормотуха. В нос сшибает, а? А ты ее тортиком. Она же не водка. Закусать не надо. Кто это там, а? Ребят, да вы че, это ж папа ее? Вы че, не узнали? Да он просто шедевр рассматривает. Так, что-то он вроде пошире стал. Просто плечи расправил. Искусство, оно же крыляет. Есть. Куда? Стоять на месте. Есть. Сейчас поржешь. Ось, ось, ось. Доржался. Иди, изнанку смотри. А как ты думал, милый? Понял. Понял. Опа. А че это спецсигнализация выключена? Забыл что ли, Василий Палыч? Мать родная. Ну-ка, воник отсюда. Так, иди сюда. Всем постам. На главном объекте сработала сигнализация. Повторяю. Всем постам. На главном объекте сработала сигнализация. Ну что, любители искусства? Тридцать пять секунд. Можете, когда хотите. Ничего. Ну что, успел? Да, это копия. Кеша, сваргань там чего-нибудь? Слушай. Так, ну где вас всех носят там? Ну что? Значит, туфта оказалась эта. Рыбинская картина. Да, и поэтому красть ее не надо. Молодец, Наська. Поэтому надо выпить. Кеша, что ты грустный такой? Ты у нас именинник сегодня. У тебя первая кража, после которой ты на свободе. Да что мне толку-то с этой свободой, если меня обложили как волка? Рыбин скорее подавится своей шаурмой, чем мне поверит. Тебе не поверит? Ну я-то поверил, что ты отец ее? Нет, ну не сразу, конечно. Но поверил же. Не поверит словам. Документы потребует. Будут документы. Я сделаю копию письма Босхарта. И пусть твой Рыбин уже успокоится. Хорошо бы. Куда из горла? Кружка есть. Ну? Хорошо бы еще твоего коллекционера на кукан насадить. О, как тебя разобрало-то, а, Вась. Слушай, зря тебя с ментовки все-таки погнали, а? Сейчас бы представляешь, у каждого честного зэка была бы своя комнатенка в ментовском доме, а? Ладно, на мозоль мне не дави. В этом бараке я еще пока староста. Да хватит вам. Послушайте, провинанс Рыбинской картины ложный. И если мы это обнародуем, то нанесем по его репутации очень сильный удар. О, вот доченька, а? Умница, доченька. Именно так мы и поступим. И сделаем мы это на заключительной пресс-конференции. При журналистах, телекамерах, вот картина висит, под стеклом, под охраной, никаких подмен, Рыбину не отвертеться. Поехали! Поехали! Так, а ну-ка надавили там стоп-кран! Криминальная семейка. Я не понял, чем этого там удар наносить собираетесь? Провинанс Папа – это история владения художественным произведением. А если узнают, что картина не оригинал, то с Рыбином больше вообще никто не захочет иметь дело. Слава Богу, а то уж я подумал, вот она где наследственность-то проявляется. Хорошо бы понять, откуда она у него вообще появилась. Картина эта из музейных-то запасников. Ну, давайте я покопаюсь в архивах. Может, какую-нибудь ниточку нащупаю. А если он ее украл, то мы ему накрутим срок по полной. Молодца, Наська. А смотри, Кеша, Тучковская хватка-то. Оно и видно. Покопаюсь, нащупываю, срок накрутим. А ты ее точно видел-то? Кого? Кого? Подпись, наоборот, картины. Точно. Да? Вась, ты со мной в гляделки не играй. Да, Кеша, с тобой полезно в гляделки играть. У тебя такая биография, всякое может быть. Да. Знаешь, Вась, правильно говорят, народе, если человек мент, это безнадежно. А если вор? А я не вор. Ладно, поверю. Но проверять буду до самой твоей смерти. А это мы еще будем посмотреть, кто из нас первый на вынос. Слушаю. Ой, привет. Как дела-то? Когда? Да, конечно, приезжают. О чем ты? Ну, все, давай. До встречи. Кто звонил? Машка приезжает. Все зачастил. Я не понял, а то по полгода не дождешься, а то как на работу. Ну, мало ли, дела какие. Наверное. А куда приезжает-то? Довторое утром. А может, я ее встречу? А ты тут при чем? Да? Она мне сестра, а ты с какого бога? Ты не с какого, просто. Мы же с ней знакомые. Я подумал, что знакомые они. Один раз сводил на концерт, это еще ничего не значит. Так, или вы там что-то уже успели, что ли? На концерте между арьями, а? Костя, что ты меня смотришь, как свинья на бекон, а? В другом месте, значит, успели. Кеша, кончай, не виляй. А говори мне прямо, у вас все с Машкой. А что мне с Машкой? Вот я тебя и спрашиваю. А я тебе отвечаю. Кеша, кончай мне вот эти штучки здесь. Я тебе говорю, дочка у нас с тобой одна, общая. Вот здесь твой верх. А Машка у меня одна сестра, ясно? Если что, я тебе здесь быстро устрою ситуацию. Какую ситуацию? Революционную. Ты у меня своим низом сверху вылетишь отсюда, в дальнюю миграцию. Понял? Понял. Яичницу съел? Доедаю. Помоюсь посуду за собой. Вождь мирового пролетариата. Якин Сергеевич. Здравствуйте. У тебя башбан. Не держание. В каком возрасте началось? В каком смысле? Ты себя тут снегурку невинную не строй. Кто еще знает? О чем? Я тебя как человека попросил. Держи форточку на замке. А ты, значит, меня перед тучей апарафинь трешил? Иннокентий Сергеевич, я уже понял, что вы на меня обиделись, но пока не понимаю, за что. За Машу. Какую Машу? Сеструху Васькину. Кому ты еще наплел, что я к ней ездил? Да никому. Я, как вы сказали, сразу забыл. Папа? Папа. А вы чего? Ничего. Просто разговариваем. Секретничаете? Да нет. Какие секреты у вас? Ну-ну. Настя, не становись подозрительной. Мужчинам это не нравится. Я учту. Ну, пока. До свидания. Товарищ капитан, пройдемте на пару слов. Настя, я опаздываю на работу. Ладно. Ладно. Быстро говори. О чем вы с отцом шептались? Ни о чем. Ну, честно. Опять да? Что? Опять ты мне врешь? Ты же обещал. Я не вру. Просто я не все говорю. Так. У тебя есть 30 секунд, чтобы начать говорить правду. Вот я попал, а? Глаза закрываешь и не понимаешь, то ли ты в бараке на зоне, то ли в допросной в СИЗО. 20 секунд. Ну, я слово дал, Настя. Или свадьбы не будет. Ну, ладно. Помнишь? Иннокентий Сергеевич прятался в Рязанской области у друга, с которым сидел. Помню, и что? Так вот, Рязанская область оказалась Воронежской. Это все? Все. Нет, давай рассказывай дальше, не тормози. А этот друг оказался твоей тетей Марии Павловной. Вот это номер. Они же, когда здесь встретились, сразу ссорятся. А, ты б видела, как они там трогательно прощались. Хочешь покажу, как? Как? Я очень рад, что и сама выставка, и особенно моя картина, ну, не моя, разумеется, а Амброзиуса, Босхарта-старшего, вызвали такой интерес со стороны публики и наших уважаемых СМИ. А через несколько дней выставка закрывается, и по этому случаю запланирована большая пресс-конференция. Вот тогда я отвечу на любые ваши вопросы. А сейчас благодарю вас. Губите живопись, не забывайте славу великого Гетте. Живопись самая доступная и удобная из искусств. Благодарю вас. Спасибо. Спасибо. Геннадий Николаевич, прошу прощения, разрешите представиться? Сотрудник научного отдела Никита Добрынич, а это наш новый куратор выставки Алиса Погребняк. Я не знал, что куратор поменялся. Слушайте, респект вам. Вы так круто с журналистами общаетесь, просто турбо. Вы сказали, это кто? Новый куратор. Да, мы же только что познакомились. Я куратор. Ну что ж, очень приятно. Вау. Ой, простите, как всегда, не вовремя. Ну что ж, здесь и других кураторов не нашлось. Не нашлось. А вы что, сомневаетесь в моей комплекции? Нет, совершенно не сомневаюсь. Простите, она хотела сказать компетентности. Никит, я сама разберусь. Извините. Вы знаете, а про Босхарта мы вообще в курсе. И про копии ваши, и про подлинники. Серьезно? И про копии? Вы попытки. Ой, простите, не дают про искусство поговорить. Понятно. Так может быть, нам встретиться, так сказать, в неформальной обстановке и поговорить при отключенных телефонах? Без галстуков, да? Ну что, прикольно, я не против. Кстати, вы знаете, что на Тверской? На Тверской сейчас отнесся в замечательный инстанч. Да, вы что? Да, как вы сегодня вечером. Ну, да. Детство, Кеш, это такое время, когда все желания исполняются. Захотел ты игрушку? На тебе, оловянного солдатика. Булочку захотел сладкую? Вот тебе булочка с творогом. Животинку захотел? Вот тебе ослик с ушками, а? Вот мы с тобой детство-то их вспомнили. Как тебе удобно? Как бы тебе сказать, чтоб не обидеть тебя? А ты, говори, ты меня не обидишь. Я ведь такой же упрямый, как это животное. Пока своего не добьюсь, с места не сдвинусь. Так что ты там мне про мою картинку рассказывал? Фуфло, это картина рыбинская. Понял? Так что зря ты меня 25 лет за кадык держал. Чистая перед тобой выходит. Эх, Кеша. Я что, по-твоему, на осла похож? Мне без доказательств твои слова пустой звук. А я у тебя инструмент для чего брал, как думаешь? Не знаю. Может, тебе консервы нечем было открыть. Знаешь, я тоже вроде на осла не похож. Я нашего боскорта перевернул наизнанку. Копия. Понял? Копия. Да? Интересно, а где же оригинал? Оригинал? Оригинал в Венеции сгорел. Вот тебе копия писем, прочтешь на досуге. Ах. Копии. Как жить, Кеша? Пизде кругом одни копии. Ах, Гена Рыбин, Гена Рыбин. Где у людей совесть, у него сзади карман топорщится. Ну как за такое не наказать? Обязательно наказать надо. А? Слушай, я в твои дела перемешиваюсь. У меня свой интерес. Я закрыл свой должок или как? Постой. Постой. Ты сначала сделай так, чтобы я своими стариковскими глазками, недоверчивыми, все, что ты мне тут рассказал, увидел. Приходи на закрытие выставки, там все откроется. Что откроется, Кеша? А то и откроется, что теперь любому интеллигентному человеку будет впадло выставлять свои картины в одном вернисаже вместе с Рыбином. Понял? Умеешь ты красиво говорить. У меня так никогда не получалось. Стоп. Так. Погоди. Ты куда ты? Ну растяни удовольствие. Я попрошу клоунов, они потом тебя до метро подкинут. Спасибо тебе большое. Как-нибудь сам. И потом, знаешь, что-то детство твое довольно жестковато. Чао. Конечно, отсюда. Ну что, ребят, поехали. Сергеич! Ой, мы прибыли. Майя Павловна приехала с приездом. Как добрались? Спасибо. Хорошо добралась. Гостиницу вон привезла. Ой, здорово. Здорово. А мы тут, видите, извините, я сейчас. А что это с ним? А что с ним? Да вообще как неродной. А с какого боку он тебе родной-то? Вообще, да. Ну что, Маш, как обычно, жить будешь у меня. Хорошо. Давай я сейчас приберусь быстренько. Давайте мы с вами выйдем во двор. А мы что, опять на вы? Ну-ну-ну-ну-ну-ну. Маш, тебе большую подушку или две маленьких? Я вам все объясню. Большую, Вась! Я? Большую! Тебе такая пода... Я сейчас передам все. Ничего, что-то непонятного. Маш, собралась, приехала как дура. Ваське сказал, что на рынок, а на самом деле к тебе. Я очень рад, Машка, что ты приехала. Только я Васе не сказал, что я у тебя был. Ты ему не сказал? Почему? Ну... Ясно, ну по пятнему пошел. Точно-точно, как мой пожарный. Господи. Да что ж мне за мужики-то попадаются? Маш, ну как я ему это скажу? Ну сама посуди. У тебя брат, между прочим, больной на всю голову. Он потом с пистолетом по всей Москве за мной гоняться будет. Да, Вася у нас странный. Вот я тебе об этом же. Он меня всегда слушался. Давай я ему скажу. А сердце? Что сердце? Васина сердце. Слабое, больное. Нет, Вася у нас всегда на голову слабенький был. А сердце-то у него, дай бог, каждому. Голова-то у него хроническое. А вот сердце вновь приобретенное. Маш, давай, знаешь, постепенно мы его будем ошарашивать. Хорошо? Машенька, приехала. Здравствуй, Лиза. Здравствуй. Зайди ко мне, поболтаем. Сейчас, ага. Ну что ж, я Васину сердце поберегу. Только и ты не забудь, что оно у меня есть. Я помню, Маша, помню. Я тебе такое расскажу. Для меня сюрприз, а для тебя так вообще. Маш, ну. Так, это о чем вы сейчас там шептались? С кем? Ну, хватит дурочку-то валять мне. С Марией. С полной? С полной, с полной. Какие у вас там секреты? Да никаких секретов. Просто встретились, поболтали все. О чем? Ты о погоде, о здоровье. Посочувствовать ей надо было. А чего это? Ну, повезло ей в жизни. Брат у него психом оказался. Твою дивизию, Киша. Давай уже, говори прямо. Чего у вас с Машкой общего? Ничего, кроме тебя. Ну, тут уж ничего не поделаешь. Терпеть придется. Проходи, Анатолий Михайлович, проходи. Очень рад. Даненька мы с тобой не встречались. Вижу, ты удивлен. Ну, да. Я-то уж думал, что вы меня того самого списали, как неисправившегося. И с кадрами не разбрасываясь, тем более ценными. Держи. Да вы же знаете, что я не курю. И не надо. Это не курить, это чувствовать надо. У тебя в руках сто баксов, которые еще и пахнут. Вот. Именно так. Ну, насколько я понимаю, опять Бочкин того самого проявился. Молодец, Бруньков. Сразу все понял. Проявился, но не он мне нужен, а Вичдок. Двадцатилетней давности. Ну, постараюсь, конечно. Будь здоров. Спасибо. Но никаких гарантий, что смогу. И вообще не факт, что этот Вичдок сохранился. Может, его давным-давно уничтожили. Вы же знаете, какой у нас бардак. Бардак. Знаю, поэтому ты и дослужился до подполковника. А если не будешь меня горчать, никогда не будешь майором. А горчишь, капитан, и уйдешь на дебель. Да не чести ты. А то действительно звездочки подлетают. Тетя, Маша, а папа вкусно готовит, да? Да не то слово. Иннокентий Сергеевич, положите-ка мне вашего фрикассе. Фрикассе, конечно, с удовольствием. А че это ты так подорвался-то? Не надо, я сам наложу. На, Маша. Ой, сальто попробуйте. Вообще тает во рту. Да, тетя Маша сама коптила. Повезет тому мужику, кто на такой хозяйке женится. Какому мужику-то? Это я так просто сделаю. Чисто гипотетически. Вот-вот. Ну а что ж мы сидим-то? Давайте выпьем. Вот, правильно. К свадьбе! Если крест-накрест, кто-то женится. Примета такая. Кто женится-то? Лиз, тебе дай волю, ты всех тут нас переженишь. Пусть, давай выпьем. Правильно, Кеша. Чокнулись, пьем. Примета такая. Кстати, а ты ведь нам так и не рассказал, Кеша. Как ты съездил-то? В Рязань или куда ты там ездил? В Рязанской области. А что там, господи, рассказывать-то? Я там был все ничего. О, примета. Кто рукой смахивает со стола крошки, выйдет замуж за лысого. Тебя послушать, так любой чих к свадьбе. Пап, ну что за новости? Мы же договорились, курим на улице. Ну вы мне сейчас еще скажите, что курить за столом 10 лет замуж не выдержишь. Вась, ну мы договорились. Давай. Да. Ну ладно, ладно. Все, налетели. Анастасия. Выйди на минуточку, мне с тобой поговорить нужно. А что здесь поговорить нельзя? Поговорить можно, покурить нет. А я хочу и то, и другое. Так про что ты со мной хотел говорить-то? Ну-ка, иди-ка сюда. Тебе ничего не кажется? Ты про что? Ну там Маша и Накеша. Что, как думаешь, как они друг к другу относятся? Очень хорошо относятся. Нормально относятся. Так нормально или очень хорошо? Нормально, папа. Да? Как думаешь, чего это она вдруг так приехала-то? Да я откуда знаю, ты у нее спроси. Неудобно. Я и подумал, может ты что-то знаешь, чего я не знаю. Ну ничего, я такого не знаю. А может папа знает? А он откуда может знать? Кто? Папа твой. Не знает он. Откуда? Так я тебя и спрашиваю. Откуда? Да ниоткуда ему знать. А ты что, не рад, что она приехала? Да рад я. Рад. Странно все это. Что это? Она же говорила, на рынок приехала. Недавно же была. Она что там, всю живность в своей деревне на сало перевела? Да я-то откуда знаю. Знает. А получи-ка ты своячка от старичка. А не-не-не, эту гадость я не пробую. Силен, силен, Илья Афимович. Да ну, совсем сил не осталось. Ну, не наговаривай на себя. Я тебя что, пригласил-то? Предложение у меня к тебе. Геннад, я же не девка. Мне предложение делать бессмысленно. Все шутишь. А у меня реально деловое предложение. Так сказать, от коллекционера к коллекционеру. Ты, помнится, как-то хотел моего Босхарта купить. Так я согласен. 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 Только учти. Я в Думе не сижу. Нефтянкой не торгую. Фир. Бедный я, Геннадж. Бедный. Ты, Илья Афимович, в бизнесе не первый год. Цены, знаешь, миллион. Ой. Это уже с учетом твоей бедности. Фух. Значит, решил расстаться со своим сокровищем, да? Погоди, а как же твоя коллекция? Ну, коллекция, конечно, уже будет не та. Но, дружба с тобой, мне дороже. Ну, так как, по рукам? Конечно, предложение заманчивое. Но ведь сейчас такая жизнь. Жизнь, а? Жулье кругом. Ведь каждый норовит наколоть тебя, твари. Ой. А поделок сколько? Тьма. Гена, тьма. Так что, без серьезных доказательств и гарантий, я твою картинку взять извини не могу. Янжищи-то какие. А, понятно, понятно. Так ее эксперты до выставки-то проверяли. М? Подлинность гарантирована. Оттуда же и заберешь. Ну, если гарантирована, тогда другой клинкор. Ну что, проиграл ты, Генаш, проиграл. С тебя газировка. До свидания, Иннокентий Сергеевич. До свидания, машина. Ты чего? А? Это что ж, значит, тебя не ждать, что ли, сегодня? А, нет, не жди. А, и что, дверь закрывать? Да, закрывай. А что так-то? Лиз, сегодня футбол уже сегодня ночью. По телеку показывают, да, прямой эфир. Я очень хочу посмотреть. Кто ж играет ночью в футбол? Темно же. Лиз, это у нас, понимаешь, темно. В Бразилии же все наоборот. Так что ж это получается? Ты опять, что ли, в гостиной на диванчике будешь ютиться? Ну, нормально. Да тебе нормально. А спина-то твоя как? Да ей тоже хорошо. Не переживай. Ну, ладно, я... Я дверь все-таки открытой оставлю. Ну, вдруг тебе футбол не понравится. Ну, не закрывай. Вдруг не покатится. Да. Звучит музыка. Звучит музыка. Я не вру, просто, ну, Иннокентий Сергеевич, он... Кто? Ну, в смысле, Мария Павловна, она... Настя, она по дому соскучилась и... Стоп! По-моему, дивизию! Стоп! Андрюш, ты чего? Настя, я с полиции. Поздравляю. Настя, меня твой папа засек. Какой он? Василий Павлович. Он что, сюда заходил? Нет, я выходил. Зачем? Настя! А я тебе говорила, не пей много кваса, всю ночь бегать будешь. Все, пошли. Куда? Наших спасать. Ой, Васенька. Где они? Кто? Я не понимаю. Не прикидывайся сейчас, Лиза. Мало того, что ты все знала, ты еще и собственного дома придон устраиваешь. Ты, Вася, ты чего это, а? Ты палп не перегибай. Я ведь тоже, я ведь обидеться могу. Ох, какие манежные-то. Я тебе даю ровно минуту на выдаче этого похотливого козла. А ком это ты? Вася, я что за намеки-то, а? О нем! Васенька, милый, успокойся. Ты сядь, а? А я тебе чаек успокаиваю. Не надо мне делать сейчас никаких чайков. И идиота из меня делать тоже не надо. Ни сейчас, ни потом, никогда. Ладно. Ладно. Никто из тебя никого не делает. Хочешь правду, пожалуйста. Это Маша меня попросила приютить их по женской дружбе. Вась. Ну ладно, Машка, не все-таки. Потому что я уверен, этот изврачень сей мозги запудрил. Это я точно знаю. Они там? Там никого нет. Значит, они точно там. Ты что ты, я тебе говорю, не смейте сказать. Вы шли. Лиз, вы дома? Можно к вам? Что ты, я? Ну, перебудил всех. Молодец, давай. С твоим папой уснешь. Вечным сном. Спасибо, Настя. Спасибо тебе, дочка. Вот от кого я не ожидал, от тебя я точно не ожидал. Пап, да успокойся ты. Ничего страшного не происходит. А то, что любимая дочка папе врет, это нам уже не страшно, да? Что ж ты, зятек-то будущий, ты тоже знать все знал? Нет. Ну, меня просто попросили. Что попросил? Фамилия. Ну, Иннокентий Сергеевич попросил, когда я его от Марии Павловны забирал. Что ж ты мне сразу-то не доложил об этом? Я докладывал. Значит, мало докладывал. Пап. Полчи сейчас. Я только старше тебя позвоню. Ты обязан был меня заранее повечать об этом. Пап, да ну отстань ты от него. Ему и так тяжело двум отцам угодить. Что ты, ну что ты, а? Ну, перестань, успокойся. Не горячись ты так. Мазенька. Отойди от меня сейчас, Лиза, от греха подальше. Я говорю, ты виновата. И ты виновата. И ты виновата. Все виноваты. Ну, все против меня. Я говорю, не дом. Клубок змей какой-то. Гадюшник. Затихни, Вася. А ну, оставьте нас на пять минут. Мне с Васей поговорить надо. По-родственному. Тетя Маш, мы все равно на крыльце подождем. Я сказала, по домам. И сняли тему. Чего шумим? Маша. Исчезни, Иннокеша. Я сама разберусь. Ну. Чего шумим, спрашиваю? А? А думаешь, не из-за чего? Закрой рот. Ты что здесь устраиваешь? Это что за ночные истерики? Закрой рот. Или, может, забыл, кто из нас постарше будет? Так я напомню, как я пластмассовым корабликом по башке твоей глупой лупила. Соскучился? Могу повторить. Если не корабликом, то вон, сковородкой, чтобы память побыстрее вернулась. Я просто, Маша... Я в твою личную жизнь не лезу, и ты в мою не лезь. Мои отношения с Иннокешей, мое личное дело. Ну, могла хоть сказать бы. А можно я сама решать буду, кому что говорить, а про что промолчать? С кем и как себя вести? Тоже разберусь. Спокойной ночи. И сняли тему. Маша! Да иду уже. Иду, Иннокеша. Иду. Вася! Зайдешь? Василий Павлович, там в музее что-то случилось. Вась! Что случилось-то? Да я знаю. Два часа восемь минут, поступил сигнал на путь. Сработала сигнализация. Картина на месте? Картина на месте. Следов посторонних в зале не обнаружено. Перед сколько времени вы прибыли? 42 секунды. Сначала подумали, что вы опять решили проверку устроить. Потом к людям вас нет. Решили информировать, мало ли что. Ну, это правильно, молодцы. Ну и как? Нет, вроде все нормально. А сигнал почему был? Ну, это бывает. Бой системы. Я благодарю всех за бдительность и оперативность. За мной. Проспал. Сколько время? Десять. Как десять? Я же тоже? Слушай, мне сегодня всю ночь такая ерунда снилась. Как будто я за тобой слежу. В смысле, за Бочкиным. Ну, Иннокентий Сергеевич, он в тебя переоделся. Ага. Вот, уходит. А я достаю пистолет. Спасибо. А он из сала. И я его боюсь съесть. И думаю, если я его съем, как же я преступников-то ловить буду? Это все вчерашняя ночка, Андрюш. Ну да. А ты-то когда бежишь? Да я в архив хотел заехать. Утром в десять. Ну, теперь придется позже. Это да. Теперь позже. Нет, чтобы мне приснилось, что я прихожу на службу, а я там никому не нужен. Это почему это? А потому что детская преступность в стране закончилась. Андрюша. А? Проснись. Ага. Настя, где носки? Вот. Давай. Ура, сэр. Вася, ты ночью так вскрикивал. Приснилось что? Что, громко кричал? Блин, такая дрянь приснилась. Ну, будто кто-то стучится. Я, значит, дверь-то открываю, а на пороге барсук. Барсук. Ну, что ты ржешь-то? Я тебе говорю, здоровый барсук. Барсук. Умысый, вот как Бочкин. Ну, в руке, ну, в лапах, в смысле, букет. И он их тычет. И поет что-то. А я, Вась, не про себя думаю. Ну, барсук, а поет-то здорово. Вот к чему? Ой, Вась, барсук хорошо. Барсук это к победе над трудностями. Вот у меня их в последнее время накопилось. Тут этих барсуков в хор должен присниться. Ну, что-то накопилось. А что ты сам устроил? В смысле? В смысле. Ну, это тебе, Вась, с Иннокентием Сергеевичем то помириться, а? Думаешь? Уверена. Давай вечером. Каких вечера? Вась, иди так сейчас. Ну, а если бы мне вот не барсук, а лось бы приснился? Да хоть слон. А мириться надо. Ну, что, вот прямо сейчас, что ли? Я могу позавтракать хоть раз в жизни? Да завтракай, кто тебе мешает-то? Давай сметанночки. Доброе утро. Доброе. Садись с нами. Завтракать будешь? Спасибо. А то я, смотри, блинчиков каких нажарила. И Накиша будешь еще? Буду, конечно. Вот. Вкусные? Очень. Ладно. Приятного аппетита. Давай за ним. Чай потом допьешь. Сейчас помириться надо. Да, ты тоже, ты же, он. Надо. И все, сняли тему. Давай. Пошел. Ай. Что, другого места нет во дворе? Я хочу предупредить тебя сразу. Я отсюда не уеду. Да, черт с тобой, живи. Только угрожать не надо. Пуганный. Я что угрожаю, я просто сказал, живи. Спасибо. Отцы, привет. Как спалось? Замечательно спалось. Мне тоже. Ой, а я проспала. Вы мне сегодня снились? Оба. Как будто мы летим над землей. Руками так сцепились. А вокруг облака. И во сне вот такие любимые. А, ладно. Пора мне. До вечера. Вася. Мм. Я Машу люблю. И она мне тоже. И это серьезно. А что, вот сразу сказать по-человечески нельзя было? И снова здравствуйте, господин Рыбин. Да вы что думаете, не знаю, чем занимается мой сын? У меня, знаете, сердце, оно подскажет. А вот вы предвзято относитесь к моему мальчику. Игорек, чисто невинный ребенок. Ангел. Хорошо. Вот здесь только, пожалуйста, распишитесь, что воспитательная беседа была проведена. И забирайте своего ангела. Беседу он проводит. Да вас самого надо воспитывать и воспитывать. Где мой сын? Вот адрес. Четвертый метовый трезвитель. Город Балашин. Да знаю я, знаю. Ну что, капитан, может чайку в себя-то прийти после трудов праведных? Да хорошо бы. То есть не каждый день с пьющим ангелом дело-то имеешь. Да уж не говори. Ага, держи-ка. Давай-ка шоколадками. Родители тащат всю дорогу. Сижу тут как секретарша какая-нибудь. Слушайте, как вы тут работаете, а? Ведь никаких нервов не хватит. Да, я уж привыкла. А вот тебя каким ветром занесло? По зову сердца. Понятно. Ну а если честно? С оперативки сняли? И вообще, здесь дело семейное. Че? Не у того генерала дочку украл? Да нет. Не у того атамана коня увел. Ну и кто тебя так? Подполковник Бруньков. Да ну. Брунек. Аллергический наш. А вы что, его знаете? Да уж, знаю. Толик Брунек. Никогда бы не подумала, что он до подпола дочихает. Ведь его после школы милиции даже на оперативную работу не брали. Так и торчал в музее охранником. Ну, пока там сверху не сжалились и в хоть сейчас его не забрали. В каком музее? Ну что? Давайте подведем итоги. По всему ясно, что картины из запасника сперли Рыбин и Бруньков. Пока первый, как начальник. Составлял каталог, кто совершенно случайно не упомянул пару-тройку картин. А второй, как охранник, помог эти картины вынести из запасника. Типичная кумовская мутка. А теперь еще этот дупак сопливый хочет меня закрыть. Надо этих двух гадов в детскую комнату милиции на пару лет сдать. Мелко берешь, капитан. Теперь этих двух чушканов по полной навзрослят, поднимут. И придется им в крытке рога мочить по десятке на брата. Пап, ну давай без фени, я еще культурный человек. Держи. Прости, вырвалась. Кеш, ты действительно солиди немножечко за собой, ладно? Ага. Дочка все-таки с тебя пример берет. Ага. То смотри, если Маша так не собирает свою деревню, я ее попрошу, чтобы она занялась твоим воспитанием. Ну, я в с удовольствии. Так, давайте еще раз проговорим, кто что делает на пресс-конференции. Давай. Я рассказываю историю о копии. Естественно, народ требует показать изнанку картины. Ну, так и что ей покажем? Что нам скрывать-то? Потом я рассказываю о каталоге и доказываю, что именно эта картина была украдена из музея. Ну, Наська, ты себе все забрала. Нам чем-то оставь. Да, вот я, например, могу. Тоже. Да уж ты можешь. Вы только что слышали. Рога мочить. Понятно. Говорить буду я. Это почему это? А потому что бывшему менту народ быстрее поверит, чем бывшему зэку. Спорно. Так, а я-то что буду делать? Ну, на тебя самая ответственная часть. Будешь следить, чтобы Рыбин не успел сбежать до появления опергруппы. У меня не уйдет. Ну, в смысле, я постараюсь. Ты ему доверяешь? Ну, а что делать-то? Успе семья. Итак, мы начинаем нашу пресс-конференцию. Прежде всего, хочется поблагодарить Геннадия Николаевича Рыбина за то, что он доставил нам эту счастливую возможность увидеть это замечательное полотно. Не надо, не надо. Спасибо, конечно, но я просто выполнил свой долг гражданина. Хотя и пришлось побороться с коллекционером в себе. Вы наверняка в курсе, что, как правило, владельцы шедевров стараются не афишировать свои богатства. Но я повторюсь, я не мог не поделиться с общественностью счастьем лицезреть. Это удивительное произведение. Спасибо. Спасибо вам, Геннадий Николаевич. Это вам спасибо. Я благодарю музею в лице его замечательного директора за прекрасную организацию выставки. Я принял решение, непростое, но, думаю, необходимое. Я решил продать картину, передать ее в руки, надежные и достойные. Неожиданности. Я могу вас заверить, что наш музей сделает... Покупатель картины, мой, да, мне знакомый, прекрасный коллекционер и тонкий ценитель живописи Илья Ефимович Черных. Ну, а сейчас, как я и обещал, я отключу на все ваши вопросы. Разрешите, пожалуйста. Научный сотрудник музея Анастасия Тучкова. Во время работы по организации выставки нами были обнаружены уникальные письма Босфорта. Довольно странно слышать о таком с позволения сказать открытие от сотрудницы музея, которое, как мне казалось, компетентно. Те, кто серьезно интересуется творчеством Босфорта, знают об этих письмах, и я не исключение. Я просто хотела уточнить, что в этих письмах суть идет о... Об искусной копии вот этой самой картины, созданной учеником Босфорта. От подвидника она отличается подписью художника. На оборотной стороне холста. Ну что ж, теперь я готов доказать, что у меня, а теперь у Евгения Ефимовича, не копия, а именно оригинал, счастливо сохранившийся после пожара в Венеции. Прошу. Ну что ж, теперь я готов доказать, что у меня, а теперь и у Евгения Ефимовича, не копия, а именно оригинал, счастливо сохранившийся после пожара в Венеции. Прошу. Субтитры создавал DimaTorzok АПЛОДИСМЕНТЫ Соворачивайся. Что происходит? Пресс-конференцию сворачивайся. А, да. Дорогие друзья, дамы и господа, наша пресс-конференция закончена. Илья Ефимович, один вопрос. Ой, не люблю я, Милочка, на вопросы отвечать, правда. У меня на этот случай специальные ребятки есть. Вон, попытай их, может, они тебе чего толкового-то и расскажут. Ну что, Кеш, не твой сегодня день. Пошли. Нравится? Не зря я ее 25 лет хотел. Четвертак. Это ж срок, Кеш, ты-то это знаешь, а? Знаю. Только объясни мне, убогому, про какие такие копии ты речь держал, м? Я не здесь, не здесь. В гости тебя приглашаю. К себе. Сегодня. Сейчас. Вот там мне все в деталях ты мне и растолкуешь. С семьей, простите, можно? Ну, че уж нельзя. Семья же не виноват, что ты такой урод оказался. Спасибо. Я не понимаю, как такое могло произойти? Мы же были уверены, что это копия. Копия полтора миллиона не стоит. Чего полтора лимона стоит? Картина. Один миллион пятьсот тысяч. Странно, мне говорил два. Кто говорил? Че ты спросила? Я говорю, кто говорил? А, Гена, коллекционер. Я ему рассказала, что в письмах в этих написано про копию. Ты что, ему рассказала про письма? Ну, да, че такого-то. Когда? В ресторане. Алиса, позволь, в каком ресторане? Слушайте, ребята, меня Рыбин в ресторан приглашал. На Тверском бульваре такой крутой ресторан, там оркестр лобает в париках. Пыльно, но прикольно. Алиса, ты знаешь кто? Дура! Настя, прошу прощения, но заявление подобного рода абсолютно неуместное сейчас. А ты попроще скажи, сама дура, Настя. Угу. Угу. А кто завидует, пусть по столовкам шарится. Пойдем, Никитос. Алиса, не прими это за контроль личного пространства, но от кого на этот раз? Герхард нарисовался. Герхард. Я думал, у тебя с ним все. Любимый, ну у меня с тобой все. А с ним у меня не просто все, а Алис капут. Сидя, есть ли? А? О! Чувствую. Так надо, Вася. Я гений. Предположим, только обнимать-то меня не надо. Стой спокойный и не дергайся. Знаешь, кто нарисовал эту картину? Этот? Боскарт ваш? Я. Это та самая копия, из-за которой Репин меня на кулкан взял. Канава у него и должна была быть. А я ее забрал. Перед тем, как пошел Рыбина подламывать. Хотел повесить ее вместо настоящей, чтобы никто не заметил. Хороший художник оказался, да? Уверен? Да нет, гениальный просто. Да я про картину уверен, что это она. Да что же, я свою руку, что ли, не узнаю? Ну, а когда я засыпался, картина пошла, как вещдок. Понятно. А дружок Рыбинский, сопливый, ее из архивов и достал. Так что вот так вот, Вася. Пойду я отдавать Репинский должок, с Настей простишь сам. Да ты кто-то, Палыч, Палыч, ты что? Это я так для видов. А ты-то какие-то намерения не имеешь, Палыч. Заткнись. Терпи. Репину ни слова, понял? Да он меня в асфальт закатает, если я ему отмазон не выставлю. Не закатает, он сволочь любопытный. Детали захочет узнать. Какие детали? Гениальный план. О, воркуют, как голубки по весне. Ну что смотришь, дочка? Налицо кризис среднего возраста. Чего? Я? Аккуратненько, аккуратненько. Вот. Вот. Ну-ка, Кеша, нравится? А если скажу нет, уберешь? Не можешь ты за других радоваться. Ладно, садись, Кеша. В ногах, правда, нет. Спасибо, постою. Ну, я не прокурор. Раз сказал садись, отказ не хиляет. Дернешься, кадык вырву. Что ж ты меня кидаешь, Кеша, а? Нельзя так с дедушкой Репиным, нельзя. Ты кидал, я тебя лично эту подпись видел. Потому и не стал картину забирать, что понял копии это. Ну, ладно. Пой, Кеша, пой. Только не фальшив. Не фальшив. Ну, то, что кинули тебя, это факт. И я, Рыбин. А мне, сдается, ты задницу свою спасаешь. Да? И на гену стрелки переводишь. Ну, давай, давай, давай. Убеждай меня, убеждай. Копия с подписью осталась у Рыбина. Значит, там копия и тут копия, да? Тьфу, запутался я с вами, с обоими. Как раз все очень просто получается. Это тебе просто. Тебе. А я должен своими глазками убедиться. Так что поди и ту картинку, что у Рыбина осталось, сюда принеси. Ну, принесу. И принеси. И принесу. И принеси. Время нужно. Время. Где я и где то время? Неделя. Неделя. Больше не дам. Василий Павлович, мне надо с вами очень серьезно поговорить. Не о чем мне с тобой разговаривать. Товарищ подполковник, прошу ввести меня в курс предстоящей операции. Какой операции? Василий Павлович, ну, в конце концов, я офицер, и почти что ваш родственник. Вот Иннокентий Сергеевич бы на вашем месте. Иннокентий Сергеевич твоему место в местах не столь отдаленных уже заказано. Ну, пожалуйста, а. Папа, у нас в доме какие-то люди. Стоять, капитан, для прикрытия. Добрый день. Подполковник Тучков. Чем могу? Подполковник? А где капитан? Какой капитан? Березкин Андрей. Его сейчас нет. А Настя? А вы, собственно, простите, кто? Отец. Какой отец? Еще отец? Позвольте, ну, я-то... Папа. Чей папа? Мама. Какая мама. Андрюша. Сынок. Папа. Знакомьтесь, это мои родители. Наталья Николаевна, запомнить очень легко, как Гончарова. Профессор Петр Андреевич Березкин, запомнить еще легче, как Вяземский. Очень приятно, Василий Павлович. Прекрасно. Как Аксенов. Мы с таточкой стараемся всех запоминать по ассоциациям. Мы сына назвали Андрюшу, чтобы Андрей Петрович получился. В честь Ершова. А, это который конек-горбунок написал. А, да. Это мы читали с дочкой. Профессор Ершов, основатель Сибирской школы информатики. Ну, в общем, вот. А это моя Настя. Познакомьтесь, это мои родители. Настя. Очень приятно. Настя. Очень приятно. Так что же мы стоим? Это же замечательный повод. Сейчас мы свистнем наших женщин, накроем на стол и познакомим все поближе. Настя, за мной. Извините, пожалуйста. Я сейчас. Так здорово, что вы приехали. Андрюша, а что, в доме еще есть женщины? Да, мам. Да еще какие. Это такая замечательная семья. Сынок, а Насте нравится, что ты милиционер? Главное, что мне нравится. А Насте нравится, что я, это я. Ну, а вообще, как в службу, сынок? Отлично, пап. И в сравнении с наукой есть одно очевидное преимущество. Так, интересно, какое же? Не я один понимаю, чем я занимаюсь. А у нас радость большая. Андрюшины родители приехали. Очень приятно. Очень приятно, да. Березкин Петр Андреевич. Наталья Николаевна. Гучкин Иннокентий. Очень приятно. А Иннокентий это у нас кто? Анинский. Да. Нет, Анинский это Федорович. А я Зин Сергеевич. Ну, мне приятно, что, наконец-то, ваш сын и моя дочь будут вместе. Ваша дочь? Да, моя дочь. Вот это. Ну, конечно, это. У меня нет другой дочери. А вы, простите, кто? А это отец Насти. Да. Василий Павлович. Как Аксенов? Мам, пап, я сейчас все объясню. Понимаете, сначала Иннокентий Сергеевич был папой Насте, а потом его... А потом, а потом он вынужден был уехать, и моим папой стал Василий Павлович. А потом Иннокентий Сергеевич вернулся, и вот теперь у меня два отца. Иннокентий Сергеевич, может быть, выйдем на минуточку? Конечно, Василий Павлович. Ну, что? Сказал? Сказал. Что сказал? Сказал, что должен украсть копию Рыбина и отнести ее Рыбину. Так, отлично. Каким образом собираешься это сделать? Я? Твоя же идея. Что, ответственности испугался? Только не надо на пон брать, начальник. Надо, значит, сделаем. Ситуация стандартная. Стандартная ситуация, Киша. Когда картина на месте, и ты на зоне. Ничего, думаю, на третий раз повезет. Тебе вряд ли. Сам пойду. О! Ну, поздравляю, Василий Павлович. Я так понимаю, на этом срастание криминала с органами правопорядка можно считать завершенным. Ну, иди, иди, иди. Если тебе твоя баланда кажется слаще моих профитролей. Давай. Я, между прочим, профессионал высочайшего класса. Да-да. Тут профессия у тебя по ту сторону забора. Вместе с рыбинскими охранниками. Которых у того, как у дурака фантиков. Слушай, художник. А вот ты можешь скульптором стать? Могу. Если надо. А что? А вот тогда рыбинские охранники нам не помех. Не понял. Позже объясню. Что-то ты темнешь, Вася. Что-то сомневаешься, что ты темнешь? Нет, уверен. Засыпешься ты, мент. На первом же шокере. Засыплюсь? А вот это мы сегодня и проверим. Ларек подломить решил? Ларек подломить? Это для таких лохов, как ты. Это дело гораздо серьезнее. Вот. Лискин дом брать буду. Она сейчас купила итальянские плитки. У нее на подвале столько замков понавешано. Вася. Вася. Я же всегда говорил, Вася. Ты мент только сверху. А под погоной у тебя наша воровская родная душа. Вася. Как же ты так близкого человека не пожалел, Вася? Близкий, значит, поймет. И все. Сегодня же ночью. А что сегодня ночью? Так, слушай, капитан. А тебя вот твои интеллигентные родители не приучали в детстве не подслушивать? Там вас Елизавета Александровна спрашивали. А вас, Марья Павловна, к столу просили. И ничего я не подслушивал. Ладно, Кеш, пойдем. А то сейчас крику будешь. Да, двойная доза. А по поводу Лизы, ты правильно решил с нее начать. Молодец. Молодец. Продолжение следует... Хорошо-то как, а? Я вижу, вам тоже не спится. Я вот решил проветриться. Такая ночь. Да, ночи у нас. Вот дни бывают как-то они. Не очень, а ночи, да. А воздух-то какой. Вот прям вдохнешь и сразу сон клонит. Попробуйте, вдохните. Хорошо. Вы извините, Василий Павлович, я, может, в чем-то не разобрался, но мне кажется, моему Андрею повезло, что у него будет сразу два тести и ни одной тещи. Ну, это не факт. Может быть, и две тещи сразу. Вот это хуже. У вас гитарки, случайно, нет? А что, посидели в дворе, тихонечко попели, а? Да я с удовольствием, но просто спешу. Вещицу одну забыл, вот хотел забрать. А если... Помаленько? У меня таточка. Замечательный настойчик готовит. Чистый спирт, дистиллированная вода и чесночок с перцем. Ну так, за знакомство и... Да мне на работу. Да вот ведь вкрутить хотел. Ну чё ж, ну, темнотаж кругом. Знакомый аппарат. Я помню, мы в строятряде точно таким медпункт взламывали. Йорк срочно понадобился, да? Да нет, спирт. С чесночком, говорите, да? Пройдёмте на кухню. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, тоже мне ещё здесь Шарлок Холмс нашёлся. Молодой ещё. Почему не профессионал? Мотивируй. Ну, смотрите, как тут всё разворочено. Ну, профессионал стал бы фомкой работать. Значит, ему времени не хватило. Что значит, времени не хватило? Ночью? Значит, помешал кто-то. Кто помешал? Мало ли, полон дом народу. Вот не то что украсть, здесь в шагу шагнуть невозможно. Одни родственники. Чего мне теперь делать-то? Милицию, что ли, звать? Зачем нас вызывать, Лиза? Мы здесь уже. А-а-а, плиткость, господи. Я за инструментом. Сынок, я вижу, какая у тебя сложная работа-то, а? Да. Конечно, без знаний открытий Людвига Больцмана жить-то можно. А вот со взломанной дверью, это вряд ли. Ну вот, а вы были против. Накетя Сергеевич. Да. Простите, а здесь что? Криминальный район? Да нет. Здесь вообще всё было тихо, пока вы не приехали. Пять. Пойдём, Аночка, пойдём. Пойдём. А это всё, Вася. От того, что у меня в доме мужика нет. А я кто? А я не знаю. Ведь просила. Ну, давай поженимся, вместе жить будем. Да они что, отказываются, что ли? Мы же договорились, сразу после детей. Что, с дверью-то надо что-то сделать? Один раз пришли, значит, снова заявится. Да не заявится, спугнул их кто-то. Говорю, придут. Кто из нас в доме в органах служит? Да что толкнут от твоих органов? Не митингуй, Лис, я тебе сигнализацию поставлю. Так и надёжней будет, да и посложнее для тех, кто опять сунется. О, дом Тучков. Собственные персоны. Ты разбил мне сердце, Вася. Я тебе чью и морду разобью. О, как. Ты лепить закончил? Не лепить, а ваять. Это не скоро, начальник. Это вам не двери по ночам соседские с корнем выламывать. Да ладно. Если бы не сваться своей чесночной, я бы... Ага, вот-вот-вот. Я бы, где бы, как бы. Выходит, моя правда. Нечего тебе со своими ментовскими приёмами в наш честный воровской мир соваться. Сегодня ночью я банкую. Может, сказал, к тебе люди какие-то приходили? Кто? От Репина приходили. Срок мне сократили. Копия им срочно нужна. Понял. Берёзкин, Тучков говорит. Значит так, слушай сюда, капитан. Товарищ подполковник, разрешите войти. О, какие люди. Берёзкин, проходи. Ну что, Берёзкин? Насколько я понимаю, ты со своими малолетками того самого покончил? Товарищ подполковник, я виноват. Был неправ. Больше не повторится. Верните меня на оперативную работу. Пожалуйста. Малолетки не мой профиль. Это ещё цветочки. Откогда эти карлики с каникул вернутся? Вот тогда вешайся. Товарищ подполковник. Я тебя предупреждал. Предупреждал. А ты не ценил, на каком месте работал. Всё в позу становился. Товарищ подполковник, я осознал. Я к вам не с пустыми руками. А ну, к чему? А теперь давай. Есть точные сведения, что Бочкин не успокоился и готовит ограбление Рыбинского особняка. Ну, 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 ну. Всё? Всё. Ну, это я об этом. А вы о чём подумали? Да я подумал, что мне этот Берёзкин... Интересно. Очень. Не-не, ты давай, давай. Продолжай. А чё тут продолжать, товарищ подполковник? Брать надо. Прямо на месте преступления. Ну, надо, возьмём. Товарищ подполковник, разрешите лично участвовать в операции задержания? Я подумаю. А для начала надо хозяина особняга предупредить. А пожалуй, нет. Пусть для него сюрприз будет. А то, понимаешь, начнёт нервничать. Утечка случится и кирдыксия операции. Это же мы с тобой профессионалы. Мы-то знаем, как это происходит. Так точно. Угу. Ну, иди. Берёзкин. Есть. Ай, берёзкин, берёзкин. Ты всё-таки только с малолетками работай. Спасибо за доверие. Проводим. Знаю. Проводим. 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 КОНЕЦ КОНЕЦ Штамарюга попался! А ну-ка выходи! Выходи! Матюшки! Матюшки! Слушай, сужу! Слушай, сужу! 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 Вы-то как здесь! Сужу! Что? Да людей не направляй! Сужу! 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 Ну, вот вы хотели попробовать, сработает сигнализация или нет! Ну, ты совсем жиля жверела! Ну, что, прожиткара! На людей капконы ставишь, что ли? Да я не на людей! Я, наоборот! Я в кино видела! И на Кирпича, извините! Не думала, что вы окажете! Ничего, ничего! Попор есть? Неси быстро! Матюшка, ты ему ногу что-нибудь будешь? Какую ногу? Пружину надо отжать! У меня руками-то не получается! Сейчас! Давай быстро! Сейчас! Я быстро! Что у вас тут? Маш, нормально все! Все нормально! Все нормально! Иди в дом! Это нормально! Все нормально! Это нормально! Айдам! Елена Кирпичичка, что с тобою? Что с тобою? Что с тобою? Это нормально все! Это кто же додумался до этого? Мама! Маска, чувак стоишь! Давай! Иди попадай! Я пробовал уже, я говорю, рычаг нужен, ну! Что случилось? Здравствуйте, доброй ночи. Елизаветы Александровны все-таки ограбили, да? Я же говорила, криминальный район. У нас вообще-то тихо здесь всегда. Сейчас мы его выстрекаем. А-а-а! Да, Киршин, ты не ходок. Ничего, ничего, к вечеру освоишься. Ну, это до сортира дома ты как-нибудь освоишься, а вот в ящик ты точно не поместишься. Слушай, ты можешь мне рассказать, что ты там затеялся этим ящиком, а? Операция Троянский конь. И кто у нас в данном случае конь? Коня не будет. Вместо коня ящик. На ящике... Карл Маркс. Посейдон. Да неважно. А вот в ящике должен был быть ты. А-а-а! Все! Ну, теперь уже невозможно. Конь-то хромой оказался. Не-не-не, ничего, ничего, ничего. Надо помещаться, у нас сегодня последняя ночь. Да в том-то все и дело, что последняя, Кирша. Знаете, в ящик-то придется залезать мне. Да лучше, чтобы ты в него сыграл. Всем бы спокойнее было. Мне нельзя, у меня дочь. А у меня что, петрушка на палочке, что ли? Надеюсь, ты ей-то не рассказал про нашу операцию? Не рассказал, нечего ей в наши дела влезать. А Березкин твой, думаешь, надежен? Не кинет, нет? Ну, это не в его интересах, потому как все-таки теперь дело-то у нас общее. Так, Андрюш, я не поняла, а ты куда собрался-то? Да я, мне тут, в общем, позвонили, у меня ночное дежурство оказывается. Где, в детской комнате? Ну да, а что, дети ночью тоже дети. Ты куда, Таточка? Ну, Петя, она же его бьет. Ну, Таточка, они простые люди, у простых так принято. Если бьет, значит любит. Да? За что? За то, что ты опять врешь, ты слово дал. Да ничего я не вру. У меня правда задание. Так, сядь. Сначала дежурство, потом задание. Где правда? Посередине. Андрюш, если ты мне врешь в одном, значит, в другом тебе верить тоже нельзя. В чем? В любви, капитан, в любви. Настя, что ты такое говоришь, а? Вот то, на что я сейчас иду, это ради тебя. Ради твоей, нашей семьи. Тогда говори, когда, зачем и с кем. Не скажу. Пока не скажу. Отцы, да? Ну, а ты-то сама как думаешь? Ей-богу, как дети. Ну, ты давай там, поосторожнее. Ну, видишь, Таточка, никаких оснований для волнения. А ты думаешь? Его больше бить не будут. Сегодня вряд ли. Чай попил? А? Я говорю, чай попил? Да, Лиза, спасибо. Давай собираться. Отмычки. Отмычки. Стетоскоп. Стетоскоп. Фонарик. Фонарик. Перчатки. 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 Ну, все. Вась, вот возьми еще. Что это такое? Ну, пригодятся. Я в кино видела. А это куда? А, все, спасибо, Лиза. Так, так. Прекращай мне сыр и здесь разводить. Все. Я пошел. Вась. Вась. Ты не думай. Я, если не дай бог, что, я ждать тебя буду. Весь срок. От звонка до звонка. А я-то дура думала. Вот оно, счастье. Всю жизнь ждала. А кажется, заслужила ведь, чтобы навсегда. Ведь человека хорошего встретила. А ну и что, что вор. Зато честный. Маш, перестань плакать, а ты мне и мешаешь. Все, 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 Иннокеша. Только ведь не я это. Они сами. Все текут, текут. Второй лист порча. А времени-то не осталось? Все, все, все. Не буду больше. Иннокеша. А может, ты мне лучше свой портрет нарисуешь? На память, а? Нарисую. Вот вернусь и нарисую. А вернешься ли ты, Иннокеша? Маша! Не буду больше. Не буду больше. Все. Может, тебе дорогу чего собрать, а? Да он сухарей ему лучше насуши. Давай, каторжник. Закрывай свою изостудию пора. Сам ты сухарь, Баська. У людей, может, последний вечер выдался, а ты... Пожалела овца-волка. Давай! Это кто овца? А? Так, Маш, народную мудрость сказал. Своей нету народную прихватил. Ты чего пришел вообще? Пора. 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 Значит, пора. Иди отсюда. Пусть Иннокеша дорисует. Пора же, говорю. И сняли тему. Вот так хорошо, Иннокеша. Отлично. Вот застынь так вот. Я начальник охраны. Очень приятно. А я груз ценный привез. Давай, звони своему хозяину. Говори, что заказ доставлю. Какой заказ? Ты времени видел сейчас сколько? Да мне времени твоего не жалко. Мне бы свое не потерять. Давай. Мы ничего не заказывали. Ты ничего не заказывал, а хозяин твой заказывал. А хозяин мой вообще в отъезде. Как в отъезде? А вот так. Да ты чего? Ага. А что я с этим? У меня бог в кузыре. Кто? Бог по сей день. Мужик, ты что гонишь, что ли? Что гонишь мне? Что гонишь? Читать умеешь, нет? Античная статуя бога по сей день. Посейдон, посейдон, а не по сей день деревня. Разгружай своего бога здесь. Завтра вернется хозяин. Скажет занести, занесем. А скажет выкинуть, выкинем. Слушай, командир, как шкарльно. Мне вообще по барабану где-то это чучело пристроить. Ты только вот здесь вот напиши, если отказался я заносить заказ в помещение. Ответственность за порцию полностью беру на себя. Дата, подпись. Я ничего подписывать не буду. Что, ты неграмотный что-то? Ну ладно, ты крестик поставь тогда. Хорошо. Надо было вскрыть ящик-то. Да? Ну давай, начинай. У тебя лишних миллион три найдется, нет? С чего это вдруг? А вон он, пломбу видал? Ну видал. Да. Вот ты ее вскрываешь, а потом что-нибудь пропало. Вон, вилы, например. Или какая-нибудь более важная деталь. Какая еще деталь? Лист фиговый. Что оно тебе? Давайте разгружать. Вот это другое дело. Давай, мужики, а? Разгружаем, а то мне он еще вон два кага пива на конец географии вести. Давайте, мужики. Тяжелый, зараза. Килограмм 150 с ящиком. Золотой, что ли? Сколько тебе чар, говорил, он стоит? Три лимона. 20 тысяч за КГ получается. Слушай, может скроем? Пару пальцев подколем? Чучело ставим. Подумаешь, что так и было. Подколет он. Если тебя потом из самого чучела сделают. Пошли отсюда. Ты греха подальше. Двадцать тысяч за кило. Двадцать тысяч за кило. Двадцать тысяч за кило. Двадцать тысяч за кило. Лиза. Двадцать тысяч за кило. 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 Руки в гору, быстрее! Спокойно берет он, наше в городе. Ха-ха-ха! На! Ты! Я! Березкин! Есть! Не ожидал? Ключики не потерять. Слышь, ты, пенсионер, а ведь ты меня того самого задрал. Ой, как задрал. И шутки шутить с тобой, что-то у меня настроения нет. Так что, гражданин Тучков, разбираться с тобой будем по полной программе. Это точно вам, Рыньков, разбираться будем. Только программы у нас с тобой разные. Послушайте, как вас там, капитан? Березкин. Березкин. Я только что самолета не могу понять цели своего визита, непричинное задержание. Ну, а о задержании речи не идет. Наоборот, у нас для вас приятная новость. Вчера у вас пытались похитить ценную картину. Преступник задержан. И мы теперь хотим вернуть вам вашу собственность. Ну, никакие картины меня не похищали. Ну, вы, наверное, еще не в курсе. Вот эта картина. Прошу обратить внимание на особую примету. На оборотной стороне холста имеются старинные буквы. Предположительно, автограф художника. Босхарта, если я не ошибаюсь. Это какое-то недоразумение. Я эту картину вижу первый раз в жизни. Ну что ж, извините. Ничего. Извините. У нас имеются показания начальника опергруппы подполковника Брунькова и показания подозреваемого. Картина была украдена из вашего сейфа. Так, по этому вопросу, капитан, я буду говорить только с хозяином этого кабинета. Конечно. Конечно. Я не против. Товарищ подполковник, зайдите, пожалуйста. Здравствуйте, Геннадий Николаевич. О чем вы хотели со мной поговорить? Простите, не имею чести. Правильно. Не имеете. Вы, Геннадий Николаевич, вор. Выбирайте выражение, подполковник. Вы не только вор, укравший у государства. У государства я ничего не крал. А эта картина всего лишь копия. То есть вы хотите сказать, что оригинал красть нельзя, а копию можно? Можно. Да какого черта? Вы меня запутали. Так это не я. Это вы нас запутали. Но ничего, теперь все стало на свои места. Я повторяю. Вы не только преступник, вы еще и подлец. Загубивший жизнь талантливого человека. Да, и прекрасного отца. Он молчит. Какого отца? Отца моей дочери. Бочкина Иннокентия Сергеевича. Вы с ума посходили. Где Брынков? А, а подельники вспомнили. Так он это самое... Как его? Вова, насморк лечит. А, щит! Я, Семен Миронович, как узнал, что Рыбина взяли прямиком к тебе. Думаю уж, не надул ли он меня на старости ты лет, а? Да. И сколько? Если не секрет, он сразу взял? Ой, даже не спрашивай. Страшно сказать сколько. Много слишком, да? Ну, это не сложно. За это... Ой! Даже 100 рублей жалко. Я же вам 25 лет тому назад сказал, что это даже не копия. Это полное фуфло. Ну, Илья Ильич, ну вы даёте. Илья Ильич, вот. А-а-а! А-а-а! Ой, ё-ой! Какая-то своя! А вы коржёстку не положили? Да, да, я положу. А, вот и в графит ролик. Ой, молодец ты, наша ухлочка-да! Ну что, друзья мои, давайте мы... Давайте мы... выпьем за неприятности. Да. Пап! Вась, ты что такое говоришь-то? Я за такое пить не буду. Лиз, ну ты дослушай её вначале, а потом критикуй. Я сейчас предлагаю выпить за неприятности, которые хорошо заканчиваются. А-а-а! Ой, ну давайте. Можно я добавлю? Ну давай, куда же без тебя-то. Замечательный тост, Вася. Неприятности заканчиваются, а жизнь продолжается! Продолжение следует! Ну, языком трепать не сейфы взломут. А как ваша нога, Иннокентий Сергеевич? Спасибо. До свадьбы не заживёт. Я не понял, до какой свадьбы? До нашей. И всё, и сняли тему. Я не понял, молодожён. А ты где жить-то собрался? А здесь? А здесь я живу. Нет, Вась, ты не здесь живёшь. Я тебе говорю. А я тебе говорю, что я здесь жить не буду. О, вот и замечательно. Папа Бочкин с тёть Машей едут жить в Анну. Какую Анну? Ты что? Я уже там дом на продажу выставила. И, по-моему, как раз лучше вам переехать в Новосибирск. Прекрасно видел. Подождите, подождите. Какой Новосибирский? Я не понимаю. Андрюша, ты чего молчишь-то? Так я вроде согласен. Ты на что согласен? На всё. Что? Молодец. Пап! Что? Ну, скажите ему что-нибудь. Твою дивизию! Петя! Андрюша, я тебе говорю. Ну, ты уже совсем обновел. Ты можешь хотя бы один раз в жизни что-нибудь сказать умное, постоять за себя? Я сказал, что мне нервы. Ответ начинается. А потому что очень хорошо вот устроить. И ты начинаешь говорить, что ты со всё согласен. Нет, тётя Маша, почему с какой, кстати, вы продали свой дом? Ну, что такое? Ну, сколько это можно вообще? Шло время. И через положенное количество лет Рыбин вышел из заключения, пристрастился к фастфуду и картины больше не собирал. Бруйков ушёл в бега и добежал аж до города Бодайбо, где местные бичи прозвали его майором, поскольку на подполковника он не потянул и там. Репин на почве обмана сильно захворал и написал уже 600 писем по адресу Малая Голландия Босхорту до востребования. Иннокентий Сергеевич действительно начал писать диссертацию, хотя Маша уверена, что её он любит всё-таки больше, чем Босхорта. Настя Тучкова стала Берёзкиной, зато Елизавета Александровна стала Тучковой, а её муж – настоящим полковником. А в 2012 году у Елизаветы Александровны и Марии Павловны случился обещанный конец света – у них появилась внучка. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова